Мы договорились начать на час раньше для того, чтобы оставить себе какое-то время для вот этой доработки. Предполагаем, что мы работаем три часа, поэтому получается, что мы должны уложиться с шести, считайте, до девяти. Мы посмотрим, как пойдет. После этого положим себе порядка часу, наверное, как минимум, на доработку докладов. Я думаю, что, конечно, мы можем где-то к десяти скорее упереться на доработку докладов. И тогда где-то в районе одиннадцати мы можем уже позволить себе культурную программу. Вчера, я так понимаю, мы начали петь, у нас появилась караоке, оно выявило таланты. Но что бы я хотел заметить, таланты начали фонтанировать, и это может сказаться не сильно хорошо на вашем же здоровье, но и на сне окружающих. Поэтому у меня просьба, давайте соблюдать такую дисциплину, и где-то, я думаю, в час надо пойти спать, выспаться. Я понимаю, все возбуждены, потому что здесь финиш, конец игры, и очень сложно себя заставить спать, когда спать абсолютно не хочется. После недели бессонной, конечно, какая-то, какой сон, вы уже забыли, что такое сон. Ну, я предлагаю вспомнить, что такое сон, и поспать, чтобы завтра, как огурчики, быть здесь, бодрыми, выспавшимися, и представить нам итоговые результаты своей работы. Я думаю, что нам хватит времени как-то это собрать, тем более, что я думаю, что мы эти работы будем рассматривать как с перспективой их публикации в нашей книге по нашей игре и форуму, в конференции, которая состоится 19 декабря, областной конференции энергетика в Свердловской области. И я думаю, что, может, сегодня или завтра мы услышим и другие события, в которых могут включиться результаты нашей работы, в которые мы можем включить результаты нашей работы. Завтрашний день у нас будет устроен таким образом, мы с 9 часов начинаем заслушивать доклады, они идут один за другим, с 1 по 10, они не обсуждаются, потому что просто времени нет, и не до доработки, и так далее. Но, тем не менее, мы, я думаю, продолжим эти дискуссии позже, завтра мы подумаем, как нашу постфорумную реальность соорганизовать. Я думаю, у вас уже есть какие-то соображения, идеи, или вопросы, или предложения, и вот это надо будет нам ткань такую связать, этих возможных событий, необходимых событий. После этого будут рефлексивные выступления участников. У меня предложение всем игротехникам сказал, предложение, чтобы мы выстроили это без хаоса и ожиданий, чтобы люди могли тоже спокойно подготовиться. В течение нескольких минут, может, даже очень коротко, как вы хотите, с презентацией, без презентации, вышли, что-то сказали, ваши впечатления, рефлексивные, желательно, наблюдения о прошедшем форуме, прошедшей игре, что здесь было для вас игрой, что было по-настоящему, что удалось получить, какие впечатления, какие знания и какое понимание, какие результаты в целом. Очень было бы хорошо, если бы прозвучали еще и замечания. Нам это очень важно, потому что без ошибок ничего не делается, и ошибки были и в этот раз. Именно публикация этих ошибок, замечаний каких-то позволяет нам совершенствоваться. Поэтому очень хорошо, если бы вы сказали нам, указали на ошибки организаторов, и, может быть, на ошибки свои, когда вы что-то опоздали, и можно было сделать раньше, тогда мы, организаторы, можем учесть это в дальнейшей работе. Мы очень ждем ваших вот этих рефлексивных выступлений, они будут такой второй, что ли, частью, ну, практически как-то там дальше мы завершаем это мероприятие. И, как мне сейчас сказали, я думал, обед и в час отъезд, а отъезд будет позже, да, автобус заказан попозже, на два или на три. Оль, на сколько? На два? На три? На три. На три часа, то есть есть возможность спокойно пообедать, собрать вещи, сдать номера и отъехать три часа. Вот, чтобы это все состоялось, я прошу вас все это иметь в виду. Просьба, на самом деле, сегодня завершить работу, но настолько возможно раньше, отдых тоже не сильно затягивать. И начинаем нашу работу сегодняшнюю. Давайте я вам представлю нашего гостя, который тут зашел нам только что. Александр Александрович Александров, руководитель департамента внутренней политики, губернатора, администрации губернатора Сырловской области. Здравствуйте. Мы очень рады гостям. Мы недавно обсуждали с Александром Александровичем, каким образом нам поступить, как использовать максимально его присутствие здесь. Тем более, что мы давние партнеры. Можно было бы послушать сначала его, а потом заслушать наши доклады. Можно сделать наоборот. А Александр Александрович, вы временем располагаете, чтобы выслушать и все наши дрязги, значит, там все это пройти, а потом уже, несмотря ни на что, высказать свое мнение об этом всем. Отлично. Тогда я предлагаю, приглашаю вас к активному участию. Мы задаем вопросы на понимание и позволяем себе любые суждения. Позволяйте себе тоже. Начинаем с группы номер один. Извините, группы проектирования субъекта развития. Овчинников Константин. Здравствуйте. Меня зовут Овчинников Константин. И я представляю наш сегодняшний доклад. Ну, в общем, кто о чем, а мы опять вернемся к нашей вчерашней схеме. И вчера, напомню, мы закончили на теме, что, ну, начало развития может быть заложено путем некого малого воздействия на систему. И вот у нас родилась идея, что воздействие это, скорее всего, может быть и организационным. То есть, условно для себя мы придумали такие обозначения. Например, носители ключевых идей и носители образов будущего, они могут встретиться на некой площадке, которую мы назвали форум фанатиков и футурологов. К примеру. Подпиши. Те, кто имеют намерение, а также способность реализовать проект, встречаются на площадке, которую мы условно окрестили ФДП. Форум деятелей и предпринимателей. И затем уже итоговым местом будет являться форум строителей будущего, сокращенно ФСБ. Но, собственно, в этом случае малое воздействие носит организационный характер и развитие должно пойти. Но проблема в том, что система, как нам сегодня, ой, вчера подсказала методологическая группа, вот заявление о том, что малого воздействия достаточно, оно справедливо только для системы, которая находится в неком возбужденном состоянии. Но мы не знаем, в каком состоянии находится наша система. И если вот не срабатывают вот эти все площадки, то тогда мы переходим, так сказать, к плану B, ко второму шагу, к приведению вот этой, приведению системы уже в какое-то высокопотенциальное состояние. Ну и здесь уже мы переходим к, скажем так, к глобальным каким-то шагам. Условно, нам вчера, кстати, подсказала эту идею группа Ямал-Урал о том, что о ступенчатом подходе к цели. Скажем так, и вот мы изобразили это на примере маятника, когда мы отводим его в некую зону, создавая нужный объем энергии. Вот это вот высокопотенциальное состояние с помощью серии каких-то, ну, каких-то небольших воздействий, скажем так. Так, и вот тут мы переходим, что вот эти воздействия, они должны исходить от государства, так как оно обладает инструментами для таких воздействий. Ну, основным инструментом является все-таки средство массовой информации и создание, ну, грубо говоря, пропаганды. А также должна на себя взять роль активная часть общества, то есть люди, которые осознают конечные цели, они, ну, тоже должны влиять посредством, ну, скажем так, сарафанного радио на настроение в окружающем их обществе. Ну, и, собственно, мы еще, ну, долго обсуждали проблему ценностей, потому что, по сути, все вот эти воздействия, вот приведение системы в высокопотенциальное состояние, оно связано с некими ценностями, которые должны формироваться. Это, конечно, все, ну, скажем так, возможно, очень теоретично, но, тем не менее, мы вот нарисовали такой некий треугольник, вершины которого поставили отношение человека к самому себе, отношение человека к другому человеку и отношение человека к миру. И в каждом из углов мы поместили некие основные характеристики вот этих отношений. И вот только когда у нас наберется критическая масса людей, которые представляют собой вот такие вот треугольники, которые наделены вот всеми вот этими свойствами, мы сможем говорить о том, что система у нас пришла вот в это высокопотенциальное состояние и уже какого-то малого воздействия будет достаточно для запуска развития. Вот каким-то таким образом мы пока себе это представили. В общем, ну все. Спасибо. Вопросы? Елена Меньшикова, группа Ямал-Урал. Я правильно вас понимаю, что для развития нужно сначала, условно говоря, раскачать лодку? Да, у нас тоже проскакивал этот термин, но не раскачать лодку – это поперечное движение, а разогнать лодку. Слабо себе представляю. Ну, раскачивание лодки не приводит к никакому движению, а мы получаем просто некий выход энергии в поперечной плоскости. А если мы начнем грести в нужном направлении, то у нас появится скорость, и тогда вот пойдет это развитие. То есть я правильно понимаю, что это несколько перекликается с той схемой, которую мы пытались донести? Да. То есть маленькие шаги вперед? Да. Я когда докладывал, я ей сказал, что в эту идею нам подкинули. За что спасибо. Хорошо. Спасибо вам. Я сегодня был в группе общества, обсуждался ваш вчерашний доклад по поводу того, что якобы развитие может запустить вот этими вот малыми воздействиями. И я так понял, что группа не согласилась с этим. Группа общества сейчас, наверное, подготовила уже свое критическое замечание по поводу состоятельности вашей идеи. Да? А пока группа общества собирается с тезисом. Богнер, группа сотовая энергетика. Я тоже вот к этому же вопросу по поводу раскачивания общества, раскачивания системы. У меня вопрос такой. Вот привести в это неравновесное такое возбужденное состояние, если вернуться, там у вас есть такой специальный слайд. У меня вопрос такой. Вот этот переход должен произойти естественно или это искусственный переход, искусственный процесс? Уточняющий вопрос, что вы подразумеваете под естественным и под искусственным? Понятно. Я думала, вы запомнили, тут Алексей Евгеньевич нам рассказывал эту картиночку, состояние, из которого велосипед так называемый, может происходить естественным путем, переползать, а может быть путем совершения какого-то определенного действия в настоящем. Когда действие производится с учетом окончания. Да, понял. Да, можешь ответить, да? Это скорее искусственное воздействие, потому что естественно мы по сути приползем, мы же должны стремиться к какому-то желаемому будущему, а не к тому, которое придет естественным путем. Дестабильность будет совсем не та, которой мы желаем. То есть дестабильность ведь может быть такая перед обвалом, да? Да. Когда все рухнуло и все. Так это не об этой естественной речи. Вот. Тогда у меня еще сложнее. Я бы это все пережила нормально, но у меня возник вопрос. Переход искусственным путем совершается, когда его инициирует некто. На мой взгляд, это вот как раз субъект развития. И в методологической консультации так же примерно звучало, что там стоит некто, кто этот процесс видит. То есть что бы получился по вашей логике? У меня получилось кольцо. У меня получилось кольцо. И значит у вас оно тоже получилось? Или вы не думали об этом? Или что? Где субъект? А? Да. То есть в искусственном процессе должен быть субъект развития. А мы вроде как вообще об этом всем и говорим. Мы раскачиваем, чтобы получить субъект развития. Вот мне тут не совпадение какое-то. Может вы сможете пояснить? Может быть нет. Да. Похоже, это слабое место, потому что отсюда следует, что начальным субъектом развития будет уступать государство и сознательная часть общества. Можно? Вот в продолжение этого вопроса. Вот вы говорите, необходимо действие приведения системы формирования государством. А ведь два дня назад, я так понимаю, именно вы выступили тем малым воздействием, которое государство осуществило. Отлично. Вот я вот перешел к этому. Смотрите, сначала я говорю, что да, достаточно малого воздействия. Но если система уже находится в высокопотенциальном состоянии, и тогда достаточно нас, скажем так. Мы можем прийти, поставить где-то стульчик и собрать этих людей. Вот оно, малое воздействие. Процесс пошел. Но если вот система, ну, грубо говоря, не находится в таком состоянии, вот это малое воздействие, оно просто не сработает. И поэтому нам надо подготовить систему. Вот, если можно, суждение. Мне кажется, группа, ну, как бы до сих пор находится вот в аналитическом режиме. Аналитическом, а не проектном. И, мне кажется, с этим связано отсутствие на ваших схем того самого субъекта в настоящем, того самого субъекта развития. Мне кажется, вот, в общем, возможно, более продуктивно мыслить о субъекте развития в проектном режиме. Спасибо. Собственно, не мыслить о нем, а строить его. Спасибо. А у меня вопрос вот в этот про форум фанатиков-футурологов. Он откуда берется? Я понимаю, что это как раз есть запусковый механизм тоже, да, или один из механизмов. А вот он откуда берется? Вообще, мы просто рассматривали это как некое место встречи. То есть, место встречи может быть в интернете, может быть где-то в физическом месте. То есть, ну, грубо говоря, мы снимаем какое-то здание и там объявляем, что вот здесь форум. Приходите люди со своими идеями, приходите люди, кто может вписать эти идеи в будущее. То есть, это какая-то точка места встречи. То, что это место встречи, это я понимаю, но откуда берется это место встречи? Как оно появляется? Ну, вот здесь нужно малое воздействие со стороны… С чьей стороны? Похоже, со стороны субъекта развития. Вот именно, мне тоже кажется. А становится ли от этого что-то яснее про субъекта развития? От этого логического хода, который сейчас совершен? Ну, то, что он должен быть внутри системы где-то. Пока не ясно, да? А, может быть, сейчас предоставим слово представителям группы общества. Народ безмолвствует. Ну, вы же не согласны с этой концепцией. Вы же об этом сегодня заявили. Кто там? Наташа? Была не согласна. Мизенина. Она здесь? Да? Наташа, тебе микрофон дать? Нет, у нас принято так. Говорить надо в микрофон. Ну, просто скажи, не согласна, да и все. А, понятно. Группа потеряла уверенность снести доклад группы проектированных субъектов развития. И, возможно, она ошибается, да? Я расскажу сейчас историю. Мы сегодня там обсуждали один тезис, который вот я нашел. Он как бы к докладу вашей группы, видимо, относится. Вот он уже даже оформлен. А он звучит вот таким образом. «Ни за что не верьте, если вам скажут, что горстка неравнодушных не в силах изменить мир, потому что до сих пор только они это и делали». Маргарет Митт, вот по поводу этой фразы у нас произошла речь. А мнение вашей группы, она права? В целом, да. То есть, ну, грубо говоря, вот когда мы вчера моделировали ситуацию, то есть вот в роли этой группы неравнодушных выступили мы, как группа проектирования субъекта развития. Ну, пошли к государству, грубо говоря, попросили собрать всех. И уже дальше процесс пошел. Так что, по сути, ну, вот это заявление, оно сработало, по крайней мере, в игре. То есть, вчера вы выступили вот этой самой горсткой людей, да? Ну, по сути, да. То есть, вот на игре, как на модели, оно работает. Кстати, кто-то видел, наблюдал следы этого воздействия? Ну, конечно, все видели. Что такое, что тихо так в зале? Сложный вопрос, да. Это я согласен, вопрос сложный. Или права Маргарет Митт про то, что небольшая горстка людей может изменить мир. Или уж как-то слишком мир велик, а горстка людей, это ведь в том числе сидящие здесь, как-то не очень верится, что это возможно. И не очень верится, что сидящие здесь люди могут собрать форум фанатиков-футурологов. А здесь разве не это происходит? Ну, мы пытаемся написать какую-то картину будущего, вписать в нее идеи. То есть, проект мы, когда расписывали вообще, мы же пытались вот все те группы, которые есть у нас на форуме, вот по четырем этим ролям расписать. У нас получается, что ключевые идеи, они принадлежат проектным группам. Образ будущего, он должен рисоваться бизнесом, государством и обществом. И энергокомпаниями. Способы реализации, они зависят уже в большей части тоже от бизнеса, от государства. Ну, это энергокомпании, как частного случая бизнеса, скажем так. То есть, все ингредиенты у нас здесь есть для этого? Да, ингредиенты есть. Микрофон возьми, Аня. Анна Кузьмина, Бионэнергетика. Есть предположение, скажи точно, как нижняя надпись ФДП расшифровывается? Форум деятелей и предпринимателей. Вот. Дело в том, что у нас на форуме есть такое предположение, есть организация фанатиков-культурологов, это теоретические группы, да. Еще расскажи, как? Фанатиков и футурологов. Да. Вот. А есть группы, которые находятся в нижней части. Это деятели и предприниматели, да. Ну, то есть 50 на 50. Но все эти группы стремятся встретиться в одной точке и стать форумом… Строителей будущего. Строителей будущего, да. Вот такое есть предположение. Да. Ну, вот я, собственно, это только что и сказал. Что мы пытались расписать по ролям. Наши группы расписать по этим ролям. И все сходится, да. Отлично. Я хотел бы еще сказать, да, ну вот вроде бы мы разобрались, да, что может означать в схемах. Мне понравилось то, что вы… Примечательно, что вы сказали, что малое воздействие возможно только в возбужденном состоянии системы. Константин Филиппович говорил про неравновесное состояние. Но это очень интересный ход. Он меня в связи с вашим майтингом натолкнул на то, что я вспомнил. Когда я читал в журнале изобретатель и разноциализатор нашего отечественного изобретателя, который изобрел, как он говорит, умножитель мощности. Берем батарейку, там на выходе крутится крупный там или средний электродвигатель. Он только в том случае возможен, когда умножается мощность. А что такое умножить мощность, вообще непонятно. А он говорит, а очень просто. И ссылается к авторитету, которого звали Никола Тесла. Никола Тесла, говорит он, утверждал, что использовать электроэнергию без явления резонанса бессмысленно. То есть это очень низкий КПД. А вот если будете использовать ее с использованием явления резонанса, вы получите максимальный эффект от электричества, электроэнергии. И мне вспомнилось, ваш этот маятник напомнил не раскачивание лодки, а как группа стройсолдат идет по мосту и может ненароком его сломать, всего лишь только топая в ряд ногами. Мы знаем этот случай из физики. Малое воздействие на самом деле может привести к мощным вещам. Почему? Потому что они могут не понимать, солдаты, они попадают в собственную частоту автоколебания системы, они понимают, как можно на нее воздействовать, чтобы она перешла в это самое возбужденное состояние. То есть есть некоторое согласие между субъектом развития, как бы самым первичным, да, и тем, и той системой, которую он хочет перевести в движение. А если этого согласия, вот этого вот сочетания колебанчества-то не будет, то сил не хватит. И вроде ваш тезис-то был как раз в этом. Мне кажется, в этом отношении, может быть, даже маятник не совсем подходит. Да, вот явление резонанса здесь, знаете, там, детекторный приемник без батареек может ловить из непонятно чего, из эфира, да, радиоволны и превращать их в звук, в колебания. Это ведь тоже из этого мира, по-моему, явление описано. Теперь мы понимаем, что если мы перекладываем это на то, что говорит Маргарет Митт, как можно малыми сумасшедшими группами сделать большое дело. Собственно, мне кажется, вы тоже от вас ответили. Вы говорите, что они, эти группы, представители их могут находиться в государстве, я понял, и в активной части общества. Может быть, даже достаточно, даже в отдельной активной части общества, чтобы потом привести в действие государство, должны заняться пропагандой идеи. В этом тезис, да? Да. Мне так кажется, что вы все сказали тем самым. То есть выход на субъект развития вроде бы состоялся. Теперь вопрос просто, кто будет заваривать чай, условно говоря, остается. Дело на самом деле за самым малым. Кто соберет этот форум фанатиков-футурологов? И если дальше они понимают вместе с теми, кто понимает, как приводить в систему большую движение, они начинают эту идею превращать в жизнь. Вроде бы все нормально. Дальше вот их встреча. На мой взгляд, все работает. Я не могу сказать, что у вас где-то есть ошибка. Другое дело, что образный язык, вот этот, который вы избрали, он не сразу дал мне понять, что картинка, которая у вас сложилась в голове, она вполне непротиворечивая. Сейчас вроде бы сложилась. Я правильно вас понял, да? Да, но, честно, до идеи резонанса мы не дошли. Ну вот она возникла у меня от того, что вы сказали слово «возбужденное состояние». Это как бы ошибка или сбой, или нарочная переставка. Неравновесная же там была, да? Да. Вот это случайно. Там было высоконепотенциальное даже. А? Там даже было высоконепотенциальное. Высоконепотенциальное, ну вот. А возбужденное как-то мне ближе. Я через это дошел до резонанса. Да, пожалуйста. Не, ну вот здесь все равно вопрос. Все-таки вот это вот возбужденное состояние, это ведь у субъекта развития. Я правильно понимаю? А вот у, собственно, того, кто его… Нет, у системы. Не, ну подождите. Подождите. У системы… Малое воздействие, возможно, только через возбужденное состояние системы. Я так записал со слов. Малое воздействие на систему. На систему. И это воздействие зауществляет субъект развития. Да. Так, а он в каком состоянии находится? Ну то есть вот я… Ну то есть я так хотел сказать, что, дескать, вот, в каком состоянии находится субъект развития, это одна ситуация, а в каком состоянии находится тот, кто его проектирует, другая ситуация. И тут вот, ну вот, я бы хотел привести пример, но тут, наверное, надо попросить Алексея Евгеньевича помощи. Про Грузию, мне кажется, вот, докладу еще не хватает вот этого образа того, кто проектирует субъекты развития. Вот, Алексей Евгеньевич. А Грузия при чем? Ну, дескать, ну там вот про, собственно, романта. Это сам грузинский, где, собственно, женщина там, дескать… А, Георгий Саакадзе? Да, 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 вот, собственно… Как он спас Грузию, да? А, вот, это история. Ну, может быть, или рассказать уж? Я думаю, что нужно рассказать, наверное. Меня поразила одна книга, шесть вот таких томов, называлась сначала «Диди Маурави» в переводах, книга Анны Антоновской, а, на самом деле, или «Великий Маурави», третье название Георгий Саакадзе. А, как я ее запомнил, там была одна женщина, грузинка, которая мечтала о восстановлении Грузии от Никопса до Дербента, Великой Грузии, там, времен царицы Тамары, по-моему. Но при этом она нашла, что она может сделать для этого. То есть она может спасти Грузию, если она родит Спасителя. Это вот, это ее вклад малый в это действие. Но родить и воспитать, конечно. И она этим занялась, родила, не тот. То есть она поняла, что вот, вот, не тот. И тогда она стала ждать внука. А после этого все у нее получилось. У нее и у Грузии. По книге, во всяком случае. Да, это интересный образ, на самом деле, вот такой, как бы невероятный, и одновременно он почти исторический. Это вот сходится с тем, что мы вчера выносили в качестве эпиграфа, скажем так, что воспитание хорошего музыканта начинается за 9 месяцев до рождения его матери. Это тезис вашей группы, да? Ну, скажем так, это эпиграф вчерашней нашей группы. То есть это сказал Золтан Кодай. Ну, почти о том, да? Почти о том. С очень малого, вроде бы с очень малого эти вещи начинаются. Надо бы понять тогда, как это переложить, вот эти законы, законы, они работают, переложить на то, что мы говорим, на то, как запустить процесс развития. Махину, страну развернуть, например, да? Когда нас мало, и мы сами вообще маленькие. И почти никто. Спасибо. Данил Зачков мне пишет, но, Данил, ты пишешь, ведь находясь в зале. У меня заполнено все, и написано Женя Ройзман, и дальше некоторый текст отсутствует. Я намек-то понял, конечно, но мне кажется, это намек сродни вот этому мосту, который можно сломать. Не знаю. Об этом речь, да? Может быть, может быть. Микрофон. По долгой службе приходилось наблюдать за теми процессами, которые происходили в администрации. И мне кажется, что здесь вот этот заход, я просто не сначала присутствовал, на докладе тоже не был, но мне показалось, что вот этот заход, он требует более глубокого анализа, потому что есть пример. Человек пришел от оппозиции в администрацию, пришел на определенной платформе, и администрация действительно была в таком возбужденном состоянии два месяца целых. Ну, в итоге, судя по тем новостям и отголоскам, которые идут, в том числе из инсайда, сейчас все спокойно, то есть ничего не произошло. И вот эти вот люди, достаточно сильные позиции, они не поколебали эту систему, а там действительно система достаточно серьезная, которая там устоялась. Я не понял, ты имеешь в виду, что малое воздействие не состоялось? Нет, не состоялось. Не сработало, да? Нет. Ну, для меня это не очевидно. Я очень сложно в этих вещах разбираюсь. Но когда-то мы с Александром Александровичем обсуждали такой вопрос. Интересно, кто может выиграть выборы? Сидели так и обсуждали. И у нас такая идея родилась так случайно. А вот интересно, тот, кто предложит городу велосипедные дорожки, не может выиграть? Я у Розьмана увидел в программе этот, этот есть. Да, алло. Ага, спасибо. Спасибо. Вот это тоже мало. Я по-другому бы это развернул. Когда мы берем малую идею, казалось бы, ерундовую какую-то, да, а вдруг она начинает работать. Вот на другой фазе. Она работала на выборы, она не работает дальше. Ну, я имею в виду другую фазу. Я сместил, говорю, вот это, мне кажется, что это работает. Да, просто человек берет, использует, это работает. А что там будет дальше? Пока трудно судить, это непонятно, пока непонятно. Посмотрим. Мы все в одной стране живем, мы все системы, мы же все части этой системы. Поэтому вот так вот разделять, я не умею так разделять, себя отделить, кого-то еще отделить. Да? Что-то еще? Все? Спасибо. Группа. Мне кажется, у вас хороший доклад. Если вы еще вот эти вещи тоже сами свои вспомните и дооформите, хорошо бы увидеть и почитать ее в полном, как это, не в сокращенном виде в книжке. Группа «Биоэнергетика». АПЛОДИСМЕНТЫ Биоэнергетика. Это сотовая, да? Да. Группа «Биоэнергетика». Виноградов Сергеев, Смирнов, Максим. Групп «Биоэнергетика». На сегодняшний день доля производственного топлива в энергобалансе Свердловской области более 90% перевозного топлива, более 90%. Следовательно, это очень большая зависимость от каких-то логистических проблем, от перевозки, от увеличения стоимости того же топлива, сырья. И использование угля ведет к загрязнению окружающей среды. В данный момент в Свердловской области процентный баланс соотношения использования энергетических ресурсов выглядит вот так вот. То есть ядерная энергетика занимает 4,5%, уголь 40,5%, газ 52,5%. И, грубо говоря, 2,5% остальные, такие как ВИЭ, биоэнергетика, дрова у бабушки в топке, все туда. То есть мы можем заключить, что уголь и газ это у нас 93%. И все эти 93% топлива нам привозится откуда-то. Что мы хотим видеть в будущем в Свердловской области? То есть с учетом введения 4-го энергоблока Белоярской станции, атомной станции, ядерная процент сместится в сторону 5. С введением может БН-1200 и больше. На возобновляемых ресурсах у нас хотелось бы видеть вот это вот. И всего у нас получается 111 миллиард 156 миллионов тонн условного топлива в год. Это у нас запасы на данный момент, которые в Свердловской области существуют. И прирост возобновляемых источников, таких как отходы агропромышленного комплекса и ЖКХ, составляют 1 миллион 127 тысяч тонн условного топлива в год. Куриного помета 143 тысячи условного топлива, переработку древесных отходов 470 тысяч. И всего получается 1 миллион 740 тысяч тонн условного топлива у нас возобновляется ежегодно. При полной замене… Можно на том слайде? Миллион – это прирост запасов? Миллиард торфа? Или что? Ежегодно? Вот этот. Вот этот прирост? Да, торф. Это то, что у нас из запасов существует на данный момент. Да, существует. Я просто ремарку хочу. У меня цифра в голове такая 3 миллиарда тонн. Причем 3 миллиарда балансовых запасов. Их по-разному можно считать. Там за балансовые говорят еще 3 миллиарда, всего 6. А может быть доступные. Я вот думаю, вы имеете в виду доступные какие-то там, где есть инфраструктура, которую можно добывать. Это промышленные, которые можно легко добыть и использовать. То есть доступные. Доступные, да. Понятно. На самом деле их еще больше, да? Хорошо, а вы берете. Это еще больше. И из этого мы можем сделать такой вывод, что при полной замене перевозного топлива, то есть который составляет более 90% на местные топливоэнергетические ресурсы, ресурсов нам хватит на 30 лет. То есть если мы заменим газ и уголь, а при замене только угля ресурсов хватит на 66 лет. Мы не предлагаем радикальных мер, но в постепенном вводе местных топливоэнергетических ресурсов есть возможность полностью отказаться от перевозного топлива. на данной карте мы попытались отобразить, как территориально Свердловской области расположены возобновляемые ресурсы. Ну вот получается на севере нашей области у нас лесные ресурсы преобладают, то есть где возможна их добыча, также на западе и на востоке это у нас лесные ресурсы. Огромная часть практически всего северо-востока у нас во всей области, но в основном преобладание торфяных запасов. Также мы на этой карте изобразили вот такими квадратиками это крупнейшие птицефабрики нашей области, это вот в Серовском районе, Ревтинская, ну и вот под вопросом остается Свердловская птицефабрика. Вот синеньким мы еще отобразили это строящиеся уже как бы реально какие-то технопарки, ну какие будут в будущем, отобразим, видимо, похоже. Изменение системы ТЭК на основании применения местных топливно-экорротических ресурсов и возобновляемых источников энергии приведет к изменению экономической системы Свердловской области. В новой экономической системе возможны организация технического комплекса полного цикла на местных топливно-экорротических ресурсов, внедрение новых технологий. Ну вот так мы схематично попытались отобразить технологический комплекс полного цикла, да, который бы мы могли использовать. Ради примера мы взяли торф лес, это добыча у нас будет вот в этих местах, где мы попытались отметить на карте. Переработка, то есть переработка включает в себя сушку и брикетирование данных источников энергии. И так же само использование, то есть это тест на брикетах и палетах, которые, ну, через образуют, преобразовываются, что ли, в электроэнергию и в тепловую энергию, которая идет также на, в процесс добычи и в процесс переработки. Полученные пилеты и брикеты из торфа и леса, в принципе, они должны пойти на продажу и на самоокупаемость продукции. Для строительства, для пусконаладочных работ, для продвижения данной идеи в нашу энергетику требуются новые энергетики. У нас все. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Еще хотелось бы добавить, что в данный момент в Сырловской области запущен пилотный проект в 2012 году, по-моему, в поселке городского типа Тугулым, Тугулымского района. Там вот запущена котельная на торфяных брикетах, которая заменила собой две мазутные станции и угольную котельную. Котельные? Да. Две мазутные котельные и мазутную котельную. И получается, она обеспечивает энергии 22 тысячи человек. На брикетах или на фрезерном торфе? На брикетах. На брикетах именно. То есть это еще выгодно получается тем, что, если вернуться к карте Сырловской области, мы видим, что торф у нас расположен на северо-востоке. Это как раз те проблемные районы, куда нет пока возможности провести электричество, тепло и прочие ресурсы в виде. То есть мы можем прямо в этих деревнях построить эти комплексы, которые обеспечат народ работой, теплом, электричеством. И он не будет зависеть ни от чего, только от выработки Сырловской области природных ресурсов. Спасибо. Спасибо. Суждения? Пожалуйста. А вот новая, вы сказали, энергетическая система Сырловской области, да, или экономическая? Какая у вас сложилась система-то новая? Экономическая. Экономическая система, я написал энергетическая. Там у вас посчитана была в том числе итоговая доля, которая может занять в ней биоресурсы, да? Да. А не заметил, цифра есть такая? Итоговая? Нет? У нас итоги только вот здесь. А вот итоги. Значит, итоги у вас 1,7 миллиона тонн условного топлива в год, а потребление на сегодня у вас какое здесь? Поселение? Потребление всего. То есть доля, тогда мы можем посчитать ее. Извините, можно я скажу? Лаптева, Ксения, я из этой же группы. Из этих расчетов следует, что если мы хотим заменить уголь, поскольку он наиболее вреден, то минус 40% в прежней структуре и 40% заменим на возобновляемые наши ресурсы. И этого хватит. А нет, вот я и говорю, а 40-то набирается? Всего у вас набирается 1,74? Конечно, набирается. А сколько 100%-то? Сколько в области сегодня? Миллионов тонн? Всего возобновляемых ресурсов? Нет, всего ресурсов топливонаркетических. 1 и 156 миллиарда тонн возобновляемых. Нет, я имею в виду, потребляет область, сколько заводит? Вы говорите, 40%. 40% это очень много. Это значит, получается, что всего топлива заводится в область порядка 5 миллионов тонн условного топлива. 38 миллионов тонн условного топлива. А, 38. 38 – это теплее, да. Это я понимаю, что это такой порядок примерно. С коксом, включая, это не только энергетика. Да, да, это все полностью 38. Энергетика – это половину примерно от этого потребляет. Кстати, если говорить по энергетике, да, в энергобалансе это, ну, там, около 20-и с чем-то миллионов тонн условного топлива. А даже если мы не берем, не берем, скажем, там, металлургов, которые кокс тоже в топливо, не берем бензин, который тоже тер, а берем только энергетический ресурс. Топливо как энергетический ресурс, то это будет все равно, там, 24, что ли, по-моему, из этих 38, там, или, там, 40 примерно, то тогда доля ваша будет отношений 1,74 к этим 24, да? Ну да, мы просто предлагаем заменить уголь. Сегодня он 40 процентов в общем потреблении. А, уголь 40. Ну да, и тогда нам хватит… А на сколько процентов замените это? На все 40. Все 40, и нам хватит. Угля 15 миллионов тонн. Значит, на условку пересчитаем, это будет порядка, там, 9, что ли, миллионов тонн? Нет, вот мы пересчитали 17 миллионов тонн условного топлива. Это что? Это топливно-энергетический баланс Сырловской области. Уголь? Уголь, да. Уголь. Но это уголь электростанции и не только электростанции, Это весь, который заходит в Сырловскую область. А я говорю, даже если мы возьмем только энергетический баланс, все равно. А у вас-то 1,74, даже если соотносить, видно, что это 10 процентов, да? Или я ошибаюсь? Нет, это возобновляемые и пополняемые ресурсы. Это у нас каждый год прирост идет. Прирост. В восстановляемых ресурсах, да. А вот у нас то, что на сегодняшний день мы имеем. А ежегодно? И ежегодно прирастает вот столько. Получать можно сколько ежегодно? 17 миллионов? Получать можно сколько нужно. 17 миллионов. Да, было бы желание. То есть полностью весь уголь заменять? Да, да, да. Мы же там все это число. То есть мы соберем все биоресурсы, то мы получаем те самые 17 миллионов тонн условного топлива в год. Да. Легко, если надо, то мы весь уголь можем заменить, да? Да, да. И хватит полностью. И нам хватит? На 66 лет. А этот расчет где-то виден? Где эта цифра по биоресурсам? Вот 66 лет. Вот цифра расчета там. Нет, 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 с той таблички, где у вас получилось. 17 миллионов, как вы набрали? Как вы набрали 17 миллионов? 17 миллионов тонн условного топлива? В год, да. Это угля? Нет, сегодня угля. Вы же весь хотите заместить 100%, да? Да. Да. Значит, вы должны набрать возобновляемых на 17 миллионов тонн в год. Столько же. Да. А где это видно, что у вас 17 миллионов тонн в год? Ну, вот у нас можно торф, лес, все вместе. Я понимаю. А годовой-то расчет, годового выхода у вас есть или нет? Нет, этого нет. А, ну я ищу и не могу. Но мы же в идеале все предполагаем, что мы внедрим все и сразу, и можем заменить весь уголь в топливно-энергетическом балансе. Вы вышли с сумасшедшим тезисом, об этом губернатор пока не знает. Не дай бог, он тогда с меня спросит, давай, замещай. А как я замещу-то? Я не понял, как у вас набралась сумма, но вы-то ее считали хотя бы в группе. Да, да. У вас набралось именно столько, сколько можно заместить весь уголь в Кибастовске? Ну, если мы вот, допустим, сегодня поставим все ТЭЦ на угле, то да, мы заменим потребление энергии, которая вырабатывается на угле, мы заменим, то есть торфом уголь. То есть вы набрали 17 миллионов тонн условного топлива в год? Набрали? У нас есть такие запасы. У вас есть такие расчеты. Запасы-то я вижу, запасы я не спорю, вы сказали. Запасы вот такие, но это же запасы. А добывать-то можно торфа, например, там 15 миллионов тонн? Ну, эту тему мы не успели рассмотреть. А откуда у вас утверждение, что вы замените весь уголь в Кибастовске? Я еще думаю, ладно, если заменят 10%, молодцы. А они говорят, да мы весь заменим. А расчеты? А какие? Зачем там расчеты? Заменим и все. То есть не считали или как? Готовую мы не считали. А? То, что если вот на год брать, мы не посчитали, наверное. Вот я знаю, что в 80-е годы добывали торфа где-то 3,5 миллиона тонн натуральных. 3,5 миллиона тонн натуральных, да? В год? В год, в год. А сейчас 60 тысяч тонн где-то добывает. И то вряд ли, потому что там сейчас, как статистику, кто там отражает, не знаю. Но тем не менее. Вот это был максимум, пик. 3,5 миллиона тонн торфа, когда торфяная промышленность более-менее работала. А до 17-ти, до условных 17-ти. Я поняла, просто мы сегодня... Это в 10 раз надо будет больше добывать, чем добывали его в середине 80-х годов. И тогда вопрос. Если вы хотите добывать его таким же фрезерным способом, которым добывался он раньше, да? То, мне кажется, не добудете, потому что надо кучу рабочих мест создавать. И не факт, что высокопроизводительных. Ладно, если высоко. Либо надо менять технологию. Торф-то есть, я понимаю, но в год добывать. Меня это удивило. Что в год вы собираетесь 100 каторфа добывать. В 10 раз больше, чем исторический максимум. Я понимаю, но у нас следующий тезис был в том, что мы не предлагаем радикальных решений. Мы просто хотели ознакомить всю аудиторию с тем, какие у нас реально огромные возможности. Я тоже на вас жду как раз радикальных решений. Но, к сожалению, надо же трезво смотреть на вещи, что мы не сможем на самом деле весь торф заменить. Но мы хотели показать... А зачем тогда вы говорите, мы заменим весь уголь? Мы хотели показать, что насколько это неиссякаемые ресурсы. Что нам хватит на 66 лет. Сколько это работы, непочатый край. Ой, ребята, что-то тут вы не доделали. На самом деле, да. То есть у нас продолжение будет завтра. То есть какие-то более конкретные... Если, например, вы понимаете, что запасы, в принципе, запасы, если их делить нам на 100 лет, да? Например, да плюс возобновление же, да. То, в принципе, добыть можно. Только вопрос. Мы должны честно признаться, что сегодня технологий не существует. Технологии добычи торфа были разработаны в Советском Союзе. И все используются нашими разработками советскими. Если вы создадите новые технологии добычи торфа, я скажу, тогда, может быть, да. Если вы еще предложите технологии... Кстати, что предложите? Надо бы в вашей группе тогда добавить или знать, что торф можно ведь газифицировать. То, что вы предлагаете, это отличный вид топлива. Сегодня я его щупаю руками и знаю, что это уже производится. Это перспективное, очень удобное, калорийное, там, беззольное, экологичное топливо. Очень хорошо. Но это для бытовых нужд, да, для малых котельных. Там он может работать. А для рефтискограсса это не будет работать. И вот если вы сможете торф предложить газификацию торфа или превращать его в синтетическое жидкое топливо, вообще-то, посмотрите, материалы прошлых игр уже диссертации защищены по поводу создания из торфа синтетического жидкого топлива. Допишите, имейте в виду, поинтересуйтесь. И тогда, может быть, технологии новые, которые будут, может быть, засасывать в насос, не сухой там, 8, что ли, или 11 миллиметров, с щеточкой собирают, да, а просто жидкость, это болото, как это в Тюмени, по-моему, пытались сделать, засасывать, центрифугировать это дело и потом из этого дела делать сразу конечный продукт, а не брикет, потому что куда его электростанцию, да, а вот какие-то более технологичные виды продуктов торфохимии, тогда, может быть, что-то и получится. Только надо, конечно, посчитать все-таки баланс, все-таки, где, какой объем-то можно, возможен, как можно добывать торф. Может, его и зимой можно добывать, зимой же сейчас его не добывают, а если придумать технологию, которая разрабатывала бы зимой, тогда это тоже существенно меняет. А так я себе записал. Группа придумала решение проблемы энергетической безопасности Свердловской области. Поставил, кстати, знак, а потом понял, что не додумала пока, стираю. Вы вчера поставили нам слишком высокую планку все это дело пересчитать. Вот у нас ушел практически, ну не практически весь день, мы сейчас на коленках еще доделывали доклад. Нет, я понимаю, что вот вы группа вообще уникальная, вы занялись такими расчетами. Я поэтому сначала же не поверил, что это возможно рассчитать с птицефабрикой Ревсинской. А потом вроде бы понял, что вы способны на такие вещи. Поэтому я уже теперь заранее вам вроде верю, что вы мне не обманете. А тут как раз вы немножечко сэкономили. Нисколько мы не хотели обмануть. Да я понимаю, я понимаю. Тем не менее, вы же заинтриговали. Может быть, на самом деле можно. Это вообще фантастика. Если мы берем доступными экономичными технологиями, добываем, а торф-то есть, и лес есть, добываем этот ресурс. Если мы получаем, тут Виллисов сидел, считал стоимость условного тонна щепы, перевести, а стоимость натуральной тонны щепы, а можно ли кто-то берется ее заготавливать. И вроде как у него что-то начало сходиться. Он говорит, надо еще точнее посчитать. На самом деле, может быть, мы посчитаем и увидим древесина, вот технология, вот стоимость тонны чего-то там получается от нее. Ну, пусть там щепа, например. Вот торф, вот технология, вот получаемая стоимость тонны, ну, либо синтез газа, либо синтез жидкого топлива, либо брикетов, и получаем стоимость условного топлива, сравним ее с газом. И мы сразу понимаем, у нас сработает или не сработает. Если мы получим местное топливо дешевле газа, а говорят в Кира и Торф дешевле газа в 4 раза, правда, без этих технологий. Если это так, то это прорыв, в самом деле. У нас под ногами запасы возобновляемые, причем запасы, может дешевого оказаться топлива, во-первых. А во-вторых, можно его получать так, чтобы заместить весь уголь, зольный там, сернистый там и прочее, прочее. Вы делаете революцию тогда и в экологии, и в экономике Свердловской области. Осталось только немножко посчитать, сойдется или нет, и понять, какие возможны ли такие технологии. Тогда это на самом деле прорыв, и стратегический прорыв. Я же думал, вы 10% замените, а получается, пока эта планка не определена, но если ее продолжить, то мы можем точно выйти достаточно грубо, но на ту долю, которая будет вполне, как вчера говорили, стратегично для области. Тогда мы можем развернуться и посмотреть, топливо в таких объемах, по такой цене нельзя медлить, надо этим заниматься. Технологии запускать, производить их, добывать это все, и жить лучше, и экологичнее, и эффективнее. Спасибо. Можно вопрос? Конечно. Свяжу Антон, группа Сотова Энергетика. Правильно я понимаю, вы рассчитывали возобновляемый ресурс леса, 7,9 миллионов тонн условного топлива, исходя из ежегодных вырубок. Насколько возобновляемый этот ресурс? Терф? Лес. Лес? Да. И что в плане экологичности вырубки леса в таких масштабах? Подождите, подождите, мне хочется понять вопрос. Насколько возобновляемый ресурс лес, а в чем тут подвох? В плане экологии? Есть сомнения, что он возобновляемый? Нет, есть сомнения, что такие темпы, 7,9 миллионов тонн условного топлива, это всего запасы леса или это ежегодно будут вырубаться? Останется ли лес? Да. Останется ли лес, да? В 7,9 миллионах тонн условного топлива леса? Да. Да, есть, у нас такое подтверждение. Ну, это как раз возобновляемая часть, выход возобновляемый? Нет, это общие запасы в области. А, отсюда? Мы не предлагаем 100%, вот 8 миллионов вырубить. Я понимаю, что речь идет о том, что какие-то объемы, если мы будем вырубать, то мы не нарушим баланс, возобновляемость будет, да? Нет. Потому что, как рекультивация, 5-7 лет растет дерево, его опять под сруб пускают. Извините, можно добавлю? Вопрос-то, я понял, был объемов леса, которые можно без опаски на потере возобновляемости, да, вырубать? К тому же я еще хочу заметить, что лес это все-таки своеобразная инфраструктура животного мира, вот. И вырубка леса может сказаться на популяции других видов животных. Вот думали ли вы об этом, о том, что пределы допустимости какие-то существуют? Рамки мы не определяли. Не обсуждали, да? Нет, не обсуждалось. Ага, ну замечание понятно, да? Да. Пожалуйста. Здесь, ну, может быть, грубо сказано, но здесь как бы не весь лес, которым обладает Свердловская область, если быть точным, то 15,5 миллионов тут запасы леса, здесь совсем не весь, как бы цели, конечно, весь лес вырубить, нет. То есть, если это общие запасы, и вы предполагаете заменять уголь, ну, в основном за счет торфа, конечно, то какая часть лесных, допустим, запасов будет уходить в год? Примерно расчет того. Ну, это совсем какое-то процентное, мне кажется, деление, но мы так глубоко в дебри не лезли, конечно. Вот и насчет инфраструктуры лесной. Ну, это нереально просто вот так вот поделить, сколько будет леса, торфа. А надо? Все, спасибо. Вот Сергей Норкин пишет, что на вырубках лес восстанавливается за 60-100 лет, в зависимости от породы. То есть, это тоже срубили, а потом через 100 лет приходите за новыми деревьями, говорит Сергей. Я бы с Сергеем тут не согласился, поскольку занимался, и коллеги, кстати, в вашей группе это на заметку, потому что критика прозвучала, мне кажется, справедливая. Другое дело, что ее можно вроде бы оспорить. Оспорить каким образом? Границы допустимого использования ресурса, конечно, надо считать. Тем более лес, на самом деле, это живая инфраструктура, совершенно справедливое замечание. Как сделать так, чтобы лес не пострадал, чтобы биоцинозы не пострадали, да? И чтобы одновременно этот ресурс использовать. Ученый лесник по фамилии Залесов, из лесной академии, он утверждает, что у нас, к сожалению, мы очень мало используем леса. У нас он гибнет на, знаете, сухостой. Заходим, и лес прямо бывает просто сгнил. Не успев вырасти, сгнил. То есть лес густой, и, значит, деревья какие-то просто не доживают до взрослого, и их много просто так гибнет. Во-вторых, очень много гибнет, не гибнет, а теряется, как так называемых, порубочных остатков. Когда лесники вывозили лес, что-то им не нужно, они там оставили. И это гниет там, в лесу. Ну ладно, конечно, может превращается со временем в удобрение, круговорот, но, тем не менее, есть и такое. Но есть, что меня больше всего поразило, есть другая культура лесопользования, которую используют финны. Они говорят, что они ездят на роботе по лесу, ну почти робот, Саша, хорвестер такой, он выбирает только самые спелые деревья, самые лучшие, самые спелые, которые, кстати, уже расти не будут, они уже выросли. Выбирает и выборочно, он робот, он автомат, ему заказ такой поступил, только вот такой диаметр. Он берет, срубает и вывозит на лесосеку на переработку. А остальной лес, а лес остался, лес вырубили, лес остался. Что происходит? Оказывается, лес начинает расти с этого момента. Ему крупные деревья не давали расти, не давали света, не давали пищи. И они собирают с одного гектара в семь раз больше кубометров леса, чем мы. Они семь раз туда заходят, а лес вообще постоянно растет. Они его как бы и не вырубают. Вот эти врубак, о которых говорит Сергей, я их видел с денежкиного камня. Заходишь на Большой Иральский хребет и видишь, просто вот как машинкой по голове новобранцев прошли, вот выпластаны не гектары, там, наверное, сотни гектар, просто до горизонта все вырезано. И там вот он прав, через сто лет, может быть, что-нибудь вырастет. И то, как говорит директор Института экологии животных и растений Мамаев говорил, он говорит, вообще-то мы меняем там климат, и ведь северные склоны, они до июля давали речкам, ручейкам, медленно-медленно, по капельке подпитку этих ручейков. А сейчас этот склон за неделю стаял, и вдруг откуда-то взялось наводнение, и все мосты смыло. Они стояли сто лет, и вдруг смыло. Или на Дальнем Востоке наводнение, говорят. Это вот потому, что некоторые энергетики и так строят свои ГЭСы, что нарушают вот эти вот режимы лесопользования тоже. Хищнический вывоз леса в Китай приводит к изменению климата, к наводнениям на Дальнем Востоке. Не знаю, так или не так, но люди говорят, что надо внимательнее там разобраться с этими вещами. И с одной стороны, будет здоровее природа, с другой стороны, у нас будет постоянно вырубаться лес, и он будет постоянно визуально быть. Вот какое чудо-то, и финны давным-давно уже этим пользуются. Вырубает только тот лес, который уже не будет расти. А еще бывает горелый лес. Он сам сгорел, у нас пожаров масса. И этот лес очень долго не будет расти, надо помочь ему вырасти. Этот лес надо весь выводить оттуда и садить туда лесные культуры. И это еще один источник, говорит, за лесом. Если посчитать, в балансе очень много леса, который просто мы не используем ежегодно, а запасы эти колоссальные. Как они сказали, если переводить на мегаватт и 300 мегаватт, ежегодно можно обеспечить 300 мегаватт. Неплохо. Вот на заметку. Спасибо. Если можно, все-таки слайд, где у вас карта. Я понимаю, что уже немножко… Да, вот карта с кругляшками. Есть такая? Да, вот тут, конечно, мне кажется, что… Как сказать? Понятно, что уже группа не сможет эту работу проделать. Но, в общем, мне кажется, что не хватает стратегичности. То есть надо докрутить еще один ход. Вот этот заход на технологии, мне кажется, правильный, что, дескать, говорит не о том, что мы будем, ну, как бы, торф, вот, дескать, заменить, а дело технологии для его переработки. Это ход правильный. Но вот тут у вас такая, смотрите, вот этот вот торф, он же залегает в тех районах, где на самом деле нет употребления. Если мы там просуммируем все употребление, которое вот там, то мы выясним, что оно около нуля. Оно очень низкое. И в этом, ну, в общем, как сказать, сложность. Мне кажется, что вот, ну, слушайте, вот, что усилило бы эту презентацию? Первое, мне кажется, вот там, где у вас синенький кружочек, там вы говорите, что вот это вот, собственно, особая экономическая зона Титановая долина. И вот, дескать, вот, может быть, ну, как бы, с нее-то точно надо начать, с нее попробовать начать, то есть как шаг номер один. Потому что, ну, то есть если вы есть, сможете продать, а там, прямо там, собственно, запасы торфа, прямо там лежат и те, которые уже, собственно, разрабатываются, и там есть вся инфраструктура и так далее. То есть если вы им, вам не удастся продать, то, ну, вот, сложно. Саша, у меня есть ответ, можно я попытаюсь? Ну, да. Ну, мы все-таки рассматривали то, что тут есть присутствие железной дороги, и она вот прямо вот именно вот с мест, где сейчас уже находится, где уже находится вот пилотный проект запущен, да, по производству палет. То есть, в принципе, вот северо-восток, ну, это получается, что у нас, восток области, то, в принципе, железной дорогой уже готовые палеты можно перевозить вот с север сюда. Ну, не, ну, смотри, понятно, что вот они, конечно, становятся золотыми, когда их перевозят по дороге, но дело не в этом. Я так думаю, что вот как докрутить дальше, как сделать вот те вот зоны зеленые, которые, понятно, ну, депрессивные, депрессивные, как сделать их, ну, как бы зонами развития. Вот это главный вопрос, и вот это, мне кажется, если группа… Как там захотеть жить. Как там захотеть жить, и группа, если бы еще сделала еще один доворот, значит, что, например, ну, то есть, я так вот, конечно, уже начинаю сочинять, что, например, там именно, где очень много этого торфа, чтобы, например, возникали бы, как сказать, места, которые бы его… Из него бы что-то делали, например, дизельное топливо, условно говоря, и вот, дескать, для семьи, вот, там, не знаю, у него возникает какая-то зона, которую она обслуживает, и вот, дескать, дает, там, не знаю, тысячу тонн какого-нибудь этого самого дизельного топлива. Ну, так, условно говоря, и, естественно, что уровень жизни этой семьи, он становится очень высоким, очень высоким. И, собственно, как сделать так, чтобы, ну, вот, вот эти депрессивные эроны превратить в те, которые бы что-то производили и обеспечили там высокую производительность труда и высокий, ну, как бы, уровень и качество жизни. Мне кажется, вот это главный вопрос. И вот он, ну, то есть, наверное, тянул бы на стратегичность, стратегичность, то есть, как вот делать, дескать, превратить это, ну, в общем, в работающую схему. Мне кажется, вот не хватает стратегичности какой-то, то есть, ну, что это такое? И понятно, что группа сейчас это не сможет разработать, но, в общем, вот такое. И у меня еще один вопрос есть в группе. Вопрос такой. Какие энергетики нужны энергетике? Которые бы смогли разработать стратегию, чтобы на Востоке области появилась жизнь? Правильно ли я понимаю, что нашей энергетике нужны такие люди, которые могли бы реализовать ваш проект? Вот этот вот. В том числе, да. Да? Которые бы смогли сказать, я попытаюсь реализовать. Не, не я попытаюсь, я сделаю. Я сделаю. Я сделаю, да. Все, что возможно. Дайте мне, дайте мне, дайте мне, я сделаю. Да, вот так, чтобы, да? А тогда остается еще один вопрос. При каких условиях лично вы сказали бы, я хочу заниматься этим проектом? Наверное, при условиях все-таки доработки того, что мы начали дорабатывать, да? А кто же это доработает? Мы доработаем. То есть мы, да, я согласен. Нет, вот я вот чувствую, что я бы занялся торфом в Северловской области, но при каких-то условиях надо, я с ними еще и пока не разобрался. Но вы тоже сегодня работали, или вы по этой теме. А, вы дорабатывали вчерашнее, и вас не успело времени на сегодняшнюю тему, не хватило времени на сегодняшнюю тему, да? Эх, жаль, лучше бы вы бросили вчерашнюю. Конечно, все это красиво, здорово, молодцы. Но то, что вы тут не подумали, это же условия реализации вашего проекта. Если мы не решим, не ответим на этот вопрос, каким образом можно сделать так, чтобы это все заработало. То есть при каких условиях люди, сидящие здесь, займутся этим проектом, вы в том числе? Вот хорошо бы, если бы... А вы будете статью писать на эту тему? Сборник наш? Ну да. И может быть на конференции выступите? Безусловно. Тогда, может быть, там в конце пару абзацев на эту тему продумано должно быть? Ну, завтра попытай... Как это возможно, да? Сказать, ну да, ну да, можно заместить, и что? Мы все знаем, что торфа много. Без этого, как бы, ключевого момента, что нужно сделать, чтобы реальные люди, которые живут на Урале, занялись реализацией этого проекта. Проект, получается, на самом деле, возможно, тянет на обеспечение энергобезопасности Свердловской области. Знаете, вот как говорят, если завтра война, мы же вообще обязаны просчитывать ситуации, когда все коммуникации разрушены, и уголь просто не идет, и железной дороги нет уже, да? А нам надо продолжать работать, жить, выживать, бороться. Ну, бороться нужна энергия, а она вся там в Казахстане. Вот он ресурс, говорите вы. Не все потеряно, но надо быть готовым его взять. Надо посчитать, есть ли он, достаточно ли, да, и готовым его взять. Так вот это вот все то, чего говорил Александр сейчас, да, технологии и люди, которых тут не хватает, что нужно, чтобы это все было. Попробуйте в статье, там, доработайте, попробуйте послушать другие доклады. Может, кто-то уже нашел, вышел на идеи, которые может просто взять и использовать. Я-то надеюсь на это, что кто-то все-таки прорвался к идее, к ответу на вопрос, какие энергетики нужны энергетике. Хорошо, спасибо. Спасибо. Есть вопрос, да? Вот вам странно, вы, прочитайте, не вижу. Действительно полагаете, что никто до вас не считал? Это к кому вопрос? К группе? Это, наверное, к нам. Или про запасы? А, когда шли расчеты. Понятно, это оттуда было. Идем дальше. Сотовая энергетика, да? Сотовая, пожалуйста. Да, он говорит, это было по поводу экономической эффективности торфа и леса. По-разному считали. Сергей, мы видели эти расчеты, и там надо еще разбираться, как считать. Здравствуйте. Здравствуйте, группа сотовая энергетика, докладчики Валюлин Камиль и Свежин Антон. Тема нашего доклада «За кем будущее?» Что такое сотовая энергетика? Что такое энергетика, понятно сразу. Тут пояснения не нужны. А что такое сотовая? Кто-то вспомнит сотовую связь с ее сотами, у которых есть свой радиус покрытия, и в этом радиусе можно связаться с кем угодно. Кто-то вспомнит связь мобильную, ту, которая есть везде и всегда лежит в твоем кармане. А кто-то вспомнит сладость меда, лежащего в этих сотах. Это энергетика будущего. Все то, о чем мы сейчас мечтаем, и то, о чем пока не можем даже вообразить. Как классно было бы иметь такую возможность получить электроэнергию где угодно и когда угодно, не думая о том, откуда эта энергия берется. А перспективы избавиться от проводов. Наверное, это перевело бы качество жизни людей на совершенно новый уровень. А с точки зрения инженера, для него это избавление от множества головных болей. Кабели, опоры, короткие замыкания. Все это не нужно энергетике будущего. Представьте, что вместо огромного ОРУ мы ставим около электростанции антенну, накрывающую определенную область вокруг себя. А всем потребителям вокруг нее раздаем небольшие коробочки с розетками. Они разные. Есть коробочка большая, квадратная, а есть маленькая и со слониками. И все они реально работают. Можно поставить такую коробочку каждому электроприемнику на заводе. А можно положить в карман и пойти на лыжах в лес. Можно взять коробочку побольше и построить вокруг нее дом в таком месте, в котором тебе больше нравится. А электростанции? Вряд ли они будут такими же, как мы их сейчас видим. Огромными и дымящими. И мы это видели в докладах проектных групп. Станции могут быть и экологичными, и компактными, любой мощности и работающими на любом топливе. И нам это не противоречит, а даже очень нравится. Ведь такую антенну можно поставить около абсолютно любого генератора. Классная перспектива, правда? Мы о ней думали. Но, к сожалению, об этом всем мы говорим в будущем времени. В далеком будущем времени. С точки зрения нынешних технологий, все эти радости недостижимы. Но появятся новые технологии. В этом мы даже не сомневаемся. Но просто ждать, когда они появятся, это не наш метод. Это мы выяснили еще в первые дни на этом форуме. Наш метод – помочь таким технологиям появиться. Дать тот толчок, который необходим для запуска машины по созданию идеального будущего энергетики. Но для этого нужно что-то делать уже сейчас. И уже сейчас... Но для этого нужно делать что-то уже сейчас. И уже сейчас мы предлагаем новый принцип распределения электроэнергии. Пусть пока он будет только сотовым, пусть пока не совсем мобильным и таким сладким. Но он обязательно таким станет. И эта закладываемая нами база будет не только толчком к энергетике будущего, которую мы только что представили, но и решением некоторых существующих проблем. А это уже очень неплохо. Ведь такой результат мы можем получить буквально через несколько лет. Во вполне обозримом будущем. Так давайте же посмотрим, что нам нужно для этого сделать. Здесь мы представили некую дорожную карту. То есть как мы видим развитие к энергетике будущего с помощью сотовой энергетики. И что для этого необходимо для нас сделать. Мы видим очень большую роль государства, которое должно создать законодательную базу для сотовой энергетики и заинтересовать энергокомпании и бизнес. Мы видим большую роль энергокомпаний, которые могут инициировать вот эти подвижки в законодательстве и которые в свою очередь не должны упустить момент зарождения сотовой энергетики, чтобы в нем поучаствовать. И в то же время они должны захотеть и смочь измениться, чтобы они либо реструктуризировали сотовую энергетику, либо работали параллельно с ней. Мы видим и большую роль бизнеса, который может инвестировать в сотовую энергетику и в научный исследовательский комплекс, и может создать конкуренцию при развитии сотовой энергетики. Мы видим здесь большую роль проектов, которые обсуждаются на этом форуме, как биоэнергетики, которая может помочь нам в малой генерации, как POTES, которая возьмет на себя генерацию покрупнее, так и DMA, которая может обеспечить топливом все эти маленькие генерации, которые пригодятся при развитии сотовой энергетики. Умная энергетика нам также пригодится через создание алгоритмов работы вот этих сот, то, как они будут взаимодействовать друг с другом. И видим также огромную роль общества. Оно должно параллельно со всем этим развиваться и дать нам нужных энергетиков, которые смогли бы привести нас к энергетике будущего. Какие же мы видим качества, которые должны быть у этих нужных энергетиков? Разумеется, они должны быть людьми с воображением, которые могут представить ту картину, которую, надеюсь, вы сейчас представили. Они должны верить в идею, то есть в то, что они достигнут ее и готовы действительно служить ей. Они должны быть волевым к изменениям, то есть способным меняться, изменяться как-либо на пути достижения своей цели. Глубоко копать, то есть не делать поверхностных суждений, а именно докапываться до сути проблемы. Они должны быть компетентны во всех вопросах технических и юридических и экономических. Они не должны бояться стен, которые перед ними могут возникнуть и должны уметь выйти за рамки этих стен. Должны быть какой-то нетрадиционной ориентации, то есть не должна быть ориентация, которая сейчас у нас на какие-то сиюминутную личную выгоду. То есть должны быть какие-то другие моральные и духовные культурные цели. И мы задаемся вопросом, а такие ли вы, такие ли ли мы. И чтобы дополнить вот эту картину сотовой энергетики и будущего, я передаю слово коллеге, и он вам расскажет о некоторых принципах сотовой энергетики. Свяжу, Антон. Так, во-первых, я вижу сотовость в непосредственной конкуренции между генераторами и поставщиками электроэнергии потребителям. То есть это то, от чего потребитель выиграет, потому что конкуренция – это основа снижения цены для конечного потребителя. Допустим, у нас по исходным данным есть генератор 1, есть генератор 2, но генератор 1 в соте на некоторой территории снижает цену, а допустим у генератора 2 она все-таки поднялась. Причем единая национальная сеть повышает тарифы при этом же. Что происходит? Потребитель 2 отказывается от договора со вторым генератором, он буквы X, и заключает договор с генератором 1. Генератор 2 думает об уходе из соты или изменении цены и, допустим, принял решение все-таки о переезде в какую-то другую территорию. И делает ценовое предложение потребителю 3, который сейчас, допустим, запитан от единой сети по линиям электропередач. Потребитель 3 соглашается, так как генератор предложил более выгодные условия. И на второй картинке генератор 2 уже переезжает в новое место. Потребитель 3, естественно, не может запитаться, допустим, от генератора 1, потому что, несмотря на его дешевость, он все-таки довольно удален. Далее генератор 1 снабжает потребителя 1, 2. Генератор 2, переехав на новое место, снабжает потребителя 3. И, естественно, он заинтересован в получении прибыли, так как он уже генерирует, у него, допустим, есть свободные мощности, почему бы не подключить потребителя 4, запитыванного от подстанции единой сети. В этом случае единая национальная сеть может быть заинтересована в снижении тарифов все-таки для конкретного потребителя или потому что… Чтобы его не опустить? Да, чтобы кусок, можно сказать, не оттяпала генерация. То есть возникает конкуренция с сетями, да? Да. Ну, как бы… Сейчас поясню. Я думал о нормативно-правовой базе. У нас сейчас есть запрет на совмещение деятельности. И в случае его исключения для сетевых компаний в области именно сотовой генерации можно достичь того, что и сетевые компании будут, допустим, ДГК-9 и МРСК будут соперничать за какую-либо соту. Также сотовость – это где есть пчелы, приносящие мед. То есть непосредственно это движение к клиенту, клиентоориентированность. И тут я предлагаю конкретный способ реализации, допустим, малоснабженных потребителей по реке Лозьва, как я вчера говорил. То есть для удаленных потребителей населенных пунктов вблизи руслов рек, ну, как естественно, служившихся бытовых укладов, люди селятся вблизи рек. Вот принципы конкуренции генераторы в виде лодки. Плавучие электростанции. Да, плавучие электростанции. То есть конкуренты поставляют электроэнергию по договору с потребителями или в зависимости от выгодности, то есть предлагаемой цены разными генераторами, или в зависимости от оперативности поставки. То есть тут конкуренция будет довольно-таки жестче и гибче. То есть, естественно, цену, возможно, будут снижать. И способы поставки. Стационарно-постоянный. То есть в первом случае мы видим, что генератор присоединен к потребителю один постоянно на период договора. Через док, ну, портал, можно так сказать, стационарный и мкосной. В данном случае мы испытываем необходимость в научной разработке емких и быстро заряжаемых аккумуляторов. В данном случае генератор 2 подплывает к доку, быстро заряжает аккумулятор и может плыть дальше, допустим, попутно генерируя мощность у себя там, ну и в конденсатор, допустим, складывая на корабле. Либо, если генерация довольно-таки мощная, потребителю 2 много энергии не надо, то он может сразу же на месте без аккумуляции сгенерировать мощность в этот конденсатор и уплыть. Следующий уже туристический беспроводной. Ну и, естественно, проплывая мимо, он может из аккумулятора выдасть большую мощность в аккумулятор потребителя 3. Опять же, мы нуждаемся в разработках научных по беспроводной передаче мощности и в аккумуляторных разработках. Так, возможно, конструктивное исполнение транспорта. Для рек будет удобнее небольшие катера, судно или судно на воздушной подушке. То есть, предположительно, на электродвигателях будет потребление собственных нужд небольшое. Возможное конструктивное исполнение генератора. Это необслуживаемая микроатомная электростанция, солнечные элементы высокого КПД, емкий аккумулятор. В данном случае схема будет происходить при емком аккумуляторе. У нас, допустим, есть генерация, которая аккумулирует энергию. И при проплывании корабля, такой генераторной компании, она передает в аккумулятор на корабле. Корабль подплывает к потребителю, передает энергию и плывет дальше до следующей генерирующей станции. Также возможно сделать погруженную генераторную гидроэлектростанцию. То есть, в русло реки, при стыковании корабля к доку, выводится электростанция, и на месте он стоит, допустим, по договору, месяц генерирует энергию для потребителя один. А там уже потребитель будет определяться от условий изменений цены. Нужен ему такой генератор или лучше он другого кубит. Ну и ветрогенератор, возможно. В детальные технические аспекты я не стал вдаваться и просчитывать, потому что это уже введение научно-конструкторских бюро. Бюро. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Хотели бы так закончить. Пожалуйста, микрофон дайте. Никита Морозкин, группа общества. А вот те же вопросы, о которых я думал, написаны. Как влияет на здоровье человека, будет влиять и излучение. Например, мы носим такие штуки, да, с собой? Это же тоже источник высокочастотного излучения. Я думаю, еще все эффекты не проявились, которые они нас оказывают. Допустим, лет через 5-10 может оказаться, что это влияние продолжительное, очень пагубное для человека, например. Ну, и сейчас уже есть некоторые эффекты. А вот если бы можно было каким-то узким пучком направить энергию на дальнее расстояние, как лазером, ну, наподобие этого, это было бы уже более реально, мне кажется, потому что иначе люди просто, мне кажется, не выдержат волны. Да, мы изучали этот вопрос о влиянии на воздействие человека. В настоящий момент уже есть разработки, позволяющие передавать электроэнергию беспроводным путем, при том, что уже доказано, что на животных это точно не оказывает никакого негативного воздействия. Там вопрос скорее в передаваемой мощности пока. Мы верим в то, что эти разработки продвинутся, и что они смогут дойти до того момента, когда мы сможем передавать большую мощность. А к анализации энергетических потоков, да, тоже есть такие же разработки. Это беспроводная передача СВЧ-излучением. Это, ну, один из самых перспективных на данный момент. То есть удается передавать десятки киловатт мощности, уже есть эти опыты, с КПД порядка 50%. То есть это одна из самых переносных. Есть возможность передачи в космос и уже распределения с космоса. То есть как так же и с ВЧ-лучами, так и лазерным лучом. Мы пока упираемся в технологию. А, возможно, просто необходимо открыть что-то качественно новое. Можно на вопросы остальные ответить? Да, конечно. Вот тут вопрос про то, что операторов сотовой энергетики будет несколько и порядка числа операторов сотовой связи. В идеале мы видим, что все будет именно так. То есть это будет создавать конкуренцию, возможность запитываться от нескольких операторов. И в связи с этим будет уменьшаться тариф, увеличиваться надежность, какие-нибудь акции, например, как у нынешних сотовых операторов. Ну, все вроде бы. Спасибо. Правильно я понял, что вот в обзоре технологий, или комплекта технологий, вы говорите, что сотовая энергетика – это становящаяся отрасль, которую можно разделить на ту, которая сегодня уже может существовать, может скомпоновать из известных технологий оборудования. И у нее еще перспектива роста, в том числе компонент вот этой беспроводной. И вот у вас была там электропроводность, слово. Мне кажется, вы имели в виду, наверное, сверхпроводимость или сверхпроводники. Нет, там немножко… Электропроводность в разряде технологий у вас мелькнула так быстренько. Электропроводность – это свойство, которое давно известно. Ну, там немножко такой вопрос, чисто технические терминологии, то есть через токи смещения, то есть как в конденсаторе между оплатками… Ну, то есть вы неудачно назвали технологией электропроводностью, да? Ну да, это… Там надо поправить что-то, иначе как-то бьет… Да, обязательно примем к сведению. …восприятие. И на ваш вопрос суждений, то есть мы видим, что уже сейчас есть ниша для сотовой энергетики, которую она может занять, и даже если она займет эту нишу, это уже будет существенным шагом, то есть обеспечить удаленных потребителей. Ну, Абрамов нам сказал, что 70% территории у нас ниша для сотовой энергетики. Да, 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 то есть она огромна. До сих пор не дошла электрификация, как минимум, да? Но я так понимаю, что вы говорите уже, и в нижней части схемки сот было, что вполне она может внедряться и в ареалы существования традиционной сетевой энергетики? Так, давайте. Подстегивая ее, шевеляя… Да, вот эти две нижние… Ну, самая… Вот эта вот, да, картинка? То есть вы считаете, что вполне сегодня уже можно создать в сетевых компаниях конкуренцию с помощью сотовой энергетики? Немножко их взбодрить можно, да? Да, проблема… Заставить бороться за потребителя. У меня достаточно в остров встала проблема именно переносимости генерации. То есть как это сейчас сделать, тоже не совсем понятно. Ну, тоже вопрос к научно-конструкторским бюро. То есть это, да, заказ на создание мобильной, высокомобильной установки и, может быть, собираемой там, как тоже… Чем более высокомобильная и концентрированная будет генерация, и, естественно, инфраструктура тоже вызывает пока проблемы. Была бы беспроводная, было бы все проще, чтобы обвязывать быстро сразу двух потребителей. И дальше все равно локальную сеть надо раскидывать. Да, придется, как часть затрат распредсеть. Это нельзя отрицать. То есть надо с сетевиками как бы дружить, да, сетевые принципы надо использовать совместно, получается. На данный момент, да. Пожалуйста, Андрей. Вот в продолжение вот этого вопроса, значит, все-таки базовый принцип определения, что является сотовой энергетикой, вы рассматривали? Значит, это все-таки способы передачи или способы генерации? Или способы выдачи энергии потребителю? Способ распределения энергии, я бы сказал. Способ организации вот этого распределения энергии. Спасибо. Еще один у меня вопрос по поводу первой части. По поводу, а вы какие, а вы такие, качества. Во-первых, Сергей Норкин вам пишет. А кому они, эти будущие энергетики должны и сколько, ерничает он. То есть там должны, 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 да, люди с воображением. Он понял, что здесь вы, мы дали все должностование, вот это вот, это те, которые должны обладать пакетом качества. Он говорит, кому должны, кто кому должен. То есть, вроде бы, не работающую схему он имеет в виду. Или вы можете утверждать, что она может реально работать, вот здесь и сейчас. Прежде всего, развитие надо начинать с себя по некоторой, насколько знаю, восточной мудрости. Развитие все-таки начинается с себя лично. И если не стремиться к какой-то цели саморазвития, то есть вот, допустим, есть у нас в менталитете там неспособность глубоко копать, там по вершкам пробежаться. Вот. Так надо развивать себе эту способность, качество, характера. Это вы мне? Нет. Так на общее. Ну, глядя на меня, надо развивать, Алексей Евгеньевич. Ну, вам отвечаю. Сидите тут. А тогда в каком смысле? Кому? Я отвечал примером на вопрос... Кому должны? Ну, вот Сергей, на вопрос Норкина, да? Кому должны? Он еще, видимо, понял, кому они должны. И дальше много знаков, в том числе мне, чтобы я, видимо, не комментировал. Я комментировать не буду, извиняюсь. А транслировать только вопросы, так вот, как бы кому должны? Они должны себе самим. Вопрос не так прост. Себе самим. А что это значит здесь и сейчас? Ну, мне кажется, да, что правильно ответил мой коллега, то, что они должны самим себе, ну, согласитесь, как-то развиваться. Они это кто? Энергетики. Ну, не вообще все люди, можно сказать. Пальцем покажите, кто здесь? Здесь пальцем. В первую очередь, наверное, мы, может быть, кто-то из здесь присущих сейчас согласится, то, что он хочет поучаствовать в этой энергетике будущего, готов к этому развиваться. И тогда, может быть, он готов развивать себе такие качества. То есть они должны прежде всего… Вы говорите, вопрос тогда я так разверну, а вы сами-то готовы стать такими или хотите хотя бы для начала так стать такими? Лично я бы хотел. Спасибо, я услышал ответ. Пожалуйста, еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что группа не рассматривала возможные препятствия на пути развития этой идеологии? На самом деле, все вот эти 7 дней мы, по-моему, практически только это и делали. И некоторые препятствия мы уже постарались решить. То есть мы вот уже выработали некоторые концепции, как это возможно реализовать эту сотовую энергетику. Выработали, зачем она нужна. То есть многие спрашивали, что основным препятствием было непонимание, зачем это надо. Мы постарались эту преграду преодолеть. И некоторые технические вопросы, возможно, мы решили, но, конечно, не в полном объеме. Это невозможно за столь короткие сроки, но мы что-то старались сделать. Понятно. Ну, тогда легкий комментарий. Значит, наверное, все-таки группе стоит частично задуматься по этому поводу. Значит, где-то с конца 80-х годов утверждается, что экономика России сидит на нефтяной игле. И это вопрос уже к методам генерации. А сотовая энергетика дает возможность развиваться методом малой генерации, не на угле. Так сотовая энергетика дает. Дает. Да. И почему-то многие страны вокруг России не сидят на нефтяной игле. Что нам-то не дает с нее слезти? Это, наверное, лучше вопрос задать группам государства, общества. Но не проектным группам, наверное. Может быть, димитил когда-то не требует с нее слезти. Не вопрос под огладу группы, да? Да, да. Ну, хорошо. Просто, наверное, Андрей подумал, что если уже до этой планки мы дошли. Еще, сейчас, секундочку. Еще один вопрос. Норкин, реплика. Это произносят выступающие. А мне они что-то должны? Сколько и чего они мне должны? Есть у вас ответ на такой вопрос? Вы знаете, вот была у нас такая, вот она, то, что нетрадиционная ориентация. И вот у всех такое ощущение, что вот все хотят какой-то сиюминутной выгоды и личной. То есть мне что-то должны. И вот мне кажется, вот это вот, об этом говорилось, нетрадиционная ориентация. То есть мы немножко так не воспринимаем, что кто-то кому-то что-то должен. У вас есть ощущение, что вы поняли вопрос Норкина? Ну, я не сказать, что могу вот конкретно на него ответить, но мне кажется, что надо уходить от таких пониманий, что мне кто-то что-то должен. И надо скорее задавать вопрос, должен ли я кому-то что-то. О, о. То есть вот это одно из тоже качеств. Да, да, да. А вроде бы намек, как мне показалось, у Норкина был именно на это. Ну, спасибо за понимание. Идем дальше? Нет. Если можно, вот, в общем, за игру я, в общем, изменил свое представление о сотовой энергетике. Значит, думал несколько дней пока, буквально до последнего доклада не очень понимал, о чем вообще идет речь. И вот сейчас я думаю, что вот эта вот идея сотовой энергетики, вот я ее понял таким образом, что, дескать, сота объединяет генератора и потребителя. И может так случиться, что это, например, сведено, ну, условно, в одну точку, ну, или, скажем, близко, без сетевого. И мне кажется, что вот это вот может, ну, как бы, ответить, как сказать, может являться ответом на запрос большой у большого числа людей на, ну, как бы, энергонезависимость. И вот этот вот запрос на энергонезависимость, ну, то есть, например, я себе представляю себе таким образом, что, например, есть какой-нибудь автомобиль, например, электромобиль. И, в общем, этот электромобиль еще как-то каким-то чудесным образом может самозаряжаться каким-то, то есть, неизвестно каким-то, там, стоит какой-нибудь, я не знаю, топливый элемент или там какая-нибудь штуковина. И этот же автомобиль, например, он же, например, ты вот к себе домой приезжаешь и, в общем, как сказать, не его ставишь на зарядку, а от автомобиля, например, свой дом заряжаешь. Например, вот. И, дескать, в общем, все, что нужно, ну, как бы, тебе еще нужно, там, я не знаю, там, сотовый телефон, еще что-нибудь, ты тоже заряжаешь от этого автомобиля, например. И, в общем, вот это вот, мне кажется, что, как бы, идея энергонезависимости может стать реальным драйвером вот этого, ну, как бы, направления. И, в том числе, расширить понятие сотовой энергетики, да? Дополнить его. Это да, но, то есть, я к чему, что, вот, мне кажется, как, технология тогда становится реальностью, когда она, в общем, реально цепляет какие-то, ну, сущностные вещи, сущностные, в общем, запросы. И, мне кажется, вот этот вот запрос на энергонезависимость от всего остального, он, мне кажется, очень, ну, в обществе сегодня силен. И сотовая энергетика реально может вот этому ответить и, в общем, неожиданно стать, неожиданно стать. Вот это мое главное впечатление от вашего доклада. Спасибо большое. Я бы там уже добавил, а вот еще две. Заразили, молодцы. Еще две руки, давайте послушаем. Да, суждение, Селина Александрова, группа бизнес. Я рад, что вы услышали мои просьбы и спасибо. Мы готовы вкладываться. Пожалуйста, еще Илья. Про сотовую энергетику. Вот я поддерживаю Александра, как бы, да. То есть, вот кто должен развивать, что развивать. Вот мы сейчас видим, что есть потребность, ну, там, рыночная или какая-то общество вот в этом продукте, как бы, да. На самом деле, тут еще есть и конкурентные преимущества, потому что, если мы наберем в интернете сотовая энергетика, там вывалится вообще, по-моему, там такого нету понятия. То есть, я прошу понять, что это… Ну, есть, но, как бы, это не два миллиона ответов, я бы сказал так, да. То есть, там есть, как бы, очень ограниченное число. Поэтому я бы тут хотел отметить, что есть, как бы, запрос или потребность какая-то человеческая, как бы, да. И есть поле для свободы, творчества и так далее, всего остального. Я тоже хочу рассказать вам интересную историю. У нас на игру не приехал человек, но он будет, наверное, на конференции. В общем, наши ребята из Перу-Уральска устроили мировую революцию в сотовой энергетике, в какой-то определенной, в волновой. Вы знаете, что с помощью волн можно вырабатывать электроэнергию. И шотландцы работают над этим, у них большие какие-то там штуковины, там многотонные, мочалятся и вырабатывают электроэнергию. И у них все на стадии вот опытных образцов много лет уже. Значит, наши парни говорят, мы тоже придумали. Они придумали другой принцип, в который в любую волну, там, груз, якорь, поплавок, может вырабатывать электроэнергию. Я говорю, о какой мощности, он говорит, 160 ватт, 600 ватт и 3 киловатта. Три этих, я говорю, и что, и фи, вроде бы как, ну и что, у них вон сколько. Он говорит, наоборот, мы привезли их в Китай, эти установки, фурор, заказы по всему миру. Перу-Уральск, мировые лидеры. А я говорю, как так, а потому что, говорит, эти дуболомы эти, швейцарцы, как их, шотландцы. Они погнались за гигантоманией, а никому она не нужна. Нужно 160 ватт. Как горячие пирожки, ЮАР, там называют географию, весь земной шар, заказчик Перу-Уральска. А я говорю, во сколько созданы, пока опытные образцы, но мы, говорит, сейчас просто масштабно разворачиваем производство с размещением заказов на массе российских заводов, которые быстрее бы все это, то есть у них уже все работает, надо в тираж только выпустить. Весь мир заказчик. А принцип в том, что каждому у своего бунгало, который на сваях стоит, вот 600 ватт, может 3 киловатта, как можно максимум. Вот единичная, 160 ватт, она, причем с литий-ионным накопителем в паре, о котором вы говорили, например, вот такая сота. Оказывается, гигантский спрос. Чем мельче, тем больше спрос. И в мегаваттах, и в чем хочешь. То единичная мощность вот такая вот сотовая, микроскопическая. Это, мне кажется, тоже вот навстречу тому, что у нас на игре понятие сотовой энергетики, с одной стороны, стало наполняться смыслом, а потом стали расширяться границы этого понятия. Вот, мне кажется, Саша очень удачно и привел пример. Я никогда бы не подумал, а можно, на самом деле, автомобиль у каждого есть, да? И его можно как-то тоже использовать, там, возить энергию из города в деревню. Или, наоборот, из деревни в город, лишнюю на автомобиле. Ну, то есть, вот, мне кажется, что, в общем, идея вот этой вот персональной энергосистемы, когда с тобой всегда энергия. А вот, например, она может быть, например, в автомобиле, чтобы, ну, вот, так сказать. Которая всегда со мной. Не таскать ее, дескать, чтобы она вот, например, в автомобиле какая-то штука стоит, которая всегда дает энергию. И ты от него запитываешь дом, например, и все остальное, там, содовый телефон, не знаю, что еще надо, собственно. Вот, мне кажется, вот в этом что-то есть. Коллеги, я понял, что статья у вас практически уже есть, вы ее уже читаете. То есть, она уже в книгу наша войдет, да? Ну, да. Может быть, даже немножко доработав, с учетом обсуждения. Ну, разумеется, сколько пищи, опять-таки, дали для жизни. А выступать на конференции будем? Ну, надо выступать. Андрей? Да. Суждение. Есть ясное видение, что группа сделала абсолютно все, что могла и должна была сделать здесь, на игре, кроме одного. Кроме нетрадиционного видения своих результатов. Но у группы есть еще вечер, ночью, завтрашний день. Да, ну, я-то думаю, что я сомневался, что у них будет, кроме одного, это некое самоопределение, поскольку принятие решения. Но вроде бы я услышал, самоопределение тоже есть по поводу того, кто этим всем будет заниматься. Спасибо. Идем дальше. Ямал-Урал. Ямал-Урал. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Развивающемуся энергетику, ну человеку, который готов развиваться, как мы сегодня говорили утром, нужна энергетика такая, которая тоже развивается, в которой есть перспективы развития. А развитие энергетики возможно через внедрение новых проектов в энергетику. Отсюда следует, что продуктивная проектная деятельность, она возможна при тех условиях, когда мы видим целую картину этого проекта со всех сторон. Ну и отсюда какие энергетики нужны? Энергетики. Нужны энергетики, способные как раз увидеть этот проект в целостной картине и способные, так как понятно, что одному человеку большие проекты не реализовать, то нужна способность видеть и при этом взять ответственность на себя за конкретный участок, за который ты возьмешься. вот так вот. Ну пока по теме все. Но это не конец нашего выступления и сейчас хотелось бы попросить обратить ваше внимание на небольшой отход, может быть от формальной темы, но в общем-то эти две вещи связаны. У нашей группы сегодня было две цели дня. И вторая цель, не менее важная, чем первая, это начало разработки дорожной карты проекта Ямал-Урал на 2013-2014 год. Следующий. То есть состав дорожной карты, просто чтобы напомнить, видение проекта, я думаю, здесь уже у всех сформировалось, о стратегии мы скажем пару слов и в общем-то представим план работы. Стратегия реализации вчера благодаря работе на пленуме мы смогли несколько изменить свою концепцию и предлагаем такую стратегию работы. Опытная линия производства ДМЭ, расположенная непосредственно на Ямале, мы ставим одну ветроустановку мощностью 8 мегаватт, ставим электролизную установку, присоединяем к имеющимся газопроводу для получения синтез газа и ставим установку по получению ДМЭ. То есть мы полностью завершаем производственный цикл на примере одного ветряка. Далее здесь вы видите план реализации проекта «Ямал-Урал» на 2013-2014 год, расписанный по месяцам. Здесь вы можете отметить проведение как раз форума, выставку «Промоэкспо-13», о которой сегодня уже заходила речь, на которую приглашаются все участники. 13? А, декабрьская. Да, декабрьская. Декабрьская. Значит, там будет презентация, я думаю, от дорожной карты, а также после этого начинается очень серьезная работа по различным отделам по экономическому обоснованию данной модели, также по экспертным комментариям, по моделированию опытной установки. Далее мы планируем презентацию опытной установки в рамках форума «Иннопром». И, в общем-то, ключевым событием 2014 года мы можем назвать проведение презентации данного проекта, уже просчитанного через ТЗ «Экономическое обоснование» в рамках конференции «Нефть и газ с Урала-2014» с представителями региональных правительств и руководителями крупных компаний. Ну и предварительное, как бы это не конец дорожной карты, это конец, в общем-то, хронологический. Если все, значит, получится по графику, то можно в декабре 2014 года выйти на подписание договора, либо на подписание проекта договора. Какого договора? Уже опытной установки. У опытной установки? Да, на 8 мегаватт, расположенной на Ямале. Дальше здесь перечислены те эксперты, с которыми мы планируем работать. И такой интересный момент. Мы сегодня нашли такую замечательную вещь, как International DME Association. В общем-то, сейчас, я думаю, после Пленума можно будет и подать заявку. В общем-то, это крупная международная организация, занимающаяся вопросом диметил эфира в различных странах. Это не только объединение, но и достаточно постоянно действующая вещь. О них проводится более 15 мероприятий в год. Ну и в том числе, надо сказать, что Россия там пока не представлена. Но следующий форум состоится в 2014 году, 7-9 октября в США. Ну и, наверное, вы заметили, что говорилось «мы, мы, мы». Ну, наверное, пришло время представить, кто такие «мы». Команда продвижения проекта «Ямал-Урал». Токарев Константин. Исмогилов Андрей – координатор в городе Челябинске. И Кислицына Наталья отвечает за моделирование процессов. Координатор проекта «Меньшикова Елена». Вопросы? Пожалуйста, микрофон дайте. Вот по моей настойчивой просьбе из интернета был озвучен вопрос про экологию. И как и в прошлый раз, значит, было обещано, что она займет достойное место. Вот есть и такой некоторый опыт, когда о чем-то говорится, да, это есть вероятность, что случится. А когда вы не говорите об экологии вообще, то я вот подозреваю конкретно всю вашу группу, что вы ее похороните. Спасибо за ваш вопрос. Тут, к сожалению, мы пытались опустить регламент и не вынесли этот вопрос на плену. Тем не менее, вопрос в группе обсуждался отдельно. И, в общем-то, мы с коллегами это проговаривали. Вопрос экологии в любом случае будет затронут, хотя бы потому, что мы заходим с одной установкой и, заходя на площадку, будут произведены замеры до установки, а также регулярные замеры по изменениям в соответствии с международными стандартами. В частности, мы анализировали немецкий опыт. Там шел анализ по, по-моему, 8 пунктам. Это изменение среднегодовой температуры в срезе, урожайность, наличие катаклизмов и так далее. Я просто сейчас не хочу быть голословной, но данная методика у нас есть в том числе. И, соответственно, она применяется по международным стандартам. А скажите, до декабря, до подписания договора, в сентябре следующего года вы пригласите на конференцию экологов? Я думаю, что мы пригласим на конференцию экологов даже в рамках инопрома. А еще раньше, в июле? А еще раньше. В июле на экспертный клуб, да? Да, да. Но работа у нас же по дорожной карте идет работа с экспертами уже начиная с января. То есть подбор экспертов для сбора комментариев по проекту. То есть круг экспертов включает в себя экологов? Безусловно, как это было на инопроме в этом году. Понятно. Пожалуйста. Я вот просто хотел проговорить. Вчера группа государства взяла на себя инициативу. Мы организовали форум стратегических инициатив, пригласив практически все группы, в том числе проектные. Пришли к выводу, что, коли на повестке дня стоит образование проектного государства, все пришли к выводу к тому, что мегапроекты нам нужны. И по общему мнению всех присутствующих на этом форуме, все согласились с тем, что Ямал-Урал может являться прорывным проектом и он нам нужен. Спасибо. Спасибо. Микрофон. Ну вот слайд там, где про 8 мегаватт. Предлагается вот, да, вот про 8 мегаватт. Вот этот вот и если можно еще до него один. Вот нет, до, ага, вот дальше. Вот, в общем, совет по оформлению. В общем, вот видел, как оформляются, собственно, проекты развития, например, в корпорации Евраз. Вот мне кажется, что там есть все вот эти вот пункты. Там есть один пункт всегда. Типа малый эксперимент. Малый эксперимент. Или как-то у них там называется. В общем, малый эксперимент и, детская, вот такое. И вот мне кажется, здесь его нужно добавить. И там они всегда проводят. Тем более, что они его озвучили. Нет, да, 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 да. Это просто по оформлению. То есть здесь его нету, а мне кажется, надо его так назвать. Малый эксперимент, который демонстрирует любому, значит, что вот, слушайте, работает. И у него стоимость обычно не очень большая. Такая, которую можно, в общем, легко где-то найти. Вот, если можно следующий слайд. Вот, да, вот здесь вот. И, конечно, стратегия здесь к этому слайду явно не вяжется. Тут что-то другое даже. Мне кажется, как раз это малый эксперимент. Что-то такое. Дальше. Вот, конечно, вот вы говорите, установка по получению ДМЭ. Да, но нужно же замкнуть еще на потребителя. То есть вот здесь нужно добавить, мне кажется, потребитель. То есть вам же нужно его, ну, как бы, с Ямала к какому-то потребителю достать. А может, его нет на Ямале. Стало быть, мы должны куда-то его… Да, это самое. Вот это. Ну и, конечно, вот, ну, как бы, не хватает цены. Цены – вопрос, чтобы, ну, просто, собственно, просто понять, как это вот, сколько это будет стоить. То есть вот установка, довести, установить эту самую… Электродизм установка. То есть вот этих вот цифр не хватает. Если бы она была, там, например, 100 миллионов – все понятно. Вот такая сумма или там, не знаю, сколько-нибудь. Вот такой совет. Спасибо. А так, собственно, доклад, мне кажется, очень крутой. Я вот, дескать, ну, вижу, как он, собственно, от непонятно чего, собственно, продвинулся, мне кажется, очень сильно. Да, спасибо. Да. Пожалуйста. Спасибо, Саш. Доклада группы, которая про энергетиков. Да, вот, хотелось бы все-таки, чтобы группа обратила внимание, наверное, на те наработки, которые в группах, где вот эта тема наиболее является более предметом работы. Значит, здесь вот мне вот кажется, что… Еще можно выше, если поднять там… Да, вот развивающемуся энергетику нужна развивающая энергетика. Вот вы знаете, мне кажется, этот термин, скажем так, это утверждение спорным, спорным. Если энергетика развивающаяся, да, то развивающемуся энергетику там делать нечего. Что с ней делать-то, она уже и так развивается без него. Приложение сил у развивающейся энергетика там пропадает. Вот где энергетика не развивается, мне кажется, развивающемуся энергетику там самое место. Там у него есть приложение сил. А там уже сделали кто-то до него. И это как этот… Камевейжор обуви в Африке, да. В шикарной перспективе тут никто не носит обуви. Да? Ну, после того, как там побывали, значит, камевейжоры, почему-то Адис Абеби стал бегать в кроссовках. Бегал он босиком сначала. И в эту виду там отправляли эти самые седательные, настоящие колхозы. Ну. Значит, и вот в связи с этим, значит, мне кажется, отсюда можно проделать вот какой шаг. Значит, то, что вы говорите про технические все моменты, вот, мне кажется, что они совершенно понятны. И, я бы даже сказал, не требуют никаких доказательств. Уже все доказано. И как горит и используется ДМЭ – известно. А как вырабатывается из энергии ветра электрическая энергия – известно. Значит, как эту энергию превратить в химические связи ДМЭ – тоже известно. И весь этот процесс экономически просчитываемый. А что неизвестно? Неизвестно другое. Вы говорите, вот, известна там методика немецкая. А как она подходит к нашим полярным районам? Это немецкая методика. Нет этой методики. Значит, что происходит с ветрами? Вы говорите, малым проектом. Особенность того проекта, о котором вы говорите, то, что малые проекты ничего не дают для его определения. Потому что при малом проекте эта ветровая установка не образует стены для ветра. А стена, преграждающая путь этим ветрам, направит ветровые потоки на Норвегию, где температура изменится на 5 градусов. От них будет большой привет. Потеплеет в западно-сибирской низменности. Расставит болото. Они начнут выделять метан, который пойдет в атмосферу, который будет способствовать еще большему нагреву. И вот этого ничего не известно. И вот здесь как раз самое приложение. А тебе-то это откуда известно? Это было еще известно с первого доклада на прошлом году. Нет, нет, нет. Тебе-то откуда известно это? В смысле? Что метан, что Норвегия. Значит, про Норвегию и про первичный расчет изменения ветров докладывал еще сам Потапов. Значит, а про то, что когда тает наша мерзлота, западная Сибирь и метан выделяется, это тоже уже известно? Нет, без апокалипсиса он говорил об этом. Естественно. Возможно, возможно. Так я говорю, именно то, что пойдет повышение температуры. Все технические моменты известны досконально. А, ну так подожди. Они же, ты же не был вчера, они же говорили, мы будем наращивать долгие годы это дело и наблюдать за всей экосистемой. Постоянно. И в этом отношении не успеет ничего, никуда потеплеть. А экологов они пригласят, включая тебя, еще с декабря. С января вернее. С января. С января. Поэтому, если есть опасения, то твое… Алексей Евгеньевич, вы не совсем так поняли. Значит, я говорю о том, что есть известные моменты, и как бы они такого нестандартного приложения сил не требуют. Ну, если они… Это не есть развитие. Нет. Я с первым пунктом не спорю. Я понимаю, что это просто суждение, которое может быть учтено группой, да. А, собственно, там противоречий никакого нету. Группы… Люди говорят, что творческие люди занимаются тем, что интересно. Что тут такого? И идут туда, где интересно. Ты говоришь, они должны идти туда, где не интересно. И Константин Филиппович подхватывает. В отстающие колхозы надо талантливых организаторов направлять. А может быть и так. С этим я не спорю. Это тоже способ реализации себя. Но это одно не исключает другое. Этот проект, его еще нету. И мне кажется, самая сильная сторона здесь – это люди, которые сказали, мы создали план действий своих. И назвали себя кто, что будет делать. Я понял, что с Алитой Туртаевой мы встречаемся в Челябинске через две недели. У нас есть свои люди и с Потаповым встречаемся. Мы начали работать. А это самое сильное, мне кажется, достоинство этого проекта. И выгодно отличает его от наших вот советов кому-то. Здесь таких советов в принципе нету. Здесь тема дня раскрыта полностью и окончательно, я надеюсь. Спасибо. А можно по первому пункту? Вот группа считает, почему написали такой тезис, что развивающемуся энергетику нужна развивающаяся энергетика. Энергетика – это не развитая, а развивающаяся. Почему там нет приложения силы для развивающегося энергетика? Нет. Андрей, я понимаю, говорит так, что развивающаяся, значит, она уже придумана. В этом смысле, да? То есть там креатива этого уже нет. А мы имели в виду не это. Мы имели в виду не это. А? Мы имели в виду не это. Я понимаю, что вы имели в виду не это. Но сама мысль-то по себе тоже хороша, если подумать над ней. Когда кто-то уже придумал, ты можешь только реализовывать то, что кем-то придумано. Почему бы нет? Это хорошая мысль. Спасибо. Идем дальше. Спасибо группе. АПЛОДИСМЕНТЫ Группа ПАТЭС подземных АЭС. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. Группа ПАТЭС, докладчик Соболь Рима. У нас сегодня доклад посвящен теме дня, а общий доклад будет завтра. Какая команда нужна проекту ПАТЭС? Цель доклада – создать представление о будущей проектной команде ПАТЭС и определить, как ее сформировать. Начнем с того, что сегодня наше обсуждение в команде началось с того, что мы хотели определить жизненный принцип, который бы мог лечь в основу концепции развития нашей страны. Тот принцип, который бы помог людям пойти верным курсам, не бояться ставить перед собой задачи и достигать их. В английском языке есть такое выражение – dream as if you will live forever, live as if you will die today. Ну что буквально значит следующее – мечтаю словно жизнь бесконечна, а живи будто смерть сегодня придет. То есть бездействие вызывается всегда двумя причинами, исходя из этого выражения. То есть либо человек боится поставить перед собой какие-то грандиозные цели, либо ничего не делает и думает, что жизнь будет идти еще долго, и у него на это хватит времени. Просто, как говорилось сегодня с утра на утреннем установочном докладе, что для развития страны, для развития энергетики нам нужно привлекать каких-то активных людей, лидеров. Но наша группа пришла немножко к другой идее. То есть мы считаем, что сильный лидер не во всех случаях может тянуть на себе всех остальных. То есть он не может заставлять их двигаться. Дело не только в самом лидере, но и в общей массе людей. То есть мы считаем, что нужно менять образ мышления, нужно не бояться ставить цели и идти к ним. Но чтобы идея не оставалась просто идеей, вот на примере, допустим, нашего проекта, идея вроде бы всем нравится. Мы, я думаю, это показали, то есть заинтересованность возникла. Но у нас пока нет команды единомышленников, с которыми мы могли бы двигаться дальше. То есть мы пока вот на этом шаге и застряли, мы это признаем. Поэтому мы думали сегодня, как создать нам эту команду и придумали вот такую модель. Как идеи сделать проект, то есть как перейти на следующий шаг. Это такой треугольник, сейчас попытаюсь его объяснить. Смотрите, то есть это критерии, которые нужно предъявлять команде, которую мы создаем, чтобы перейти к плану действий, то есть дорожной карте, как мы ее называем. Во-первых, должно быть осознание общего дела. То есть все участники команды должны осознавать, что это дело не лично каждого человека, а идея должна быть общей. Во-вторых, это преданность идеи, то есть сегодня тоже был пример, когда что-то не получалось в проекте, люди переделывали его и шли дальше. То есть они не останавливаются после первой неудачи. И третье – ответственность за себя. То есть каждый человек в команде, он знает, за что он несет ответственность, и роли у них разделены. И вот тогда, если три эти момента или условия, они есть, мы можем переходить уже к плану действий, который разрабатывается внутри команды. Все вместе они ее разрабатывают. Так, следующее – это примерная схема, условная, конечно, как мы видим проектную группу. То есть это минимальное количество человек, которые нужны для команды проекта по ТЭС. Во-первых, это руководитель проекта, который будет все стематизировать, заниматься управлением. Во-вторых, это носитель идеи, хотя он может быть первым. То есть эта идея родилась у него. Потом эксперты из экономики, технологии, экологии, то есть те люди, которые будут делать расчеты, допустим, техноэкономическое обоснование. Также нужны представители. Представители из четырех субъектов – государства, бизнеса, энергокомпании и общества. Мы думали, где же может быть наш потенциальный заказчик. Мы думаем, что он может быть где-то среди трех представителей. То есть государство, бизнес, энергокомпания, либо это как-то совместно. То есть не обязательно проект либо полностью государственный, либо полностью частный. Они могут как-то быть совмещены. Но вот представим ситуацию. Вот мы заинтересовали вроде бы команду. Им нравятся наши идеи, они готовы работать. И все участники есть в команде. Но даже при выполнении этих условий первый шаг может не быть сделан к реализации, на встречу реализации. Вот пытаясь разобраться в этом и предлагаем вот такую схему. Круг желтого цвета, он изображает те результаты от реализации проекта, которые в них вкладывает человек, который задумал эту идею. То есть как он видит, какие результаты. Справа это те результаты, которые представляют себе и хотят видеть в будущем участники проекта. Вот нужно стремиться к тому, чтобы, получается, эти два круга, желтый и зеленого цвета, они совместились. То есть именно в результате совмещения этих двух кругов команда будет собрана правильно, подобрана. И мы можем двигаться дальше уже к непосредственно реализации проекта, разработки и так далее. Ну все. По теме сегодняшнего дня, в принципе, все. Вопросы? Пожалуйста. Систему предыдущую можно? Вот эту. Правильно ли я понимаю, что носители идеи группа не знает? Нет. Почему не знает? Он уже есть. Все понятно. Тогда вот обратите внимание, у вас совершенно как-то по-российски носители идеи сразу затерли. Нет, ну… Вот посмотрите внимание, у него нет практически никаких связей. Выкинули вы его из схемы? Ну, это, как я сказала, схема условная, чтобы показать просто участников команды. Это не значит, что он стоит ниже, чем руководитель проекта. Люди рисуют схемы, исходя из своего внутреннего содержания. Вот поймите, что вы рисуете то, что вы чувствуете. Ну… То есть, вы как вариант предлагаете, носители идеи поставить сверху, да, и уже вниз всех. Связей, говорит, не имеет ни с кем. Он ни от кого, ни от кого, ни к кому не носит. Он висит… Да, наоборот, он самый важный, поэтому он как бы в центре. Но только чуть ниже, чем руководитель. Но нету связей, говорит Андрей, нету связей. А что он носит? Ну, носит он идеи от кого к кому, например, да? Да, и денег много в результате будет, и нафига там еще делиться с носителем идеи? Ну, тут была цель не показать немножко связи, а показать схематично участников. Вот только в этом. Структуру, да? Да, структуру. Тут не было идеи показать связи немножко. А как это работает, это другая схема должна быть. Понятно. Я немножко говорю чуть-чуть о другом. Что все схемы рисуются из внутреннего содержания. И на вот это надо обращать внимание, потому что это не случайности. Речь вот об этом. Спасибо. Ну да, и внутренним содержанием они говорят, должны быть носители идеи. Это ключевая идея группы. А некоторые думают, что без них можно обойтись. Совсем. У них внутреннего содержания такого нету. А вот у группы есть. Спасибо. Пожалуйста. Константин, правильно я понимаю, что общество, потенциальный заказчик, вы его как не относите, да? Ну, если честно, я думаю, вряд ли какой-то один человек в физическое лицо придет и закажет мне подземную станцию построить. Только как вот так. Но оно важно, оно участвует, оно является участником все равно проекта. Его интересы тоже важны общество. Понял. Спасибо. Только с этой стороны. Суждение есть? Ну, собственно, короткое суждение, мне кажется, в общем, группа хорошо поработала. Я считаю, что вот как эскиз вот эту схему можно принять, в общем, как, в общем, структурную схему, да. Группа не обсуждала. А каковы перспективы у проекта по ТЭС? Обсуждала. Ну… Интересно. Ну, как первый шаг, он заинтересовал очень сильно меня. Я уже решила писать дипломный проект по теме, да, продвигать это дальше. Так. Одно звено в цепочке вы на себе нащупали, да? Ну, в принципе, и другие участники группы тоже интересуются. Вчера было сказано нашим докладчикам, если, ну, может быть, помните, что мы будем дальше продвигать эту идею. Так. Ну, на примере он… Ваш уехавший участник… Он уехал. Он уехал? Да. Ну, он дал нам данные по поводу вот этого технопарка, который он называл вчера. В смысле? Он отъехал от идеи участия в проекте? Нет. Он отъехал отсюда. Отсюда? От идеи нет. А, я же в этом смысле-то. Как он? Что он сказал вам напоследок? Ну, он оставил нам информацию, во-первых, о вот инновационном парке, о котором он рассказывал вчера в городе Краснотуринске. Да. Оставил контакты. То есть, как я поняла… А зачем? Ну, чтобы продвигать этот проект дальше. Возможно, на примере вот этого технопарка. То есть, он с вами, да? Да. Понятно. Ну, так надо было это сказать. Это же интересно. Тогда я понимаю, что какие-то шансы у этого проекта есть в этом случае. Пожалуйста. Вот, давайте попробуем все-таки разобраться с потенциальным заказчиком. Вот, насколько я знаком с этой темой, как-то вот государству пока не удается выступить заказчиком. Бизнес заказчика тоже там. Там перепаски, значит, казалось бы, кровно заинтересованным предлагали, да? Тоже он как бы не поднял вверх две руки и закричал, давайте, давайте. Вот. Энергокомпании как-то притормозили там, какие-то ТГК к этому относились. У них там даже станции в этом месте есть и тоже они что-то вот как бы денег-то не выделили. Значит, какой-то, видимо, у них низкий потенциал заказа, да? Вот. Вот, вы сейчас достаточно активно рассуждаете на эту тематику, да? Вот, вы же неравнодушны, да, к этому делу, да? Да. А вы к какой группе себя относите из тех, что там перечислено? Ну, нет, не руководитель проекта точно. Ну, помощник руководителя проекта. Ну, да. Носитель, ну, нет, не носитель идеи тоже, потому что идею придумала не я, но пока, да, пока просто помощник руководителя или как. Проектная команда. Ну, да. Вот. Вы не работаете в государственной структуре, которая заказывает этот проект? Нет. Нет. Вы не относитесь к бизнес-структуре, которая заказывает этот проект? Нет, я учусь в институте, я студентка. Я понимаю. Я нет. И, соответственно, вы еще не работаете в энергокомпании, которая заказывает этот проект? Работаю. Я работаю в ТГК-9. А, работаете уже в ТГК-9. Она заказывает этот проект? Нет, этот проект заказывает. Нет. Значит, вы не работаете в энергокомпании, которая заказывает этот проект? Нет, не работаю. На схеме какая есть ячейка, к которой вы можете себя отнести в связи с тем, что вы не заказываете этот проект ни в какой роли. Так сказано уже, проектная команда. Мы это обсудили же вроде. Она где, где эта проектная команда? Вот там есть место, где эта проектная команда есть. Выше вон там, выше. А, ну понятно, она совсем высоко, в небесах. А тогда по-другому сформулирую вопрос. А эта проектная команда состоит из членов общества? А какое общество? Вы себя членами, гражданами общества ощущаете, нет? Да. Ощущаете. Так все-таки проектная команда, она из общества? То есть она не из тех структур, которые вы обозначили потенциальным заказчиком. А что понимать под обществом? Можете спросить, какую массу людей? Немножко непонятно, если честно. Ну, утверждение это, собственно говоря, в том, что вот на данный момент, я, например, утверждаю, что потенциальным заказчиком может выступить только общество. Вот она осознает, что ему нужно спасать часть своей территории, общество Свердловское. То есть вы считаете, что инвестором будет общество? Нет, не инвестором, а заказчиком. А заказчиком в каком смысле? Вы подразумеваете заказчик только как тот мешок, который выделяет деньги. Ну, я бы условно так назвала. А вот заказчиком Октябрьской революции было общество. А как связано общество и патез? Ну, хорошо, ладно, не буду. Еще кто-то что-то скажет? Собственно, проблем-то вроде бы нет, потому что тут группа выступала, которая сказала, что надо, общество должно развернуть общество, малая часть общества активно должна развернуть пропаганду этого проекта. Если эта группа не возражает, а вроде не возражала, да, то это проектная команда, я так понимаю, это есть та малая команда, так она может развернуть, в том числе пропаганду, и я бы с логикой согласился сделать общество заказчиком этого проекта. Например, жителей города Краснотуринска. Если малая команда есть, и она неуполномочена перечисленными структурами, то есть они уже, как частица общества, выступают заказчиками этого проекта? Уже, уже выступают. Вот выступают, стоят, говорят, будем заниматься. Проект делать будем сейчас, вот прямо сейчас. Пожалуйста, Илья. Ну, вообще, вот к теме проектов и подхода. Значит, смысл в чем, на мой взгляд, да? Что вот идея, как бы, да, какая бы она прекрасна ни была, она, это даже не 10% успеха, это как бы только вот маленькая-маленькая частичка. Потом включается, вот большой-большой должен включиться механизм, который доведет этот проект до логического какого-то конца. И в этом плане, мне кажется, интересно вот само, ну, сам подход тому, как, ну, как сказать, подход как из идеи, как бы, да, превратить его, довести до готового проекта. Вот это, на мой взгляд, вот основная проблема, что ли, вот когда мы разговариваем, почему не внедряются инновации, почему не внедряются там гениальные мои идеи. Вот я пришел, сказал, что там кучу денег заработал, почему-то никто не взялся. Потому что, на самом деле, тут очень сложная, как бы, нужна работа, большая, как бы, да, для реализации вот любой, как бы, идеи. Поэтому, мне кажется, что вот в этом плане доклад интересный, в том смысле, что вы, как бы, пытаетесь разобраться, да, что надо сделать для того, чтобы воплотить вот какую-то идею, ну, до логического результата, до денег довести, до каких-то там еще что-то исследований там. И чем сложнее это, вот, ну, как бы, сама по себе задача, она тем, как бы, сложнее в реализации. Поэтому я вот желаю успеха, если вы удержите эту тему и будете как-то ее заниматься, это было бы очень интересно. Спасибо. Константин, я бы хотел, вот, контрассуждение, на самом деле, не хотел бы усомнять маленькую крупицу идеи, действительно, придумать идею, это, мне кажется, дорогого стоит, на самом деле. И поэтому я считаю, что вот ее придумать, так же, как в равной степени ее реализовать, это действительно дорогого стоит. Спасибо. Там нет спора, что создать, да. Но реализовать тоже, тоже труд интеллектуальный в том числе. Пожалуйста. Я бы, собственно, вот в этом смысле, по Константину бы присоединился, что, вот, как там, Щенровицкий Петр говорит, что, дескать, развитие всегда происходит дважды. Первый раз, когда идея придумывается, а второй раз, когда идея, собственно, реализуется. И в этом смысле, это вот, и то, и то, это, судя по всему, ну, как бы, два, собственно, две сущности развития, что ли, два вот акта. Вот такие дела. Спасибо. Обратите внимание, предыдущая группа вроде бы ответила на этот вопрос. Они говорят, что проект, тогда проект, когда он вписан в целостную картину. Вообще, я редуцированно, может быть, мы этот смысл говорю. Они начали с этого. Они говорят, что проект, это то, что, ну как, это то, что может быть реализовано в результате определенных действий, да. А но эти действия тоже могут составлять часть проекта. В этом смысле, там, как бы, это уже вкусовой вопрос. Входит или не входит в проект. И эти, и эти идеи, конечно, нужны. Идем дальше. Спасибо. Умная энергетика. Два доклада заявляет. Спасибо. Кому должен, да, кому должна. Это как-то ушла ситуация. Давайте, докладывайте. Хорошо. Здравствуйте. Группа «Умная энергетика». Докладчики Винокуров Кирилл и Тарасов Артем. Значит, на игре мы определили развитие энергетики как процесс повышения эффективности, удовлетворения энергетических потребностей экономики и общества. «Умную энергетику» определили как направление энергетики, целью которого является энергосбережение, повышение энергоэффективности и качества жизни путем внедрения инновационных технологий, автоматизации процессов производства энергии, эксплуатации, энергохозяйства и ремонта. Далее мы сделали вывод, что в случае сдерживания развития умной энергетики не пострадают только монополисты. Также на игре мы попробовали сделать анализ причин сдерживания умной энергетики. Также презентовали два проекта по роботизации технологических процессов. Это роботизация процессов диагностирования и ремонта в тепловых сетях, а также проект «Трассоход» для диагностирования линий электропередач. Это проект «Трассоход». Потом мы путем взаимодействия с другими группами, такими как государство, бизнес, энергокомпания и общество, проанализировали причины и пришли к таким выводам, что у государства умная энергетика не приоритетна и не решает государственных задач. Для бизнеса у нас нет качественных технических, экономических обоснований, также конкуренция проектов и, разумеется, вопрос доверия. С энергокомпаниями. Энергокомпаниям нужен готовый проект, их не интересуют долгие разработки и создание прототипов, а также их устраивает текущее состояние вещей. Для общества тоже оно не видит стопроцентной гарантии экономии. И мы пришли к выводу, что причина стагнации в нас самих. Мы сделали вывод, что проекты развития есть, но люди не хотят в них участвовать. Вот приведен к примеру, в энергокомпаниях нет желания участвовать в проектах развития. Проводимый коллективом ТКК-9 конкурс по энергосбережению среди молодых специалистов и студентов университетов пока не получил ни одной заявки. На механико-машиностроительном институте УРФУ на кафедре подъемно-транспортные машины и роботы студенты за 5 лет не участвовали ни в одном проекте развития. Мы нарисовали такую схемку, чтобы студенты принимали участие в конкурсах проектов развития. Их нужно сначала организовать, воодушевить или заставить. И вот у нас приведен такой пример. То есть процесс развития на примере движения человека. То есть у него есть какое-то направление движения и он встречает на своем пути какую-то преграду, проблему. На этом этапе он может ее либо не преодолевать, там пойти назад. Вот как один из выходов – это обрубить все концы, все пути отступления и, можно сказать, вытащить себя за волосы, пройти на следующий уровень и начать развитие. Пришли к выводу, что необходимо стимулировать развитие умной энергетики внутри энергокомпании. Все-таки мы решили на этом настоять. И предложили два метода. Это материальная заинтересованность, то есть введение поощрений за инновационную деятельность, рационализаторские предложения, а также на примере проведения конкурсов с правильной организацией. По сегодняшней теме мы определили себя, то есть мы решили, что мы готовы, то есть не то, что мы определили себя и анализировали то, что мы можем сделать, и мы готовы участвовать в разработках и продвижениях инноваторских проектов. По теме сегодняшнего дня мы считаем, что проделав такой длинный путь, какие энергетики нужны энергетике, и пришли к выводу, что нужны вовлеченные сотрудники. Ну, все. Да, увлеченные своим делом. У которых есть желание развиваться дальше и развивать свою деятельность, которые заинтересованы в решении проблем компаний и энергетики в целом. И вы их обнаружили? Кого? А о ком мы? Энергетики, которые нужны энергетике. Вы про них спрашивали? А вы про кого говорите? Мы считаем, что собравшиеся здесь молодые специалисты и являются теми самыми сотрудниками, которые готовы моделировать ситуации, взаимодействуя между разными группами, как в жизни, только немного в этой виртуальной игре, которые готовы разрабатывать проекты развития по каждому направлению. Вопросы есть в группе? Пожалуйста. Вот как раз к последней фразе. Готовы разрабатывать. А делать-то кто будет? Они уже делают. И в том числе и мы. Тогда вы тогда выражайтесь точнее. Правильно я понимаю, что вы готовы сказать, что энергетики нужны такие энергетики, как мы? Да. Спасибо. У вас второй доклад или это вторая часть? А это и было два доклада, да? Ну да, два доклада. Понятно? В смысле? Понятно. Доклад по теме был очень... Суждение есть. И немножко не рассказывать. Суждение? Да, пожалуйста. Вот была схемка по опросу других групп и некоторые выводы из нее. Таблица на четыре ячейки, что ли? Значит, и вы сказали, что, ну, скажем, есть недостатки, да, там, скажем, в проекте, да? Недостаточно, скажем, одной идеи, да? Мы проанализировали причины, именно почему происходит стагнация умной энергетики. То есть почему она плохо так развивается? Ну, вот, я как бы, это суждение, это совершенно, может быть, не так вот, как бы, к теме, может, а может быть, как раз и к теме. Значит, иногда достаточно одной идеи, если она попадает на благодатную почву. То есть нужно совместить идею с почвой. Вот упоминалось здесь, значит, что обследование тепловых сетей, ну, там, скажем, роботизированные, там, движущиеся. Значит, так вот, не только тепловых, но есть еще кабельные сети. Вот, и они сейчас достаточно часто укладываются в трубах. И трубы там не металлические. И если был бы такой готовый, ну, или, скажем, идея и готовность взяться за выработку такого комплекса, то есть вот мы бы его купили. Из сети звучат, пишут там нам замечания и вопросы. Замечания в том, что наше событие характеризует в том числе и не свое время среагирование на вопросы из сети же, а и забывчивость представляться. Да, потом мы не расшифруем, кто говорил. Поэтому, коллеги, правильное напоминание. И докладчикам, и вопрошающим, и осуждающим. Спасибо. Пожалуйста. Шевелев. Вот вообще, вот вы интересную тему затронули насчет того, что студенты не хотят заниматься, как бы, да? Это на самом деле есть проблема, потому что, вроде бы, я вот тоже работаю в энергокомпании, как бы, да, я знаю, что в каждой энергокомпании есть там совет молодых специалистов, так далее, там, всякие-всякие эти, такие штуки. Которые, значит, с удовольствием занимаются, скажем, там, организацией КВН, там, выездов в поход, там, на природу, еще чего-то такое, да? Вот. Но, к сожалению, вот то, что у нас в компании было, то, что все, значит, попытки, так сказать, поднять инициативу, что давайте обсуждать какие-то производственные проблемы, они, значит, к сожалению, затухающие, так? На мой взгляд, тут ничего такого страшного-то нету, потому что у молодежи нет идей. Ну, ничего такого, как бы сказать, потому что откуда они возьмут идеи-то? И мой взгляд, интересный был бы вариант, который мы, в общем-то, уже обсуждали, это, конечно, не к теме энергетики вообще, как бы, да, я просто реагирую на ваш, как бы, этот посыл, мне кажется, тут интересной был бы комбинация и синтез, как бы, да, взять старого энергетика, желательно, который уже отдел отошел, как бы, да, и его попытаться вовлечь в этот, ну, процесс молодежный, как бы, сделать этот синтез, потому что молодежь что хорошо делает, да, вот эти вот инициативные люди, которые, значит, надо что-то делать, они хорошо все организуют, хорошо строят логистику, могут продвигать какие-то проекты, чего как раз и не хватает, ну, как бы, каким-то вот таким людям, которые творчески мыслят, и им что-то такое вот надо. Мне кажется, интересной была бы идея, если бы, ну, даже не знаю, в рамках чего, и вот это, ну, как бы, вот, как сказать, я вот просто среагировал на ваш, как бы, тезис, да, на самом деле, это очень, как бы, кстати, проблема в этом есть, и само по себе объявление конкурсов, рационизаторов, ну, что я придумываю, я вот пришел из института, что я могу придумывать в компании, да, но, как бы, кстати, но могут придумать другие, как бы, да, и ничего такого страшного нет, что можно, как бы, для начала начать, как бы, это самое, ну, вот, создавать какие-то проектные группы, там, или не знаю, что-то такое, которые бы могли продвигаться именно по содержанию. Вот так. Спасибо. Можно еще дополнить кое-что? Да, да. Вот, вчера я немного неясно, думаю, выразился по конкурсу энергосбережения, сегодня пробовали доработать эту схему, вот как раз-таки о чем только что говорили, то есть по этому вопросу как раз подставить именно сотрудника компании, который знает все проблемы и компетентен в своей отрасли, в какой-то, ну, в рамках своих должностных обязанностей и приставить его к рабочей группе студентов, чтобы там, кроме студентов, был еще и преподаватель, чтобы как-то в принудительно добровольном порядке таком, как бы, организовать рабочую группу. Ну, тут я, как бы, среагирую, я бы сказал не работник, а надо взять какой-нибудь пенсионера, вот это вот идеальные, значит, эти самые творцы, идеи, как бы, да, причем идеи будут нести революционные, это абсолютно точно, я вам говорю, к тому же у них много свободного времени, масса энергии, как бы, да, но у них просто нету, как бы, как сказать, потенциала, ну, что ли, воплощения, да, они не могут какие-то логистические задачи там решать, там, организовывать конференции, что с удовольствием могут делать, так сказать, представители молодого класса, к тому же они будут питаться вот этими всеми идеями, а пример приведу, например, вот Германия, мы говорим, да, то есть у них там смелые идеи, там, революционные, а кто придумывает это, да, пенсионеры, как бы, да, немецкие, которые, значит, всю жизнь проработали в энергетике, у них время освободилось, они спокойненько сидят, думают, в интернете общаются, там, у них свой какой-то круг там есть, они, значит, вот это все двигают, да, и работают там, ну, в свое удовольствие, что ли, так вот, это, как бы, вот, очень интересная тема, как бы, да, что, чем могут сработать удовольствие, в то же время на компании, причем это работа не за деньги, это просто, ну, потому что, на мой взгляд, за деньги такие, как бы, классные вещи не делаются, ну, это у меня глубокое убеждение, потому что, на самом деле, а что такое деньги, как бы, да, вот, в нашем понимании, человеку, вот говорят, что пирамидам о слову, да, пока он не покушает, не поспит, он ничего не… ну, это так, но есть и другая идея, что человек, он для него думать, как бы, да, и работать, это так же свойственно, как и если пить и спать, он не может ничего не думать, вот, попробовать ничего не думать, это невозможно, вот, а развиваться человек, это тоже так же свойственно, то есть человек не может не развиваться, другое дело, что он со временем может тебя заставить не развиваться, как бы, да, сказать, да ладно, что я буду, вот, ну, и постепенно, ну, к пенсии это ты научиваешься постепенно это делать, все обычно обучаются, нормально все становится, вот, но тем не менее, если вот подхватить это два творческих порыва, как бы, да, и молодежный, как бы, да, и соединить вот с теми вот вторым, как бы, да. И, кстати, у нас такая была, опыт, ну, в МРСК, у нас есть совет милоспециалистов и совет ветеранов. Вот вроде бы две идеальные, значит, как бы эти, созданные для друг друга пары, как бы, да, но, к сожалению, мы пока не смогли, как бы, да, вот в своей компании вот это вот как бы реализовать. А идея вот интересная. Хорошо, спасибо. Да, ну вот, Ирия Владимирович, вот не могу не одестись, а есть вот, собственно, парочка ветеранов для, для, собственно, корма для студентов в качестве. Ну, да, можно ко мне обратиться, я готов эту тему обсуждать, она очень, я подчеркиваю, то есть есть, ну, есть абсолютно такие гиганты мыслей, как бы, да, которые были раньше директорами сетей, как бы, да, и так далее, то есть они абсолютно реально, ну, такие мощные мужики, они как бы мыслящие, они грамотные, они, у них потенциал такой, да, но они просто, ну, нечем заняться мужикам, надо им, как бы, это. Они нам нужны, да. Илья, так вы все-таки соединяли молодых специалистов и ветеранов? Ну, надо сказать, я не скрещивал, как бы, это же, понимаете, это же работа, это же, вот, мне чего это надо, что ли? Вот я просто сижу, мечтаю, хорошо было бы, чтобы они как-то вот, вот, вот. Ну, вот ты же приехал, и умные энергетики могут услышать тебя, да? Да. Я так понимаю, что ты готов принять участие. Да, да. То есть я… В протяжении своих соображений. Да, я подчеркиваю, я, как бы, это, и идеолог, и как там, и помогу там с контактами, если надо будет. Если кто-то реально готов что-то делать. Да, мне показалось, что вот сейчас разговор прошел в нужную сторону, потому что умная энергетика, я бы сказал, так, тема дня, какие энергетики нужны для умной энергетики? Ну, понятно, что это люди, которые увлечены своим делом, но в слове вот этой формулировки нет слова «ум». Вот в этой вот, увлечены своим делом, да, а ум куда-то исчез. Мне кажется, что надо способны придумать и саму умную энергетику, и способ ее реализации. Вроде сейчас этот разговор начал смещаться именно в эту сторону, но, правда, там были в докладе выступления, в том числе, по-моему, по поводу конкурсов там или каких-то там, да, вещей, как механизмов, которые придуманы. Но последняя фраза была как-то в этом отношении не развернута в дело, в деятельность. Ну, и в самоопределение, которое тоже потом обозначено было, что да, это мы. Ну, просто, как бы, когда человек увлечен, и он это вот прям этим делом, да, он как бы развивается, и как бы сам по себе умеет. Не замечаешь, что должно отчитываться, что да, это он и все и так давно делает. Может быть, может быть, кстати, я бы не стал спорить. Спасибо. Спасибо. Группа энергокомпании. Седьмой доклад. Ой, даже восьмой. Добрый вечер. Группа энергокомпании, докладчики Чернового Анастасия, Мельникова, Татьяна. Тема нашего доклада сегодня – энергетики, творцы энергетического счастья. Вчера после нашего доклада поступило осуждение о том, что группа определила цель развития энергетики, но она является не первоначальной. Поэтому мы учли данное осуждение и сформулировали сегодня новую цель. Цель развития энергетики – путем взаимодействия всех субъектов сформировать энергетические потребности человека и удовлетворить их для достижения им энергетического счастья. Мы пришли к выводу о том, что только после того, как человек что-то впервые для себя открывает, то у него возникает потребность. Например, когда человек открыл для себя огонь, у него появилась потребность в тепле и в свете. То есть, по сути, энергетика создает возможность существования благ и удовлетворения потребностей, от которых человечество не может отказаться. Дальше, когда мы обсуждали тему сегодняшнего дня, какие энергетики нужны энергетике, мы пришли к мнению о том, что нужно определиться сначала, кто же такой энергетик. Позиция группы, что энергетики – это люди в каждом субъекте энергетики, совершающие осознанные шаги по ее улучшению и активно участвующие в ее развитии. Следующий тезис, который бы нам хотелось высказать, касается того, что энергетик должен быть постенциальной или состоявшейся личностью. То есть, это как бабочка получается из куколки. Также мы хотели бы обсудить то, какие качества нужны энергетикам. Прежде всего, это умение качественно выполнять свою работу. То есть, здесь мы подразумеваем как профессиональные качества, так и склонность к обучению, потому что постоянное качественное выполнение своей работы без этого невозможно. Также следующее умение, которое мы выделяем – это умение мечтать. Это то умение воображения, о котором мы говорили на предыдущих днях. Это то умение, которое позволяет нам воображать и таким образом прогнозировать возможные ситуации. Следующее умение, которое мы хотели бы выделить – это умение слышать другого, слушать и говорить. Когда мы говорим «слышать другого», то мы подразумеваем, что это умение адаптироваться под возможные критические замечания. Слушать другого – это мы подразумеваем, что необходимо уметь вести диалог. И говорить, когда мы говорим об умении говорить, мы говорим о возможности, об умении доносить ясно свои идеи, об умении убеждать своих собеседников в правильности этих идей. И также четвертое умение – это умение брать на себя ответственность. Это умение говорит о необходимости у энергетиков, чувство необходимости доведения проектов до конца, что нужно не бояться высказывать свои идеи. Ну и наш вывод, что энергетика может развиваться только с такими энергетиками, как мы. У вас есть прогноз развития энергетики, да? Ну мы выясняли последствия даже на некоторых днях нашего форума. Поэтому я думаю, именно выясняя эти последствия, мы воображали. Все будет хорошо, потому что есть мы? Все будет хорошо, потому что мы поняли, что куда ведет этот прогноз, мы поняли, как нам нужно измениться. Понятно. Вопросы есть? Пожалуйста. Вы точно себе представляете, как ваш идеальный энергетик будет себя чувствовать в современной энергокомпании? Мы думаем, что наш идеальный энергетик будет себя чувствовать не в современной энергокомпании, а в идеальной. Мы представляем, как он себя будет чувствовать в идеальной энергокомпании. Понятно. Сочувствую вашему энергетику в современных условиях. В современные условия – это да. Вопрос Норкина. А дисциплина? Дисциплина? Я думаю, что дисциплину можно отнести к умению слушать и слышать. Понятно. А мы как раз говорили, что энергетики, они во всех субъектах развития энергетики. То есть энергетик, он может быть не обязательно только в энергокомпании. Энергетик может быть в государстве, энергетик может быть в обществе, энергетик может быть в бизнесе. Это тот человек, который делает шаги по развитию энергетики, осознанные шаги, который ее развивает. А у вас прозвучала идеальная энергокомпания, можно три слова буквально? Попробую объяснить, да. У нас просто на предыдущих днях было четкое сначала отождествление своей группы с теми энергокомпаниями, которые существуют в реальности. Затем на определенном дне, когда разговор был о прогнозировании, о последствиях развития современного, мы поняли, что те энергокомпании, которые существуют в настоящем виде, они придут к упадку. И мы поняли, что нам нужно двигаться в другом направлении. И вот это и есть та идеальная энергокомпания, которая поняла, что те действия, которые она совершает сейчас, не приводят к развитию, приведут к ее упадку и нужно что-то с этим делать. Ну, то есть ни с одной из действующих компаний вы себя не отождествовали? Ну, так как в нашей группе находятся специалисты, работающие в реальных энергокомпаниях, они себя уже после игры и не совсем отождествляют с ними. Скажем так. Спасибо. Усомнили. Да. Да. Они же считают, что они должны развиваться в другом направлении. Идивизация светела. Скоро, видимо, организации лишатся кадров. Я думаю, это скорее кадры изменили. Или начнут развиваться. Еще? Суждения. Давайте суждения. Вот суждения, что мне кажется, что с такими энергетиками энергетика развиваться будет. Спасибо. Да. Еще суждения есть? Пожалуйста. А вот мне кажется, не хватает еще, помимо энергетика как фигуры, такой фигуры, как команда. Потому что командные качества, они могут быть несколько иными. И вот что как бы дает отдельная личность энергетик для команды, потому что командно можно решать вне другие задачи. Вот такой дефицит. Просто это не имеет отношения. Но умение слушать и слышать, они заложили как некоторая способность быть в команде, да? А много способностей быть в команде. В том-то все дело. Сам дело в том, что мне кажется, это один из недочетов и дефицитов этой игры, в том, что пропущена вот эта вот командность. Командность как некоторая разыгрываемая форма. Вот. Поэтому тут некоторый проскок. Но это я потом в рефлексии еще скажу. Хорошо. Ну вот я бы, конечно, рекомендовал группе сделать еще разворот, чтобы превратить вашу работу в какой-то проект и главный путь для вас. То есть какой путь конкретно вы можете делать? Мне кажется, что это может быть в таком виде. Как энергокомпания сегодня должна измениться под действием тех людей, кто ее будут выобразить под вашим действием. То есть какое вы действие к ней собираетесь применять, чтобы она стала какой? В том смысле, ну нет, идеальная, но какой конкретно. То есть понятно, что вы все работаете в реальных энергокомпаниях. То есть какое действие в энергокомпании нужно совершить, чтобы она стала хоть чуточку ближе к этой вот самой идеальности своей. Потому что мне кажется, что тут не хватает докрученности. То есть видите, у проектных групп все просто. Они, дескать, понятно, дескать, делают свои проекты. А какой выход может быть у вас? То есть и тут я считаю, что это, конечно, должно говориться об энергокомпаниях. Про то, что в них можно сегодня делать для тех, кто в них работает. Мне кажется, вот такой выход может быть. Спасибо. Спасибо. Вот вопрос такой. Он уже как бы суждение, да? Ну, с некоторым оттенком только вопроса. Готова ли группа, если вот пописывать тот процесс, что вы говорите, что как бы уже не совсем ощущаете себя, не совсем отождествляете себя с энергокомпанией, то есть тот предел, о котором наговорил сейчас Александр, значит, готовы ли вы в случае необходимости и расхождения во взглядах на вопросы развития энергетики организовывать новую энергокомпанию? То есть выйти до такой степени, что организовывать новую энергокомпанию, которая будет развиваться по тем принципам, которые вы считаете важными? Я думаю, для начала идея наша заключается в том, чтобы попытаться все-таки в тех компаниях, которые работают, специалисты из нашей группы, вот в них попытаться произвести эти изменения. Понятно. Этот вопрос имеет назначение, чтобы определить степень решимости ваших действий. То есть вот если вы говорите, что да, если потребуется, то да. Это степень решимости, это не в смысле каких-то процедур. Готовность к действию какова? Да, если потребуется, то да. То есть если этот путь опять-таки придет к упадку, то необходимо действительно так делать. Спасибо. Это будет уже другая ситуация, которая потребует и другой степени решимости. Сегодня объявлена степень решимости работать внутри компании, призывать ее к развитию, да? Да. Спасибо. Я правильно понял, что вот эти качества, вы собираетесь в эту сторону двигать компанию? То есть я просто, когда я говорю о предыдущем осуждении, это те направления, куда вы собираетесь компанию двигать. Я правильно понимаю? Чтобы, дескать, компания смогла, например, слышать, слушать и говорить, например, стать более, ну как бы, как сказать… Открытый. Более дружественный, например, к проектам развития, которые, например, к ним стучатся там вот разные там умные там и что-то разные, дескать. То есть вот я правильно понимаю, что под вашими, ну как бы, вашими действиями возможно ожидать, что вот это вот отторжение энергокомпании любых проектов, которые в нее пытаются залезть, что оно может быть снизится? В общем, в целом, да. Ну вот интересно, конечно, вот про вот это мне очень интересно. Представляешь, очень интересно. Спасибо. Можно пару слов, вот умение мечтать, это что такое? Умение мечтать, это мы говорили о воображении, о том, что людям сейчас часто для того, чтобы понимать, что происходит и что будет происходить, нужно воображать. И именно его недостаток ведет к неспособности просчитать какие-то моменты, которые потом могут привести к плачевным последствиям. Спасибо. Нам напоминает, чтобы мы с того перестали представляться. А мы против в начале доклада… Нет, нет, не вы, не вы, а обсуждающие их не могут идентифицировать. Все, да? Спасибо, идем дальше. Восьмой доклад, группа «Бизнес». Осталось немного. Докладчики Бенда Елизавета и Александр Силин. Вчера у нас возникли небольшие проблемы с определением стратегии именно для группы бизнеса. И мы сегодня, мы столкнулись как бы с этим провалом и поняли, что не устранив его, мы не сможем дальше двигаться. Поэтому у нас сегодня некий такой рефлексивный доклад по поводу вчерашнего дня и попытка выстроить именно итог работы всей, итог работы группы на игре. Итак, следующий слайд. Саша. 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 В группе мы определили понятие стратегии, как введение… Стратегия – это введение пути и формирование вектора движения всех составляющих системы бизнеса к единой цели и в будущей долгосрочной перспективе. На основе этого понятия мы сформулировали стратегию путем выделения ключевых составляющих системы, заданием единого вектора и единого видения их пути. Стратегия запуска процессов развития бизнес-сообществ. Необходимо создать общую культуру, направленную на путь синергетического развития системы, искореняющего причины разрушительных начал. Благоприятные условия для научной деятельности и развития технологий. Актуальную систему подготовки кадров, ориентированную на будущие цели компании. Абсолютно новую и переосмысленную эффективную систему управления, соответствующую вопрошениям и требованиям времени. Дальше у нас разговор в группе протекал… Так, мы разработали некую теорию венчика. О ней сейчас расскажет Александр. Да, я вам расскажу сейчас немножко теоретической, потом я вам представлю на опыте. Так. Как вы знаете, каждая составляющая большой системы – это человек. Вот, мы возьмем человека за основу и возьмем пример, например, какой-нибудь европейской страны. Из сегодняшней установочной утренней лекции мы узнали, что человек, допустим, где-нибудь в какой-нибудь европейской стране представляет собой какой-то общий… Ну, то есть каждый человек – это система страны, состоит в системе страны и выражает общие интересы. Соответственно, если одно звено из этой системы выпадает, мы видим, что система становится негармоничной. А если множество частей выпадает, то система вообще может быть нарушена. На примере России – это Европа. В России у нас, возьмем, вот, допустим, людей и какие-то сообщества, которые обвиняют этих людей. Ну, например, один бизнес, другой бизнес, государство, там, еще что-нибудь. Эти сообщества могут быть, могут соприкасаться, но также могут быть разрознены. То есть у нас нету единой системы именно в стране, то есть нету единой идеологии. Соответственно, мы придумали теорию венчика. То есть эти вот четыре составляющие объединяются в одно поле и, соответственно, с помощью синергии распространяются. И с помощью этого мы достигаем какой-то определенной цели. В данном случае мы достигаем единства. Это можно стереть. Вот. Сейчас я вам на опыте покажу. Просто эта картинка нас натолкнула на то, что это у нас яйца, которые, они отдельные. Для того, чтобы их как-то вместе взбить, объединить, нужен венчик, который их именно взбивает и превращает в некий такой омлет. То есть венчик у нас это, скажем так, энергия или механизм, который именно объединяет все эти элементы. Мы отмоем. Вот смотрите, у нас система сейчас выглядит примерно вот так. Мы начинаем развивать наше общество, размешивая. Соответственно, мы видим, что мы создали общество, которое единое. Система, она объединила все составляющие элементы. Теперь, что мы считаем так называемым венчиком? Также мы нашли две простые стратегии внедрения этой системы. Например, сегодня мы расскажем пяти своим друзьям про такую систему. Завтра они расскажут еще своим пяти друзьям. И в итоге общая стратегия выстроится по всей России. Либо еще другой пример. Мы внедряем какое-нибудь предприятие, за которым будет следить вся страна. Как она развивается на основе вот этой теории венчика. Мы считаем, что… Что же такое венчик? По идее, как бы это механизм, который объединяет всех, запускает именно этот процесс развития. Так вот, теперь к теме дня. Какой же энергетик нужен энергетике? Ну, в данном случае мы рассматриваем на примере бизнеса. И энергетик – это некая энергия, которая запустит это объединение. Мы считаем, что этим энергетиком и будет человек, работник данной компании, который обладает, понимает, что он есть основной проект и обладает проектным мышлением, воображением, самостоятельностью и ответственностью, созидательностью и морально-этическими ценностями и необходимой компетенцией для выполнения своих функций. Все. Спасибо. Вопросы? Из интернета вопросы. Да, вот обернитесь сзади, прочитайте, кстати, для всех. А как группа считает, сейчас подобные процессы развития не запущены? Сейчас у нас запущены отдельные процессы. Допустим, в какой-нибудь компании пришел инженер, который захотел продвинуть какую-нибудь хорошую идею. Ну, например, программист, который создал программу оптимизации. То есть у нас внедряются точечные какие-то и, может быть, даже иногда какие-то проекты, которые случайно возникают. Именно нет системы, то есть полной системы. Скажем так, каждый человек должен осознать и понять, что он часть этой системы, взять на себя ответственность за ее развитие. Если как бы мы все это поймем, то и система будет сбалансирована, развиваться в нужном направлении. Все части ее, они будут нацелены именно в одном направлении для достижения определенной цели. А если взять за основу не человека, а деятельность, которая как раз решает задачу синтеза. Мы думали над этим, то есть какой механизм помимо человека способен запустить данное объединение всех, но мы решили, что кроме человека механизма мы не нашли. Только это должно идти от понимания, осознания именно от человека. Речь была, секундочку, там вопрос-то был, наверное, в том, а какая именно деятельность может быть положена в основу вот этого синтеза, образ, которого Вы нам показали? Как можно назвать такую деятельность? Наверное, об этом был вопрос. Что это за деятельность такая? Мы подумаем над этим вопросом. Да, подумайте, потому что Вы намек на какую деятельность, возможно, и делали на эту. А можно вот по поводу этого вопроса, как бы помощь от группы Екатерины Мрыгина. Ну, мы на самом деле думали, какая бы деятельность, наверное, могла бы как-то помочь. Наверное, на данный момент только вот мы можем что-то с этим сделать. Ну, так как у нас половина группы студентов и половина уже работники, то есть у нас, в принципе, есть какой-то опыт за плечами, то мы, наверное, могли бы, услышав проекты, попытаться объединиться в команду, то есть работая не поодиночке, потому что поодиночке нам пока, наверное, еще достаточно сложно что-то сформировать. Да, создать какой-то свой бизнес, который будет построен на этой стратегии. То есть и вовлекать туда как можно больше людей, то есть пытаться построить то, как мы это видим. Ну, нам кажется, что это может заинтересовать, кроме нас, кого-то еще. Вот уже заинтересовало, там же пишут, вот хорошо бы ответить на эти вопросы-то, попытаться. Ну, то есть как бы разработать какую-то концепцию бизнеса или что? Как-то увидеть, что это будет? Нет, вы же уже интуитивно вроде что-то куда-то прорвались, вам задают вопросы на понимание. А вот за этим изображена какая-то особая деятельность. Это, если я правильно понимаю, вопрошающего. С моей точки зрения это любая деятельность. Что-что-что? Ну, вот те составляющие, которые мы указали. Если мы берем какой-то товар, ну вот, например, мы разбирали это на примере биоэнергетики. То есть с нашей точки зрения мы не так детально разбираемся в этих проектах, да, но как бы нам стало интересно, мы его посмотрели. И, ну, где-то узнали некоторые проблемы с этим, с внедрением этого проекта, да, какие-то плюсы внедрения. То есть, ну вот, нам было бы, например, интересно его развивать в дальнейшем, находить там спонсоров, да, к примеру. Ну, не спонсоров, а тех людей, которые будут заинтересованы в создании такой компании, да. Это же тоже деятельность. То есть, любой активный... Это тоже деятельность, но вопрос был, вы что нам показали, если я правильно понял? Что за... кто такой венчик? Говорит, кто такой венчик? Венчик это... Там вот вопрос ниже или как-то по-другому, да? Вот там насчет вождя было, да, вот вопрос. Да-да-да. Зачитайте его. Да. Правильно я понимаю, что венчик это вождь, который... Сгонит. Сгонит в кучу все разрозненные элементы. Смотрите, венчик это не вождь. Под венчиком я еще раз объясняю. То есть, у нас изначально было четыре составляющих, правда, которых мы не можем сейчас вывести. Венчик это процесс объединения. Процесс. Вот этот процесс объединения у вас предыдущий. Второй вопрос. Что это за процесс? Что это за человеческая деятельность? Или это процесс таяния снегов? То есть, смотрите, вот у нас четыре составляющих было. Четыре составляющих, которые мы объединяем изначально в одну область. Потом с помощью теории венчика, то есть, венчик он как устроен? Он сначала на маленьком уровне, потом он развивается на качественно новый уровень, потом на качественно следующий новый уровень с помощью вирусного эффекта. С помощью чего? С помощью вирусного эффекта. Ну мы так это назвали. То есть, например, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Вы спрашиваете, кто именно запустит этот механизм все объединения, если я правильно понимаю. И что за процесс запустит? Спрашивают вас. Вот к тем вопросам все. Вы вроде бы на них не ответили. Мы подумаем. Мы подумаем. Я просто никак не могу понять суть этих вопросов. А в группе кто-то есть, кто может там адекватно как-то, как ему кажется, отреагировать на эти два последних вопроса? Что это за деятельность такая, которую вы изобразили? Вы имеете в виду нашу группу? Кто-то в группе может отразить, что это за деятельность? Ну да, я могу отразить. Да, ну-ка. Ну вот я вам объясняю, но как бы вы меня не очень понимаете. Ну, видимо, да. Как вот связать этот вопрос? Я не знаю, может, вопрошающий понял. Ну просто вот мы, например, нас вот скажем сейчас четыре человека, да, несколько человек из группы уехало. Мы вот послушали о каких-то проектах, нам стало интересно. Каждый из нас либо студент энергетики, либо работник, да, в области энергетики, например. И нам эти проекты интересны, но с другой стороны мы как бы чувствуем в себе какие-то предпринимательские навыки, и нам, в общем-то, как бы хотелось бы чем-то заняться в области бизнеса. Не зря мы выбрали эту группу в анкетах, например, все вместе, да. И мы бы хотели начать вот создание нашей какой-то маленькой компании, да, которая начнет продвигать какую-то важную… Маленького бизнеса? Маленького бизнеса, да. Маленького дела, то есть, да? Дела, маленького дела. Но это какое-то маленькое, но особое дело? Особое дело. То есть вы говорите, что вы хотели бы сделать какое-то свое особое дело, необычное, может быть, да, но важное, пусть даже маленькое. Так вот и вопрос, а что это за дело вы хотели бы, задумали начать? Это тем более интересно, если вы что-то собираетесь делать. Раскройте тайну. Или это коммерческая тайна? Это не коммерческая тайна. Мы просто, например, не можем сказать о каких-то деталях. Нас просто… Мы понимаем, что нас попросят о каких-то цифрах, разработках. Нет, 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 не цифры. Но мы ничего не делали. Но вот, например, нам нравится проект биоэнергетики. Вот очень нравится, да. Ну, как бы, я не первый год, в принципе, работаю. Я не так давно закончила, но не первый год работаю. У меня есть люди, в принципе, знакомые, мои там однокрупники, да, которые тоже имеют определенный опыт. У них есть какой-то потенциал развития. И вот они говорят, вот мы работаем в своих компаниях, и нам как бы, ну, скучновато. Ну, не все так говорят, не все. Есть просто люди, которые активные. А, я понял, я понял. И можно их собрать… Я понял. Вы хотите замутить этот проект? Ну, вот, вроде того как-то. Понял. Мы просто думали, что вот так наглядно будет как-то понятнее, веселее, что ли, чем объяснение, пока нам не до конца известно. Спасибо. И составляющие, как бы, те люди, которые будут в нашем проекте, скажем, в нашем деле, они будут как раз обладать всеми качествами… Ну, понятно. Работника, который вы перечислили. Ну, яснее уже стало. Это мы видим как идеальная модель, но мы считаем, что, как бы, вот, конечно, к ней надо стремиться. Ну, так тогда Венчик-то это вы. Мы это и говорим, что Венчик – это человек, который понимает это. Это, так скажем, механизм, который мы запустим. Вот он, он человек, этот человек или этот человек? Какой человек? Это, как бы… Это команда. Я-то как раз нифига сижу не понимаю. То есть, в этом случае… Я точно не Венчик в вашей истории. В этом случае это будет команда. Да. То есть, как бы, в этом случае нас будет вот четверо, ну, еще там двое к нам присоединятся, надеемся, которые покинули, к сожалению, раньше игру по своим обстоятельствам. Ясно. Ясно. Хороший образ. Емкий, не сразу доходчивый, но тем не менее. А можно еще по комментарии, вот там прозвучал такой тезис, такой созидающий бизнес. Что-то можете на этот счет? Да. Я не… Часто на игре упрекали бизнес, что он дошел до позиции лавочника – купи-продай. То есть, он ничего не создает, он там купил подешевле, продал подороже. И получил с этого деньги. Мы не хотим этим заниматься. Мы хотим именно создавать продукт для потребителя, который будет отвечать его требованиям, удовлетворять его потребности и соответствовать его запросам. У меня вопрос в группе. Вот вы сказали, создающий бизнес связан с родителями энергетики. Слово создающий означает… Создающий. А? Созидающий. Созидающий, да. Означается создающий новое, созидающий. Безусловно. То есть, развивающийся, да? Безусловно. То есть, креативный. Да. Ага. Тогда отсюда вот такой вопрос. Я понимаю так, что вы говорите, что если бизнес не будет созидающим, то он от такой энергетики сдохнет, а вместе с ним сдохнет и энергетика. Да? Но есть шанс, если сам бизнес понимает, что все кончится плохо, если ничего не делать, то он сам может повлиять на энергетику, внося в нее идеи развития и предлагая действия, дело, деятельность по развитию и себя, и энергетики. Конечно, есть такой шанс, потому что, ну, наша группа поднимает по словам бизнес, например, поставщиков новых технологий для энергокомпаний, то есть оборудование. Если мы не будем развиваться, не развивать эти технологии, то энергокомпании не смогут себя там усовершенствовать в свое производство. Соответственно, если мы начнем эти технологии усовершенствовать, то энергокомпании, они тоже будут совершенствоваться. Ну и пример с биоэнергетикой – это пример, демонстрирующий, как это возможно, да? Совершенно верно. Спасибо. Я хочу сказать, вот, может быть, ну, в каком-то смысле возьму на себя смелость от группы «Умная энергетика» сказать, что у нас колоссальный дефицит предпринимателей и просто колоссальный запрос, запрос к вашей группе просто вот невероятный, невероятных размеров. Мы как раз вот там… Замутите их. Замутите их. Да, точно. Что, дескать, вот, как сделать так, чтобы группа, например, начала бы работать, чтобы проектная группа… Вот у нас, собственно, большой запрос, и я вот хотел бы… Не хватало. Да, только, конечно, вот, что-нибудь с этим дальше буду делать, меня очень волнует. Нужен венчик, вот, да, который сможет, значит, замутить вот эту тему, нет, якобы серьезно совершенно, да. Спасибо. Может быть, не очень, конечно, может быть, сумбурно немножко, ну, слушайте. Очень понятно. Яйца есть, но нужен венчик. Спасибо. Правильно ли я понимаю… А, Мизейна Наташа, группа общества. Правильно ли я понимаю, что вы проводите параллель одно яйцо – один человек? Скажем так, это не одно – один человек, а элемент системы. А, то есть, допустим, если бы там было несколько желтков, то каждый желток – это человек. Если подразумевать, например, компанию, в которой, я считаю, элементы компании – это работники, то, как бы, да, соответственно, яйцо – это человек. Если они объединятся для достижения общей цели компании, то получится, как бы, положительный результат, они будут стремиться в нужном направлении. Если мы берем, например, как было на первом слайде, систему, например, страны, государства, да, на данной игре у нас представлены группы государства, общества, энергетика… Я поняла, у меня там еще продолжение. А вы не боитесь, что вы в процессе взбивания уничтожите вот желтки как личности и превратите это все в безликую массу, в омлет? Я не хочу, чтобы общество было омлетом. Я хочу, чтобы там были креативные и абсолютно отличные все люди. Нет, так они же хотят замутить в хорошем смысле. Это же… А оно все растворилось. Хорошо. Хорошо. А если, например, мы показали бы вместо яиц, скажем так, ну, допустим, разные крупы, крупы разных сортов, и их бы перемешали, по идее получилась общая масса… Нет, яйцо, оно очень показательное. Есть один лидер и белок, как вокруг него состоящая система. Мы решили показать именно, как бы, на этой модели, что нужно объединяться. Если бы мы взяли, например, крупы, которые потом превратились в общую массу… Я поняла про крупы. Ну, все? В чем вопрос? Все. Можно еще суждение? И все, и вас тоже. Краденькое. Да, да. Ну, мне кажется, это вообще… Я вот не видел доклад группы «Морозование субъекта развития», мне кажется, это группа прорыва. То есть, они действительно свежую оригинальную идею толкнули. Значит, потом они прикоснулись к фундаментальной проблеме одного и многого. То есть, каким образом, вообще говоря, метод объединения. То есть, образ-то получился, как бы, макет отрицательный. Он сразу, так сказать, такую будорашку дает мощный. Ну, то есть, действительно, вот у меня такое же, что… Вот яйца – это как бы дать индивидуальность, и вдруг шмяк-бряк, значит, и получается… Но! Это содержание группы, смысл, который группа несет, только, так сказать, обостряет. Понимаете? То есть, это намечает некоторую проблему. Человек, личность и группа, личность и общество и так далее. И что методы их взаимодействия, методы их взаимодействия нужно исследовать тщательнейшим образом. И для того, чтобы говорить о старте развития и так далее, о реализации субъекта развития, без анализа исследования этих методов, объединения, так, чтобы, как бы, единство сохранялось одного и много. То есть, было общее, командное. И в то же время каждый сохранял свою индивидуальность. Причем не просто сохранял, а именно… Ну, как принцип коммунизма, да? Свободное развитие каждого, как условие свободного развития всех. То есть, вот туда группа, куда-то вот сделала шаг. То есть, большое спасибо. То есть, доклад, я считаю, мощный. То есть, группа, получается, бизнес занялась делом, наконец. И это здорово. У меня даже стихи родились, поскольку отзыв, что вы нам нужны. Типа, приходи, нам бизнес-венчик наши яйца замутить. Я вот хотел тут еще, ну, как бы, ну, как сказать, взять за пуговицу, знаете ли. Вот я правильно услышал, что, например, вот группа готова… Например, вот есть, в общем, студенты. Студенты, они делают какие-то штуки, но они совершенно не умеют делать бизнес-схемы. И делают малоинновационные компании, например. Я правильно услышал, что вы как раз готовы стать теми, кто, например, возьмется за делание этих самых схем… Мы знаем, как это делается. Вы говорите, да? Вы не знаете, как продать, да? Ну, собственно, да. Вот есть группа студентов, она что-то сделала. И, в общем, что с этим дальше делать, она не знает. Как это превратить в малоинновационные компании, там, в бизнес-схемы. Вы правильно поняли. Отлично. Именно это нужно сегодня нам, да. Спасибо. Вот я бы немножко продолжил то, что говорил Константин Филиппович. И группе на это надо обратить внимание. То есть он не случайно все говорил, потому что сразу же на вашем докладе видно, что у вас этот пробел, скажем так, вот прямо в заголовке у вас на этом слайде, в заголовке этот пробел сразу виден. Вот. Вы личные и частные интересы не разделяете. Для вас это все едино. То есть вы в этих понятиях еще, мягко говоря, плаваете. Ну, да, согласна. Спасибо. Мы будем работать. Значит, и точность, и четкость изложения информации. Вот все-таки ее подавать надо каким-то образом, может быть, проверять, что ли. Я вроде как бы и слушал, да. Вот мне почему-то показалось, что когда вы все это вот сначала объясняли, да, то чтобы все это пошло, вот надо всем нам в Европу выехать. Я вот как-то так понял. Хорошо. Спасибо. Вот была вот там рука. Да. Два человека просили. Спасибо. Я вот хотел поддержать мнение Наташи Мизениной. Мне кажется, она очень точно заметила, что вот эта мясорубка, она просто может перемешать людей в безликую массу, где не останется уже ни креативных людей, никого. Ну, вот такое мнение. Спасибо. Нет, подождите. У вас же образ родился какой-то свой, непонятно почему. Потому что там не люди перемешиваются, мне кажется, да. Мысль была в другом. Мысль была в синтезе идей, в синтезе взаимодействий людей. Речь совсем о другом была. А не в том, что живых людей будут мясорубку складывать и перемешивать их механическим способом. Эффект синергии, который, если объяснить, 1 плюс 1 равно 4. То есть мы этого хотим добиться. Я так понял, что они хотят перемешать в какую-то продуктивную массу. Мне кажется, в этом есть смысл. Продуктивная. Да. Но тут вот как раз, если звучит слово синергия, то тогда надо признать, что пример неудачный. Я поддержу, значит, предыдущих, отрицающих этот пример. Почему? Значит, синергия подразумевает резкое усиление. У вас здесь не производится, не получается усиление по какой причине? У вас масса остается той же, объем остается той же. У нас не было миксера, чтобы взбить до конца с пеной, чтобы все это увеличилось. Венчик у вас есть. При чем тут миксер? Я, значит, соответственно провожу аналогию. А бизнес плохо работал и не получил синергии. То есть не вспухла у вас масса-то. Будем работать лучше. Да, Илья Владимирович. Шевелев. У меня осуждение. К тезису, созидающий бизнес, мне кажется, на сегодняшний день вот это очень интересная идея в энергетике именно. Я позволю себе развернуть свою мысль. Обычно бизнес в энергетике словосочетание отрицательное. Это для меня, например. Потому что сколько я видел бизнесов, основанных на энергетике, они, как правило, все плохие бизнесы. То есть они сформированы на том, чтобы что-то украсть, или присосаться к чему-то и что-то такое делать. А бизнес воспринимается, во-первых, само определение слова бизнеса в той среде, в которой я работаю. Бизнес, скорее, воспринимается, конечно, такое. Что все ради наживы, ради прибыли, все правит. Вот это и, скорее, отрицательное какого явления. Хотя, с другой стороны, бизнес – это в переводе, это дело, которое делает какой-то человек. Например, как-то раз я пример приведу про бизнес. Я зашел в Атриум Палас отель, это здание. Зашел, там большой холл. Я что-то хожу, не знаю, что мне надо было. И девушка подходит, мол, красивая, и говорит, «Вы знаете, у нас очень интересно для вас предложение». Я что-то насторожился, но какое предложение-то интересно. Значит, она меня повела в какой-то закоулок, и говорит, «Вот вы знаете, я придумал такой бизнес, такое, ну как надо называть, дело, у меня личное дело, вот давайте я вам визитную карточку там». А я думаю, что за дело-то? Оказывается, она чистит ботинки. Вот ее бизнес. Она говорит, «У нас в России это недооценено, это вообще супер». Что, Илья, что она придумала? Чистит ботинки. То есть она говорит, вот садитесь, пожалуйста, я бы сейчас почищу обувь. Мне это стало неудобно, ну я ничего, как бы, да, пережил этот момент. Она, значит, достала какие-то щеточки там, давай, это все такое. Ну, это интересно как-то оригинально. Вот, но суть-то в чем? Что она вот с таким этим прям восторгом говорит, такая, говорит, вот, вы знаете, вот у нас в России это, к сожалению, вот недооцененное, как бы, ну забытое, что ли, как сказать, дело, что ли, да, вот такое классное. Я была в Америке, там это вообще супер, это вот за этим будущее, можно сказать. Ну, я просто вот под впечатлением ее, как бы, да, вот она говорит про свой бизнес, то есть у нее бизнес. И, ну, пример, может, как бы я абстракциями каким-то мыслю, да, но сейчас возвращаюсь в энергетику, да. К сожалению, сейчас мы в энергетике как? Мы что-то работаем, что-то делаем. Что мы делаем? Зачем мы работаем? Мы, значит, живем для, ну, там какие-то, значит, создавать надежность, бесперебойность энергосистемы и так далее. Бизнес для нас как бы второстепенно, то есть мы считаем, что бизнес. Но мне кажется, с самого понимания самого бизнеса, да, что бизнес – это нечто для, ну, как бы, для отбирания денег у других или обмана, как бы, да. На самом деле бизнес – это еще другое дело, как бы, да. И, на мой взгляд, сегодняшний бизнес успешный, как бы, да, и, ну, как и всегда, впрочем, да, он в первую очередь должен быть ориентирован на клиента, то есть та потребность, которая есть в обществе, то есть что сейчас нужно, как бы, да. И вот энергетики – это очень не хватает. Сейчас правильно сориентироваться, ну, вот в развитии энергетики, чтобы сделать правильный шаг. Сейчас вот энергетики не знают, как бы сказать, не можем себя перебороть и что-ли вот развернуться и пойти вот в область клиента ориентированности. Хотя не все, уже некоторые компании, как бы, к этому идут, да, что мы должны передавать энергию – это не наша цель. Мы должны, значит, понимать, значит, что мы делаем, что сейчас нужно клиенту, да, то есть развивать, как бы, правильный, грамотный бизнес, свое дело. И, возможно, эта вот идея, вот то, что вдохновение, которое, значит, должны испытывать те люди, которые делают свое дело, она, наверное, вот, ну, если, опять же, кто-то у меня очень смутно, как бы, с образом, если все свое что-то понимают, да, мне кажется, что вот это может зажигать, как бы, да, и мне кажется, что вот как раз таки не хватает вот идей именно каких-то вот таких вот, ну, направленных на воплощение. Ну, не знаю, сколько был внятен, я попробовал, как бы, отнестись именно вот к тезису созидающий бизнес. Мне кажется, вот это интересная, как бы, вот эта мысль, как бы, да, что на самом деле бизнес, он еще и второй знак имеет. Спасибо. Спасибо. Там вопросы, пожалуйста, повернитесь к ним. В первом пункте общий знаменатель – это что, уравниловка? Нет, мы просто искали слово, которое, как бы, скажем так, общая цель и обозначили, ну, ничего лучше, чем общий знаменатель, то есть то, что нас как-то объединяет, мы не придумали. Может быть, общее дело? Возможно. Преобразование предпринимательской инициативы в энергопроекты. Таков смысл? В энергопроекты, в частности, я считаю, что любой проект вполне может быть бизнесом, почему нет? На ажиотаж реагирует государство и делает свой законопроект, привязанный к идее нового энергопроекта. Это вопрос государству? Я просто не поняла. Или мы должны сказать наше мнение на то, как государство сейчас реагирует? Сложно. Немножко непонятный вопрос, на самом деле, поставлю. Вопрос непонятный. Непонятный вопрос. Так. Да, Ксения. Маленький вопрос. Вы вообще начали свой доклад вот с этого тезиса, что сегодня проблема в энергетике – это что каждая часть системы преследует свои личные интересы. Первое, я правильно понимаю, что когда вы всех взбьете, появится одна общая цель? Нет. Второе, обсуждали ли вы вообще возможность появления единой цели у всех субъектов? А, извините, Значкова, группа энергокомпаний. Вот. И третье – это вы нащупали какую-то общую цель, вообще она может быть… А можно по одному вопросу, а то я уже первый забыла. Хорошо. Ну, про первое я поняла, что вы… я неправильно поняла. Есть какая-то… вы нащупали или обсуждали какую-то вообще возможность общей цели, единой цели у этих субъектов рынка? Мы занимались этим на игре предыдущие все дни, и как бы мы искали… нас даже вчера собрало государство, всех представителей, скажем так, групп, и мы решали, как бы, какое именно… какое направление будет тем, которое объединит всех. И пришло к выводу, что это такой мегапроект «Ямал-Урал». Может быть, это что-то другое? Может быть. Но он обладает потенциалом, который именно вовлечет и бизнес, и общество, и энергокомпании, и государство. А цель-то единая какая? Вот я взобьюсь там со всеми, перемешаю. Развитие. А, спасибо. Коллеги, меня зовут Алексей Богнер. Наверное, немногие знают меня здесь под таким именем. На самом деле суждение… я тоже бы хотел поблагодарить группу за такую яркую достаточно работу, но я, к сожалению или к счастью, обратил внимание на несколько другой акцент. То есть не вот на венчик и целевое, а на комментарий, который шел от группы в дополнение. И здесь я бы просто, ну, хотел бы обратить внимание присутствующих на вот эту инициативу. То есть когда внутри большого бизнеса, ну, вроде как бы энергокомпании и бизнес с компаниями являются, созрела инициатива на… или даже запрос на создание малого какого-то бизнеса. Ну, или, так скажем, может быть, я бы назвал его тренировочным, экспериментальным. Возможно, вот Саша немножко торопился вперед, называя вас профессионалами в бизнес-моделировании и всех остальных процессах. Нет, хорошо, что вы не сомневаетесь в этом. Но, тем не менее, то есть я бы обратил внимание на эту инициативу. Вот. К сожалению, это только идея пока мест. То есть вас пытались сразу расспросить, есть ли там готовый рецепт. Вот. То есть, может быть, не стоит торопиться и попытаться на самом деле эту инициативу поддержать в плане, ну, например, создания хотя бы учебного проекта. Вот. И, опять же, Александр, как всегда, он у нас прорывной человек. То есть он сразу предложил вам заказ, насколько я понимаю, и так далее. Здесь, наверное, торопиться не надо. Если вы согласитесь и найдете, как бы, ну, что-то, на самом деле, весомое в этом предложении и поработаете, это хорошо. Если вас услышат в энергокомпании, о чудо, то это будет, конечно, великолепно. Поэтому я сейчас об этом и говорю, свое осуждение высказываю. Но есть и, на самом деле, некоторые еще сторонние силы. Я вспоминаю квадрат, про который говорила группа, 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 группа. А, как раз Александра Лемеха, где она искала, как бы, возможных заказчиков и ничего не нашла и сказала, надо все равно идти в энергокомпанию. Ну, опять же, тут не надо останавливаться. Вот. То есть я, например, стартапами занимаюсь. Возможно, интерес этот я могу поддержать. То есть, а кто я здесь? Непонятно кто. Третье лицо, пятое, десятое, темное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот еще, если можно, хотел очень коротко все понимать, что нужно уже обижать. Там вот можно вот эту схемочку, где пять этих самых, пять вершин. Вот мне очень понравилось, там я услышал, значит, про этику бизнеса. Я вот считаю, что это, в общем, сегодня один из ключевых вопросов, собственно, как развитие бизнеса. Что, в общем, сегодня, мне кажется, вот эта вот этика ведения бизнеса, она, в общем, ну, является одним из таких трендов, значит, в развитии бизнеса. Я считаю, вот это очень важно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже хочу заметить, что вот некая эволюция, сначала воспринимался бизнес, как некий производитель чего-то и потребитель энергоресурсов. А вот сегодня вот я четко увидел, что здесь есть как раз позиция предпринимательства людей дела, бизнес-людей дела, которые находятся в страдательном залоге. Вот, электроэнергия дорогая, закрываем алюминиевый завод. Вот мы страдаем от энергетики, да. А здесь вопрос другой, насколько я понимаю. Бизнес показывает свою способность решать и свои, и чужие проблемы. То есть это люди действия, люди дела, которые способны предпринимать, а значит, придумывать, рисковать, объединять тех, кто нужен для дела, объединять их вот общим делом. И эта позиция сама по себе важная, сама по себе. Она сама продуктивна просто. Она как бы спасительная. Спасибо. Группа общества, вернее, я так понял, что от группы общества доклада нету, есть сольный доклад Никиты Орлова. Добрый вечер всем. Меня зовут Орлов Никита. Значит, я хотел бы представить свой небольшой доклад на тему «Какие энергетики нужны энергетике». Значит, ну сегодня и в течение вообще всей недели мы много говорили о том, какие у нас проблемы есть в энергетике, много говорили о том, что в основном это связано с людьми, которые так или иначе вовлечены в этот процесс. Вот. Первое, конечно, это проблемы в сфере образования. То есть с самого начала, когда люди сдают единый государственный экзамен, потом поступают в институт, что-то изменилось у нас и, наверное, это не очень правильно. То есть меня просто удивило, когда я действительно от людей услышал, что «Как сдавать ЕГЭ?» Ну, мы учили что-то там, какие-то правила там, я не знаю, ну, готовились к этим экзаменам, а мне говорят сейчас, что «Ой, там надо прорешать, запомнить как бы и сдать». Наверное, это неправильно в большой степени. Значит, также мы понимаем, что сейчас люди в нашем обществе, они занимают пассажирскую позицию. То есть не проявляют инициативы, мало чем заинтересованы. Общество никак нельзя назвать заказчиком развития энергетики. Значит, мы говорили много о развитии. То есть что значит развитие, да? Мы определили это для себя как какой-то образ, значит, положительный образ где-то в будущем, к которому мы должны двигаться в процессе развития. Так вот энергетики обязательно должны обладать этим образом, да? Они должны четко представлять, куда они идут и зачем. Сейчас, наверное, это в меньшей степени имеет место. Также понятно, что отрасль стратегическая, да, она очень важная. И вот здесь как нигде тяжело принимать решения, потому что от этого очень многое зависит. Но, тем не менее, это нужно делать, нужно брать на себя ответственность, нужно пытаться что-то изменить, ну, несмотря на то, что это действительно тяжело. Значит, ну и, конечно, это управленческие вопросы. То есть вот сегодня Александр озвучил, что энергетика не может существовать без проектов. Ну, действительно, наверное, это так. То есть без проектов технических, да, а главное, проектов организационных. Но, соответственно, сейчас существуют технологии управления проектами. И поскольку мы неразрывно связаны с этим процессом, этими навыками нужно обладать. Вот, ну, мне представилось это вот таким образом, что должен появиться какой-то человек, значит, какое-то общество, которое будет этими навыками обладать и будет развивать энергетику. Значит, ну, а дальше как-то вот проектные группы представили свои проекты по результатам игры. И, значит, вот какой-то результат есть, да. Ну, у меня стал некоторый вопрос. Ну, Алексей Евгеньевич, конечно, подтолкнул. А что у нас получилось, как у группы общества в результате вот этой недели, проведенной здесь? Какой результат, да? Значит, ну, вроде образов. Ну, так понятно было, что, значит, что-то кто-то должен делать. Вот. То есть остался вопрос. Кто же все-таки будет этим человеком, кто будет заниматься развитием энергетики? Значит, ну и для меня, в принципе, пришло понимание, что кроме нас, кроме меня, никто вот не может быть таким, значит, элементом в обществе, заказчиком развития энергетики. Это все. Из интернета вопрос. Кому должен, сколько, когда вернет, отдаст. Когда верну, отдам. Кому должен, значит. Кому должен? И сколько? Ну, я думаю, что… Нет, подождите. Кому должен? Ну, в первую очередь, себе, наверное, как все-таки одному из представителей общества, да, значит… Да, себе. Себе? Когда отдам. Когда, наверное, когда результаты будут, тогда я отдам. Никита, было сказано, что общество не влияет на развитие энергетики. Отсюда возникает вопрос, все ли нормально в обществе. Нет, не все нормально. Собственно, доклад-то и выход сольный был подтверждением, собственно, этому, да, обстоятельству? Ну, да, вполне. Что вообще есть проблемы. Конечно. И решаются они трудно, да? Конечно. И начинать нужно с себя, я понял, да? С себя, совершенно верно. В этом суть выхода, в этом суть действия доклада. Да. Спасибо. Да, прошу. Там вот… Спасибо. Никита Бородкин, группа общества. Мне вот, кажется, еще одна очень большая проблема, которая затормаживает развитие и общества, и человека. Ну и вообще всего. И это уже сегодня было произнесено. Это страх. Почему? Людей учат бояться еще в школе, еще даже в вузах. И больше всего учат бояться ошибок. То есть не учат людей принимать какие-то решения, не учат брать на себя ответственность. А учат, прежде всего, бояться ошибок. Потому что, как сказать, человек, который боится совершить ошибку, он интуитивно как бы понимает, что не ошибется, если не будет ничего делать. Ошибок не совершает тот, кто ничего не делает. И это человеку кажется единственным возможным способом не ошибаться. Но это тоже, по сути, является самой большой ошибкой. На мой взгляд, одна из самых важных проблем, которые существуют у нас в обществе – это страх. То есть, если я правильно понял вот этот вопрос, параллели можно провести с выступлением вот здесь Крупного Юрия Алексеевича, да, который говорил о том, что надо поднимать статус людей, обладающих воображением и обладающих проектами. Точно так же, получается, надо, наоборот, поощрять людей, не боящихся ошибок, да? Надо делать, ну, скажем, такие пропаганду, что ли, человека, который не боится ошибаться. В этом смысл, да, примерно? Развернуть, ну, как бы идеологию в этом плане, да? Нам нужно показать человеку, что он не должен бояться ошибаться. Что это нормально? Что это нормально, да. Что ненормально бояться ошибаться, да? Да. Спасибо. Конечно, конечно. А по тому тема и непроста. Где там Андрей был? Ну, что, кто? Андрей или Надежда? Можно я? Надежда Шимова. У меня такой вопрос. Вот мне вообще-то очень понравился доклад. Я согласна полностью. И хочу спросить, вот когда мы такой неосторожный отдаем ответ, что вот я, мне это надо, то сразу же вопрос, а что ты можешь сделать? И вот я думаю, все на этом-то и забарываются, потому что и если вы нам такую позицию предъявляете, стало быть, вы как-то ответили на него. Вот, пожалуйста, поделитесь секретом. Ну, я думаю, что я работаю на энергетическом предприятии, на электросетевом предприятии. Вот. И вот та позиция, которую я занимаю сегодня, здесь, сейчас, да, я думаю, что она отразится на моей работе, на моей профессиональной деятельности. Которую я занял здесь вот сейчас в результате вот этого прожитого куска жизни, да? Да, верно. Угу. Ну, тут, вот, дескать, мне кажется, такой вопрос, в чем будет ваша общественная инициатива? Да, тут, вот в этом, видимо, вопрос, да? В чем она будет конкретно? Я думаю, что, мне кажется, ваш доклад завтра сильно выиграет, если это будет явлено миру. Угу. Но не исключено, что сегодня просто интуитивно понята вот эта необходимость, да, изменить себя пока. А может быть, по отношению неважно к чему пока, да? То есть, пока нет ответа, в чем конкретно это выразится, главное, что это уже будет выражаться. Мне кажется, что это уже выразилось в поступке сегодняшнем. Да, Андрей. Я подумаю над вашим вопросом. Что конкретно, конечно, надо будет показывать это в конкретных делах, естественно. И есть, собственно, время до утра, я считаю. И есть до утра время. Андрей, пожалуйста. А вот у меня, Андрей, это, значит, скажем, группы-то нынче нет у меня, значит, но с позиции бизнеса у меня вопрос возникает. Значит, в данный момент вопрос не только к докладчику, но и к группе общества. Я почитал то, что группа наработала. У меня создалось впечатление, что у группы такое мнение, что вот общество-то плохое. И правильно я понял предыдущие материалы, и это прозвучало в вашем же докладе? Я хочу внести уточнение. Это вот скорее мое творчество. То есть, ну… Нет, уверяю вас, не только ваше. В предыдущих докладах вашей группы это точно присутствует. Значит, я не хочу употреблять вот слово плохое или хорошее, общество безинициативное. Это, мне кажется, факт. То есть, общество должно стать заказчиком развития энергетики. То есть, энергетика для общества или общество для энергетики. Все-таки, наверное, наоборот. А сейчас это не проявляется никаким образом. Ни гражданская позиция не выражена, значит, ни каких-то инициатив не исходит. И вот это, наверное, неправильно. Так. Значит, ваш ответ я, скажем так, понял. Значит, у меня есть возражения. Буквально принципиальные. Я вот тут пытался на докладах предыдущих групп продвинуть идеологию того, что заказом по ТЭС, к примеру, заказчиком по ТЭС является общество. Я утверждаю, что наше общество сейчас на это способно. Значит, и идеологию о том, что вот какое-то неподходящее общество я вот не приемлю. Особенно в Екатеринбурге. За город, знаете ли, обидно. У нас единственный город, в котором победил депутат, в смысле, в мэром выбран кандидат от оппозиции. Это кто это его выбрал-то? Это наше безинициативное, бестолковое общество его выбрало? И другой вопрос. А тот, кто входит в вашу группу, в каком-нибудь общественном проекте участвует? Вообще, что знаете об нашем обществе-то, об Екатеринбургском в частности? Чтобы говорить, что у нас такое негодное общество? Вот и в чем вопрос-то. Не так просто, как бы, это все наблюдать. И отношения общества и государства, они не так простые, что, а вот общество плохое, вот мы сейчас, как бы, начнем улучшаться. Да, даже все разом. Андрей, а что ты кипятишься-то? Люди правду говорят искренне про общество. У тебя есть своя правда про какое-то другое. Ну, я вот считаю, что неправда это про общество. Что у нас общество лучше, и поэтому это неправда. Вы говорите про развитие энергетики вообще здесь, да? И ты что-то тут непонятно, что делаешь. Так, ну, неправда это про общество. Что неправда? Как это неправда, когда здесь группа общества это доказала нам фактом своего существования или своего бездействия? Как это неправда? Мы здесь смоделировали общество, и у нас все получилось. Все доказательства вытекли. Совершенно четко. Надо было быть на игре, чтобы видеть это дело. Здесь все развивалось. Здесь мы исследовали состояние нашего общества в том числе. Вот. А ты-то откуда-то приехал? Из другого мира. Понятно. Сергей Евгеньевич, я вас понял. Я вас понял. Я вас понял. Не понимаю, что здесь происходит. Конечно, не понимаю. Да. Здесь общество, а там так отбросы. А, нет. Я понял. Нет. Не понял. К сожалению, ты не понял. Мне кажется, очень важно, что здесь происходит сейчас. Вот, что сейчас делают здесь два Никиты. Очень важно. Просто я понимаю, что здесь происходит, и поэтому я это ценю. Когда-то, вот хорошо, что здесь каким-то чудом тут приехали люди, которые я очень давно не видел. А, можно сказать, я вспоминаю эти первые события, и Ксения Значкова, Гришина. Ой, была такая девушка. Она, после первого этого события, которое мы старались сделать, не знаю, как мы его сделали, может не очень хорошо, но тем не менее, оно было направлено на то же самое. Я услышал от нее слова, которые сегодня вспоминал утром. Она говорит, пять лет нас учили отдавать как бы обратно те знания, которые нас вкладывали, и тут впервые в жизни нас спросили наше мнение. А, и это непривычно. А сегодня, то, что говорил Никита Боровский сейчас, ведь на самом деле есть у нас, я просто по себе это знаю, я понимаю, что некоторые есть герои вот с рождения. А, трудно высказать свое мнение. Трудно. Вот мне трудно. Это меня и Никиту, например, объединяет. Это очень сложно перебороть себя и сказать слово, сказать позицию свою, сказать, что я не согласен, я считаю по-другому. Я понимаю у тебя, а ты не согласен совсем. Ну, не все же такие, как ты, Андрей. Не все. Общество, это не один человек, который, может быть, ярко отличается этим качеством, как раз как исключение. А в обществе в нашем отношение ко многому, к сожалению, пассивное. Вот. Мы так считаем. Кроме этого, мы это здесь смоделировали и поняли. И кроме этого, мы даже поняли, поняли не безнадежность этой ситуации, поняли возможность движения из нее. Это очень важно. Я попрошу тебя, ты же понимаешь вообще-то, где ты оказываешься, да, аккуратнее относиться к тому, что здесь происходит. К тому, что здесь делается, здесь совершаются поступки людьми. И к этому я прошу относиться аккуратно и уважительно. Последний доклад. Группа государства. Здравствуйте, группа государства. Тема доклада «Гражданский долг как условия национального развития». Докладчики Шалайка Кристина, Вафина Ират и Кобзарев Дмитрий. На протяжении всей недели в группе обсуждались вопросы, которые поступали в наш адрес от руководителей и участников форума. Пришли. 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 Хармюк. Пошли. На протяжении всей недели в группе обсуждались вопросы, которые поступали в наш адрес от участников руководителей, форма о причинах сдерживания развития страны. По мнению группы, по мнению группы, сдерживающим фактором развития страны является отсутствие полноценного конструктивного гражданского диалога в системе координат государства, общества и бизнеса. У общества идеология максимизации потребления, потребительское общество, у бизнеса — это обогащение любой ценой. У правящей элиты — это идеология подготовки запасных аэродромов, офшоры, как, например, мэр города Эмбер. Кроме того, есть еще контрэлита, которая действует по принципу «чем хуже, тем лучше», раскачивая лодку и создавая нестабильную ситуацию в стране. Политика как война — последствия на примере принятия основного закона Российской Федерации. Конституция России 1993 года — это не продукт общеэлитного и общенационального консенсуса, призванного сформировать базовые принципы сдержек и противовесов через реальный диалог. А результат игры — с нулевой суммой, то есть когда победитель получает все и навязывает всем свою позицию через монолог. Принятие Конституции произошло через угрозу вовлечения страны в гражданское противостояние. В настоящий момент доверие государству отсутствует, и у нашей группы возник вопрос — как можно его вернуть? Таким образом группа сформулировала ключевой тезис. Политическая стратегия государства должна заключаться в достижении состояния постоянного гражданского диалога с работающим механизмом обратной связи. Достижение гражданского диалога как условия гражданского мира в России возможно при эффективном государственном модерировании этого диалога и общенационального равноправного обсуждения. Возникает вопрос, какая государственная элита нужна стране, чтобы диалог состоялся. Мы считаем, что для достижения гражданского диалога государственная элита должна являться носителем следующих ценностей. Основополагающим по принципам государственной службы должен быть принцип служения Отечеству. То есть государственный интерес должен быть превыше всего. Также одним из самых нужных и важных — это желание слушать и слышать оппонента. Чтобы не происходила такая ситуация, как сейчас два противоборствующих лагеря в элите государства не могут договориться друг с другом. Соответственно, никакого развития не происходит. Умение идти на компромисс отсюда вытекает, то есть жертвовать какими-то своими интересами, ну интересами той или иной противоборствующей позиции. Готовность к самопожертвованию, дееспособность, наличие воображения, патриотизм, бескорыстность. Вот, и вот этот вот человечек, он как бы представляет государственную элиту, в котором заложен принцип служения Отечеству. Результатом гражданского диалога будет являться идеология, направленная на согласованное движение к развитию новой России, то есть проектного государства. Следующий слайд. Хотели бы вам рассказать, что нас вдохновила эта игра. Иванова Ирина. Содействие в организации 5-й отраслевой конференции энергетиков Свердловской области и Уральского региона 19 декабря 2013 года, то есть по случаю Дня энергетики. Соавторство также хочет поддержать сборника статей по итогам игры. К обзорю Дмитрий. Публикация о содержательных итогах игры на сайте Департамента жиречно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийско-автономного округа игры. Губой Ростислав. Саморазвитие с целью определения позиции и дальнейшего изменения окружающего мира. Полевин Константин. Соавторство сборника статей по итогам игры. Вафин Айрат. Публикация о содержательных итогах игры в корпоративном молодежном клубе ЕСК и соавторство сборника статей по итогам игры. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы к группе. Надежда Шимова, у меня есть вопрос. Вот вы вчера нам говорили такой тезис о том, что сейчас вот в правящей элите в государстве, в государственном аппарате появляется все больше людей, которые, ну, как бы, людей с таким государственным мышлением, думающим о развитии страны. То есть я правильно понимаю, что вот этот вот образ как бы вот современной элиты, ну, как бы элиты будущего, которую мы хотим видеть, вот он уже присутствует у нас сейчас в государственном управлении, и вот об этом мы можем сейчас говорить, что есть такие люди, и на них стоит вроде как равняться. Вот это правильно поняла? Группа для себя определила, что да, действительно, есть такие люди, но главное выстроить диалог между государством, обществом и бизнесом. Нет, ну вот я хотел бы внести, тут у нас просто сейчас презентация немножко так это сумбурно все получилось, на самом деле. Основная мысль была у нас какова, что вот не так давно нам Александр Лемих презентовал схему, на которой я до сих пор нахожусь под впечатлением, и рассказывал о том, как принималась конституция в Соединенных Штатах Америки, когда группа небезразличных, заинтересованных людей, собравшись в одном месте на протяжении долгого времени закладывала базовые ключевые принципы в этот основной документ, основываясь на системе сдержек и противовесов, отпуская, ну, как бы, не лоббируя свои интересы и приняла эту конституцию. А как же было сказано, почему мы, как бы, основная мысль нашей презентации заключалась в том, что в год ее юбилея, в этом году нашей конституции основному закону исполняется 20 лет, было бы прекрасно организовать как раз таки вот этот конструктивный диалог среди людей, которым небезразлично наше будущее. И, может быть, вот как раз на примере внесения изменений в наш основной закон заложить, может быть, принципы, те, которые нам помогут выработать новую идеологию, шагнуть в век новой индустриализации, двигаться в новом экономическим благом. Результатом этого принятия в рамках, ну, какого-то совещательного органа, например, там, ну, конституционной ассамблеи, принять этот закон, выставить его на референдум, на суд обществу, согласно ли общество вообще подписаться под этим всем и двигаться уже, как говорится, согласованной общей тройкой, как на том слайде ваша идея, в будущее, к новой России. Ну, вот как-то так, если вкратце. Спасибо. Спасибо за дополнение. Аплодисменты. Аплодисменты. Позиция этой группы в том, что нету диалога у властных элит, диалога у бизнеса. Да, на сегодняшний день ситуация. Потому что конституция несовершенна. Нет, нет, это вот на примере принятия конституции. На примере, понятно. На примере принятия конституции, как бы. То есть вы не сводите вот все. Нет, конечно, нет. Вот нам казалось, что это просто идеальная схема, когда можно было соблюсти этот некий баланс интереса, когда мог быть услышан все. То есть, как бы, конституционная дискуссия, да? Да. Вы говорите. А она могла бы, может быть, наконец, общество, государство вместе просто прочитает свою конституцию и бизнес, да? Да. И скажет, так давайте по ней жить, например, все хорошо будет. Ну, просто, по крайней мере, вот нам казалось, что это нечто вот реальное, что можно сделать здесь и сегодня. И это реальный механизм двигаться вот в каком-то новом направлении. Ну, я не знаю, конечно, это, может, моя иллюзия. Я, конечно, не знаю, не иллюзия, это позиция нашей группы. Просто иногда указать было, какие именно причины разночтений должны быть, или явления разночтений должны быть преодолены с помощью этого диалога, может быть, в вашей группе. Указать на конкретику какую-то. Ну, да. То есть, как бы мы по конкретному поправке, конечно, не разбирали, но закладывая базовые принципы системы сдержек и противовесов, по крайней мере. И эти направления у нас будут отражены в итоговом докладе. Просто у меня есть такое подозрение, что я тут уже, может быть, начну обсуждение, что вот можно рассматривать так. Вот есть пункт Конституции или какой-то вопрос, просто какой-то вопрос, по которому нет национального согласия. Да. И это одна ситуация. А другая ситуация, когда какой вопрос не возьми, любой, а все равно нет согласия. И тогда причина не в вопросе, а в чем-то другом, да? И тут надо тоже разбираться. Тогда, может быть, надо делать предметом проблему отсутствия национального диалога. Почему его нету? Почему мы не стремимся слышать и слушать друг друга? Я к тому, что в Конституции в этом смысле тогда в вашей схеме можно заменить просто общественным диалогом по поводу общественного диалога. Да, действительно, как бы это просто вот конкретный взятый пример, как говорится. Хорошо. Спасибо. Понял. Пожалуйста. Я даже на вопрос созрел. Елена была какая-то. Что такое? Ну, это не вопрос, скорее суждение даже. Елена Меньшикова. Да, Елена Меньшикова. Волею судеб приходилось мне анализировать систему сдержки противовесов в Конституции. Так вот, она есть. А уже объяснили, что это был пример, да. На примере Соединенных Штатов, да. На примере Соединенных Штатов как повод собрать такие Саша Лемех виноват. Он разбередил душу. Речь идет не о Конституции, а о отсутствии диалога. И найти повод, они говорят, юбилей Конституции, повод дать стыч национального согласия. А Конституция сама в себе вроде как даже и не при чем, как только что выяснили. А, ну да, на то это. Я запереживала даже за Конституцию. Да, да, нет. Я тоже запереживал, видишь. Тоже вперед тебя по лесу спрашиваю, что там в Конституции не так. Пожалуйста, Алексей. Спасибо, девушка, что задали вопрос. Вернее, не стали задавать вопрос, а перевели в суждение. Алексей, я тоже перейду в суждение. Давно не участвовал в больших форумах, отвык уже от культуры коммуникации. Я тоже суждение выскажу, чтобы не затягивать. Мне кажется, вы интересный момент затронули относительно субъекта, так скажем, диалога. И вы сформулировали, значит, его как, ну, представителей правящей элиты, как-то вот так вот, да, это субъект. Затруднение как раз в диалоге в том, моя гипотеза и суждение в том, что не сформулированы субъекты, значит, со стороны других, так скажем, частей этого диалога. То есть непонятно, кто участвует от общества в нем и не совсем понятно, кто участвует в нем от бизнеса. Просто суждение отвечать не надо. Тут что-то как бы рассуждать. Большая проблема, большой вопрос. Спасибо. Алексей, или будет, кто будет участвовать, да, кто будет. Ну, этот вопрос можно сформировать как-то. Пожалуйста. Ну вот, может быть, тоже в качестве суждения, потому что иначе будет очень длинно и похоже на предыдущее. Значит, я тоже ознакомился с докладами Ваших групп по предыдущим дням. Сомнение заключается вот в чем. Мне кажется, что с самим понятием государства вы все-таки до конца не разобрались. Значит, почему такое суждение возникает? Значит, сейчас, сегодня, значит, в докладе прозвучало, что превыше всего государственные интересов. Представляет ли группа, что такое государство, и у государства могут быть интересы, которые выше интересов личностей. То есть, перевожу в совершенно, так сказать, предметную плоскость. Если понадобится государству, оно по интересам личностей проедет танками. То есть, вот тот тезис, который, значит, на интересы государства превыше всего, он переводится вот таким образом. То есть, государство по интересам людей проедет танками. То есть, когда Вы делаете формулировки, надо либо их понимать, либо за ними следить. Значит, почему, опять же, этот тезис, так сказать, я почему ему доверяю, почему доверяю тому, что Вы это произносите? Потому что на докладе первого дня группа приравняла государство, Россию и общество. Вы поставили между этими понятиями знак равенства. И здесь я совершенно согласен с группой, если это ее ощущение. Совершенно верно. Вы представляете государство, и государству очень удобно управлять, потому что оно управляет. И когда оно отождествляет себя с Россией и обществом, ему совершенно все становится понятно и спокойно. Оно назначает тех, кто осуществляет проекты, и эти люди, отчитываясь я бы с Вами поспорил. Я бы с Вами поспорил, естественно, осуществляют такие проекты. Вот. Вот, например, ГУЛАГ был одним из проектов. Хороший проект. Андрей, я ничего не понял, но ты мне напоминаешь танк. В котором вы сейчас только что сказали. Я хотел бы тоже высказать суждение. Вот можно там, где некоторая сонаправленность в каком-то смысле. Вот, я признаю, считаю, что группа сделала хорошую работу. Схвачен, мне кажется, ключевой, ключевой вопрос. Схвачен, что вот необходимость, собственно, такой, выстраиваемой такой, собственно, государственной политики, чтобы возник бы вот эта вот сонаправленность или вот, мне нравится слово, солидарность. Я помню, меня очень удивила и, в общем, как-то так вдохновила фраза, которую говорил Франклин Дилана Рузвельт, что вот, дескать, солидарность – это ключевое слово. И, дескать, вот главный вопрос – это, собственно, обеспечить, ну, то есть у страны, которая не доверяет своему руководству, и говорят, да, дескать, там какие-то негодяи, слушайте, сидят. В общем, и, дескать, вот что бы они ни делали, мы считаем, что вот важно с ними не работать. Мне кажется, вот у такого общества не важно, в общем, не важно в этой ситуации, ну, получается, не важно, что делает, собственно, государство. И вот у такого общества, мне кажется, нет будущего. Потому что в такой ситуации невозможно делать ни мегапроекты, ни ставить какие-то, собственно, задачи развития. Эта ситуация будет всегда в состоянии, в состоянии, там, клинча, всегда. И вот я считаю, что, ну, вот группа, ну, как бы, вышла на вот эту идею, и я считаю, она правильная, в общем, группе большое спасибо. У меня тоже оценочного характера осуждение. Подождите, хлопать. Алексей, оно такое осуждение, даже, скорее, не оценка. Оценка, хорошо поработали, мне кажется, можно даже большего достигать, а тут сетование, скорее, такое. Вопрос Конституции и, грубо говоря, вообще конституциализма российского, который прозвучал вот в дополнениях, он очень, на самом деле, остр, и воля судеб, вот тут присутствующих здесь Константином Филипповичем. У нас был, наверное, полгода назад разговор с одним из отцов Конституции на форуме в Екатеринбурге. Вот. И, на самом деле, вот с тех пор, мне тоже до сих пор спать не дает эта проблема, то, что, ну, так скажем, разговор или диалог, в том числе, молодежный, на эту тему никак не получается, потому что некому этим заниматься. Лично мне почему-то, не знаю, не хочется этим заниматься, еще что-то. Не хватает у меня вот синергии той самой. А то, что люди заряженные об этом сейчас говорят, ну, мне кажется, это более перспективно, чем писать статьи в отчетные документы. То есть, если вы, на самом деле, этим заинтересованы, у нас есть ресурсы и условия для того, чтобы попробовать этот диалог организовать. Я говорю о Бурбулесе и его фонде, который приезжал в Екатеринбург и на эту тему делал мероприятие. И потенциальная возможность к организации этого у нас до сих пор есть, я предполагаю. Если что, подходите, обращайтесь. Потому что у нас этого потенциала нет, у меня лично нет, у Филиппыча нет. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы напомнить, напомнить приехавшим извне, что люди тут говорят про себя. Да. Вот еще такое суждение. У нас состоялся, Константин уже говорил об этом, у нас на форуме состоялся форум, то есть, получился форум внутри форума, когда мы собрали, конечно, собрали общество, бизнес и государство и посмотрели через призму проектов, которые здесь представили на данном форуме, да, представили, как можно, получится ли у нас диалог общий и придем мы к чему-либо. И пришли к такому мнению, что да, мы должны двигаться вот именно в таком направлении бизнес, общество и государство. Вам Норкин все время задает вопрос, кому вы вот должностование это направляете. Ну, вот он здесь пишет. Кому? Что еще раз? Должны кому, он говорит все время. А, кому мы должны? Да. Ну, это, наверное, вообще вопрос, наверное, каждый для себя должен задать на самом-то деле. Ну, кому мы должны? И каждый должен себе… Себе. Вот. Себе. Ответ услышан, наверное. Пожалуйста. Ну, вот мне кажется, что все-таки вот этот треугольник государства, бизнес, общества, он сработал благодаря, прежде всего, группе бизнес. И это вот характерно. Потому что группа общества, мне кажется, она отражает то состояние общества, которое у нас есть, говорили, да, пассивность. Группа государства все-таки ограничивается списком требований, а не моделированием и разработкой механизмов, для чего нужно зафиксировать определенные проблемы в достижении того же диалога. Конечно, нужен диалог. Конечно, чиновник должен иметь ценность служения России. Но как это? Это чисто внешние требования. То есть бизнес же предложил, значит, выдвинул такую идею, что обязательно нужно, значит, моделировать и исследовать механизм группы образования. Вот это, мне кажется, может быть один из центральных механизмов в установлении диалога. Потому что иначе государство будет проводить, значит, свои методы, свои мероприятия по установлению диалога тем способом, которым оно уже делает, то есть прямо отрицательным. И как бы разрыв между обществом и государством, он только расти будет. И, кстати, государство во многом само нарушает конституцию. Я разношу пенсии по долгу службы и могу рассказать много вопиющих фактов. Но это, так сказать, неважно. То есть в этом смысле вот вот этот тематизм группы образования, мне кажется, он важен и для понимания субъекта развития. Потому что важно же, как сказать, масштабировать, чтобы учесть масштаб личности, чтобы учесть масштаб группы или ассоциированной вот такой организованности, референтная группа, да. И масштаб, так сказать, в целом уже опосредованной нормами какими-то менталитетами, культуры, социума и так далее. Такое, значит, явление как общество. И только в рамках этого государство может обвести какое-то, мне кажется, свое значение и смысл. А так получается, ну вы любите государство или не любите? Вы ему доверяете или не доверяете? То есть неверная постановка. То есть государство берется как некоторая данность. Я считаю, данность государства в России, мое честное мнение, она чудовищная и ужасная. Точно так же, как и данность общества, общество пассивно. Государство лупит куда-то мимо, понимаете? То есть ситуация это на самом деле серьезная и катастрофическая. Вот. И то, что на игре вот эти вещи вот выявляются, вот некоторые такие инициативы и так далее, я считаю, что это хорошо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Шевелев, тут вот не могу не среагировать, как бы, да. Вот у вас был там белый дом разрушенный, как бы, да. Потом был тезис насчет того, что есть недоверие к обществу, как бы, сейчас, да. И вот, что нужны, как бы, проекты, ну, вот эти вот государства, как проект, как бы, да, государственные проекты. Тут я, как бы, ну, не знаю, поможет вам это или нет, но, как бы, я хочу сказать, что, да, я с вами согласен, что должны быть государственные проекты, государственные какие-то идеи, вброшенные там и так далее, понимаемые. Но надо сказать, что если оценивать, допустим, в динамике какой-то вот этот белый дом, то, что было тогда, как бы государства это что сейчас государство сейчас доверит и к старту другое на примере поясню например раньше каждый начинающий сатирик начинал с чего он значит делал по родину ельцина да сейчас значит по родина путина не идут не смешно так вот мне не смешно как бы да потому что я не хочу смеяться этим значит это говорит о том что наше государство стало другое как бы да по сравнению даже с тем периодом которой мы живем если вспомнить нам не будем дальше продолжать еще Это одно. Второе, государственные проекты. Государственные проекты есть. Например, проект замораживания тарифов – это госпроект. Это конкретно проект, он направлен на конкретные вещи, на то, чтобы поднять экономику. Там проект очень четко сформулирован. Сказали, что вот так. Сделан четкий приоритет, что мы должны поднять конкретно способность. Другое дело, что какого качества эти проекты, нам они не нравятся. Но я понимаю абсолютно логику того, то, где я работаю, и что делает государство в каких-то вещах. Конечно, мне обидно, что проекты не такие красивые эти государственные. Надо подумать, как можно. Я хочу сказать, что ситуация улучшилась, и возможно какие-то проекты государственно реализовывать. Вопрос только, как их реализовывать, и что нужно вложить в уста государства, и как это вложить, как это сделать. Я не знаю, диалог. Диалог – классная мысль диалога, но диалог и тоже не просто так пойдет. Ведь надо же как-то придумать, как этот диалог сделать. Там еще были же эксперименты в опции создания открытого правительства, электронное правительство и так далее. Это же все попытки диалога. Можно на сайт Медведеву зайти, что-нибудь написать и так далее. Как диалог-то построить? Можно Конституцию обсуждать, давайте обсуждать. Я к чему хочу сказать. Безусловно, мысль правильная насчет того, что надо как-то двигаться в сторону государственных проектов. Но я говорю, что на самом деле они есть госпроекты. Можно в добавлении или я тебе скажу, что действие государства по заморожанию тарифов, да, оно носит признак реагирования на интересы, скажем, бизнеса потребителя, да. Но ведь сейчас открытое правительство создает советы потребителей, которые тоже будут смотреть программы естественных монополий. Это уже организация, инициация со стороны государства диалога уже с обществом. Это как бы добавление к твоему. Диалог с бизнесом и диалог с обществом осуществляется. Другое дело, что это даст, но будем смотреть. Инициативы такие есть, да. Я еще хотел отнестись к тому, что говорит Илья. Мне кажется, вот эта идея о том, что, в общем, мне кажется, важно обществу и бизнесу, как сказать, как сделать так, чтобы они втягивались в те проекты, которые, скажем, инициативы государства. И вот, например, когда Никита говорит, что, вот, дескать, есть, собственно, страх и так далее. То есть вот у этого же самого, у Кабрузовеля была, собственно, дальше такая фраза, что, дескать, что вот вместе можно не бояться ничего, кроме самого страха. Мне кажется, вот это вот, ну, как бы, ответ для общества, возможно, что, дескать, и в этом смысле я, честно говоря, считаю, что даже, ну, как бы, даже пусть, собственно, вот эти проекты плохие, мне кажется, что ответ не в этом, а вот в этой вот, значит, солидарности, мне кажется, что что-то в этом есть, и что даже есть плохие проекты, потому что, если будет вот эта солидарность, то есть ощущение, что они как-то могут сами стать хорошими, в каком-то смысле. Да, спасибо, извините. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо группе, движемся дальше. Спасибо. У меня есть для вас хорошая новость. Георгий Петрович Идровицкий утверждал, что мышление возможно после шести часов интенсивной умственной деятельности. Мы работаем почти шесть часов, и у нас последний такт осталось совсем много. Александр Александрович Александрович, прошу. Мышление вот-вот начнется. Спасибо, уважаемые коллеги. Можется, да? Да, нормально ужаться и в виде, так сказать, короткого реферата, наверное, самые какие-то основные мысли сказать из планированного доклада. Действительно, если тема заявлена такая достаточно общая, это социально-экономическое развитие сегодня, основные какие-то черты общественного развития, то, наверное, скажу сначала об источнике, то есть экономика вещь такая конкретная, и цифры, они должны быть доказательны. Вот на этом две бумажки лежат, я их брать не буду, это сайты Минэкономики, цифры Российской Федерации, и аналогично, значит, наши официальные данные правительства Свердловской области. Но, чтобы все не было так сухо и официально, опять же, вчера были в Москве, состоялось учредительное собрание ассоциации политологов всероссийской, и там удалось послушать известных людей. Глазьев выступал, советник президента, академик, один из ведущих экономистов, у него есть самостоятельная теория, такая мирового экономического кризиса, и он очень независим в своих взглядах, даже оппозиционен был. Когда-то сейчас Путин его взял советником, ну вот взгляд этого человека всегда достаточно любопытен, и некоторые вещи тоже, вот я наглазиваю, где-то буду, значит, опираться. Ну, если начать с каких-то таких общих для нашей Свердловской области вещей, мы традиционно последние годы давали 2-3% вала внутреннего продукта Российской Федерации. Среди субъектов Российской Федерации мы находимся по состоянию на сейчас на пятом месте по объемам балового регионального продукта, по объемам отгруженной продукции. Впереди нас традиционно, как бы, экономически сильнее, нас всего лишь 4 регионы. Это Москва, Московская область, это Санкт-Петербург и Тюменская область, если брать ее вместе с автономными округами, значит, Хантами и Ямалом. То есть мы находимся на пятом месте, на третьем месте по объемам торговли. Впереди нас по торговле только Москва и Санкт-Петербург. Мы находимся на десятом месте по объемам инвестиций среди субъектов Федерации. И мы находимся на двадцать седьмом месте по среднему размеру заработной платы. Ну, вот это первая, наверное, такая черта, знаковая, на которую надо обратить. Работаем хорошо, получаем мало, когда-то еще Россель сделал это таким политическим слоганом. Но в этом отношении мы постепенно идем. У нас даже меньше средней заработной платы по Российской Федерации пока, значит, но постепенно к этому подбираемся. Если брать анализ, что происходит сегодня в экономике, то, значит, у нас сейчас объем валового продукта, последние данные имеются за конец сентября, статистика опаздывает, но я не думаю, что это там принципиально изменяется у нас с конца сентября. Значит, у нас по России было 100,3% ВВП, то есть рост, но уже крошечный, совсем почти неотличимый от ноля. И по Свердловской области 100,1%. Ну, разницы никакой нет фактически на эти проценты, обращать внимание, потому что статистика наша грешит, даже если мы не берем какой-то теневой валовый продукт, который огромный, значит, то даже в пределах официального, понятно, что вот когда мы там считаем 0,1% ВВП, это, если так уж слишком серьезно к этому относиться, это значит слишком уж доверять нашей, как бы, официальной статистике. То есть фактически, действительно, мы, спада у нас нет, мы еще держимся на 100%, но ситуация уже достаточно тревожная. Тем более, что здесь есть такое общеэкономическое, значит, объяснение, значит, что такое рост, допустим, в 102% ВВП. У нас есть износ фондов, и он тоже требует компенсации, и 2% роста ВВП вполне уходит на износ фондов. То есть, чтобы развиваться как-то, надо расти с более высокими скоростями. Тем не менее, в то же время, никакого такого обвального кризиса нет, и тенденции подтверждают, что мы скорее, значит, находимся вот примерно пока замерли на вот такой постоянной динамике. Безработица у нас тоже, вот говорят о кризисе, 38 тысяч человек официально, при этом есть 30 тысяч вакансий. То есть, фактически, 38 тысяч, это для Свердловской области тоже, в принципе, не цифра, она абсолютно не страшная, тем более, что она уравновешена с количеством вакансий, 38 и 30 стоят рядом. Другое дело, что предложения на рынке труда и спрос, они принципиально разные. То есть, если предложения, это, как правило, люди ищут хорошую работу с достойной заработной платой и шансами на карьеру, то те 30 тысяч вакансий, которые есть, это, как правило, совершенно противоположная вещь. Это низкоквалифицированный труд, труд без шансов на какое-то служебное продвижение и с недостаточной заработной платой. По зарплате мы упомянули, тоже если мы отстаем от России, в России сейчас 29, я не буду вам копейки говорить, значит, их можно там с какими-то рублями, сотня там, плюс-минус, по Свердловской области 27,5. То есть, у нас на полторы тысячи до средней заработной платы российской, зарплата не дотягивает, ну, вот в пределах того, что я сказал, 27,5 тысяч. Это по таким основным, наверное, показателям, доля инвестиций пока не снижается, инвестиции у нас на треть ВВП составляют, Путин поставил норму в четверть ВВП, что в каждом регионе были, то есть мы уже, значит, этот показатель выполняем автоматически. Что касается вот динамики по основным отраслям, ну, опять же, в принципе, значит, мы, наверное, представляем разные субъекты федерации, по крайней мере, с Челябинцем, я думаю, мы похожи очень и очень сильно, а про Ханты и Ямал, это вот в соотношении там с нефтяными и газными делами тоже будут какие-то корреляции. То есть, у нас в Свердловской области традиционно структура валово-внутреннего продукта была такая, значит, вот если за круг принять, ладно, шлисовать не будем, кстати, экономии времени, за круг принять 100%, то можно круг сразу делить напополам, это будет черная и цветная металлургия. То есть, традиционно черная давала 28% ВВП, цветная где-то 17%, в совокупности получалось 45% или вот примерно половина этого кружка. Плюс там еще около 17% давало, значит, машиностроение и примерно столько же, 16-17% энергетика. Вот этот круг традиционный, сейчас пошел, когда у нас в экономике была ситуация стабильная, все остальные, они там часть кружка составляли, но уже небольшой процент, небольшой процент. Значит, сейчас в связи с изменением ценовых позиций на мировом рынке, кружочек этот начинает меняться, но тут уже будет не столько важно кому-то там полтора процента нарисовать, у кого-то отнять, скорее вот просто посмотреть, что происходит на мировых рынках, потому что все равно все это будет и дальше изменяться. Ну и вот если мы посмотрим действительно ситуацию по ключевым отраслям, для нашего Урала, значит, безотносительно вот к субъекту, все, что на Урале живо и работает, основное, это все равно будет черная металлургия, цветная металлургия и энергетика. Значит, если мы начнем с цветной металлургии, то в медной промышленности, это традиционная гордость Свердловской области, медная промышленность, ситуация пока остается стабильной, несмотря на то, что цены на медь снижаются, запас рентабельности в медной отрасли достаточно высокий, поэтому здесь пока эта отрасль остается флагманом, значит, нашего экономического развития. Плюс у нас неистребимое конкурентное преимущество по меди, мы единственный субъект федерации, у которого законченный цикл производства меди, то есть от, значит, руды, которая у нас здесь на территории Свердловской области находится, правда, закупаем тоже у уральских регионов, закупаем, значит, через черновую медь и до чистовой меди, до электролитической меди, которая в Верхней Пышме у нас производится, полный законченный цикл у нас, и отрасль работает рентабельно, отрасль диверсифицирует свой бизнес, она уже существенную роль играет на рынке недвижимости Екатеринбурга, застройка центра города осуществляется ОГМК, офисное строительство жильем не занимаются, офисное строят достаточно активно, значит, и сельским хозяйством тоже занимаются, это одно из инвестиционных вложений, на котором они видят определенную перспективу. Что касается алюминиевой промышленности, там ситуация прямо противоположная, если мы, опять же, в предыдущие годы привыкли гордиться, вот иметь алюминий, вот как, так сказать, два ордена на грудь вешать, то алюминий, это, вот я прошу прощения за сленг, это уже превратился в глубокий такой отстой, потому что цена на мировом рынке ниже себестоимости, и ситуация на Богословском алюминиевом заводе, и, кстати, не только на Богословском, а вообще по всей России, по алюминиевой промышленности, за исключением КРАЗа и БРАЗа, Красноярский алюминиевый завод, Братский алюминиевый завод, которые питаются дешевой электроэнергией с ГЭС, она везде примерно одинакова, и вы тоже, наверное, следите за намостями, судя по, значит, определенному вектору, который задается Русалом, именно туда будет перемещаться, значит, центр производства в российской алюминиевой промышленности, в Красноярске, значит, и в Братск, она же здесь пока мы удерживаем именно вот эту проблему и удерживаем ситуацию на Богословском алюминиевом заводе от каких-то кризисных вещей, я думаю, что вы уже, значит, видимо, обсуждали за дни работы, это самая такая знаковая точка на карте экономической, Свердловской области, ну, и я думаю, что, наверное, нет смысла эту тему, значит, особо развивать, но пока вот на таком, скорее, административном, где-то в властном ресурсе удерживается ситуация от ее негативного движения, хотя в то же время каких-то стратегического какого-то решения проблемы, его здесь пока не просматривается, и это тот предмет, на котором действительно надо работать, и вот я действительно тут отрывки слышал про подземные атомные станции, но реалии, наверное, таковы, что технологические реалии будут очень долго отличаться от политических, правовых и экономических, не то, что это хорошо, я просто, вот, как в технологическом плане оптимист здесь, потому что проект действительно очень рентабельный, так пессимист в плане законодательном и политическом, что что-то из этого реально удастся сделать. Хотя проблема существует, и она, безусловно, значит, требует своего решения. Что касается черной металлургии, то ситуация, опять же, значит, цены идут вниз, цены на уровне рентабельности, вот кто из Челябинской области, может это знать лучше меня, хотя это источник-то прямой из Челябинской области, который прямо с магнитогорского комбината, который сказал, что магнитка уже работает в ноль. То есть магнитка, магнитогорский металлургический комбинат, крупнейшее металлургическое предприятие всего Урала, уже работает в настоящий момент без прибыли. Вот это плюс тоже первой строчкой Яндекса было объявление, с которым вы, безусловно, как бы знаете, что акции Мечела упали на 40%. Они, правда, потом восстановились, но восстановились они только на 10%. То есть падение огромное, значит, и там, опять же, есть разные версии. Есть версия о том, что это конъюнктурная игра определённая, но есть версия, что это тоже, так сказать, первые, так сказать, камешки какие-то с большого обвала. Поэтому тоже тема для обсуждения, значит, и здесь, наверное, нужно будет эту ситуацию внимательно мониторить, потому что магнитка, это вообще крупный... Я сам родился в Челябинске, я знаю прекрасно это предприятие, фонды, по-другому оно раньше называлось, но это действительно мега-предприятие Челябинской области, и такие обвалы, они очень симптоматичны. Кстати, в той же Челябинской области хотелось бы, чтобы эти сигналы не оправдались, но сказали, что там банки начали платежи задерживать, правда на часы пока, не на дни, а вот то, что раньше там решалось сразу, теперь идёт с задержкой в 4-6 часов. Точно так же так сказали, что вот с этого начинались негативные какие-то предпосылки в 2008 году. Хотя, опять же, не хотелось бы нагонять жуть, и всё это может быть только таким случайным фактором, поскольку очень много вещей таких неопределённых и неустаканенных. Ну и вот, говоря о металлургии, когда мы затронули, эта отрасль сейчас наиболее резко реагирует на те процессы, которые происходят на мировом рынке. Вот это, наверное, интересно всем, хотя, опять же, это та тема, экономический кризис, все об этой теме говорят, но встретить внятную версию, которая вот от А до Я раскладывает это всё по полочкам и всё-таки объясняет, что же у нас там происходит. Вот это бывает значительно реже, если мы, может быть, в ходе дискуссии углубим наше взаимное понимание, я думаю, что это будет только хорошо. Но в первом приближении некоторые параметры, мы можем сказать однозначно, они статистические. То есть одна из предпосылок – это долги. Долги накоплены очень большие. У Америки долг 105% ВВП, то есть долг выше, чем валовый внутренний продукт, в 4 раза выше, чем бюджет американский. У Европы долг сейчас около 95% ВВП. Если брать совокупные бюджеты, соответственно, совокупные долги всех стран, входящих в Западную Европу, то получится вот около 95%. Хотя при этом ситуация внутри будет разная. У Германии долг сравнительно маленький – 80% ВВП, хотя сравнительно маленький, но всё равно недопустимый. Если мы астригские критерии брать, то считался предельным долгом долг 40% ВВП. Но в Греции он 170% ВВП, и что происходит в Греции, мы все понимаем. Потому что тоже уже сразу начинается такое где-то досужее соображение, где-то экономическое, что долг – это не страшно. Можно жить в долг, можно без конца наращивать эту пирамиду, и всё это чисто психологический фактор. Лимита у этого никакого нет. Это, наоборот, будущее развитие. Но, тем не менее, вот пример Греции показывает, что всё-таки, видимо, такая психология, она срабатывает не во всех случаях. То есть долги вот эти есть. Если мы выберём Глазьево, он это интерпретирует ещё дальше, ещё серьёзнее. Помимо долгов есть проблема деривативов. Деривативов у нас напечатано на сегодняшний момент 700 триллионов долларов. Совокупный объём валового внутреннего продукта по мировому – 70 триллионов долларов. То есть деривативы в 10 раз больше, чем совокупный валовый продукт во всём мире. Мир привык жить будущими ожиданиями. Дальше это всё можно… Ну, насколько это всё правильно возникает? Такой вопрос, хотя он немножко глобальный. Вот вообще вот так должно быть или не должно? Просматривая какие-то исторические корни, хотя, опять же, корни у этой проблемы не единственные, но один из корешков, так скажем, были проблемы у Картера в Америке, политические сугубо. Состоялся его разговор с тогдашним директором Федеральной резервной системы. И тот, он говорит, давай перекрутимся, какие-то наши проблемы решим в счёт будущей задолженности, политический этапик пройдём, а дальше всё, долги закроем, чуть-чуть затянем пояса. Воспользовались, политические проблемы порешали, дальше понравилось. Дальше понравилось, и вместо того, чтобы гасить вот эту задолженность, всё пошло с точностью, да наоборот. Вообще, Федеральная резервная система, ну, она, во-первых, служит Америке, а во-вторых, она служит даже не самой Америке, а группе банков, которые, значит, играют там основную дудку. То есть, Федеральная резервная система – это субъект во многом частный, не столько государственный, как наш Центральный банк. И когда вот на финансовом рынке пошли такие бешеные прибыли, а сейчас 40% всей прибыли США – это прибыль на финансовом рынке, является ли вообще рентабельным американская промышленность. Вот, кажется, это такой вопрос даже дикий, но на него, тем не менее, существуют разные версии. По мнению Глазьева, американская промышленность убыточна, фактически вся. То есть, если мы уберём финансовый пузырь, то американская промышленность как таковая останется в убытке. И это вообще экономика, которая живёт, она привыкла жить при вот этом раздуваемом финансовом пузыре. А всё, что нам говорят о технологическом скачке и так далее, но это, конечно, есть, но это, опять же, одна из черт. То есть, развитие идёт не за счёт технологий, развитие идёт за счёт такого бешено надутого финансового пузыря, который указал свои некоторые критерии. Тут вообще есть такой некоторый философский вывод, насколько современное рыночное общество способно к саморазвитию, способно к самоподдержанию. Если там копать вот эти кризисы, которые были, сначала был кризис, вот Первая мировая война, всё было хорошо, потому что заказы были, Первая мировая закончилась, кризис пошёл, очень жестокий кризис, который транслировался в кризис 29-34 годов. Значит, потом, значит, я, наверное, влеку на себя гнев каких-то историков-экономистов, но тут опять разные версии. Вот у нас пиарится хорошо новый экономический курс Рузвельта, который якобы в Америке решил какие-то проблемы экономического кризиса. Но тоже есть цифры, что новый экономический курс Рузвельта не привёл к снижению в Америке безработицы и почти не привёл к увеличению валового продукта. А вообще-то глобально кризис решился, и вот американская экономика пошла вверх и плотно. Совсем циничная вещь, но в результате начала Второй мировой войны вот это действительно решило все американские проблемы. И дальше, то есть, значит, мы если развиваем вот эту тему, то в принципе тенденции глобального роста, значит, рыночной экономики, они во многом коррелированы с ростом пузыря. То есть экономика развивалась, технологии развивались, но вот такая вот действительно ситуация благоденствия и очень ростского жизненного уровня, она примерно коррелирует по срокам, с теми сроками, которым растёт вот этот пузырь. До какого уровня он надут, мы уже сказали. Значит, в американской экономике долг 105% ВВП, причём это чисто госдолг. Если мы берём ситуацию с фондами, то он ещё больше будет. Значит, если мы берём задолженности фондов государственных, американских, берём задолженности корпораций и берём задолженности, которые сложились на потребительском секторе, то есть потребительские кредиты, то долг составит уже около 100 триллионов долларов. По вестям недавно была информация с одним из американских экономистов, он сказал, что долг в Америке суммарный достиг 200 триллионов долларов. Ну, 200 я не могу представить, где он берёт, а в принципе вот сотня, если действительно брать статистические показатели, сотня, она набегает. Даже для американской экономики долговая загруженность в 100 триллионов долларов это то, что требует ежедневного отвлечения на эти суммы порядка 2 триллионов долларов ежедневного на обслуживание таких долгов. Поэтому действительно вот мы здесь касаемся очень такой сильной темы, где-то очень темы, может быть, нетрадиционно звучащей, и темы, которые очень непросто найти решение. Но, по крайней мере, вот такие цифры тревожные, они очень есть. Ну, а как это транслируется на наш Урал, это достаточно нехитрое дело понять. То есть, естественно, Америка стоит вообще во главе всего вот этого тренда на повышательное развитие. Мы вышли на внешние рынки, мы живём за счёт внешних рынков. Наша чёрная цветная металлургия, наша алюминиевая, медная промышленность это то, что торгует на внешнем рынке. И вот если этот пузырь резко надувался, мы жили очень прекрасно и хорошо. Если, значит, этот пузырь, он не схлопнулся, то есть он не взорвался, не схлопнулся, с ним ничего не произошло, он просто перестал расти. То есть никакого мы, кстати, вот есть опять же такая версия, что какого-то кризиса в виде там коллапса, страшного такого врушения всего и вся не будет. То есть этот воздушный шарик, он не лопнет, но надуваться он тоже больше не будет. То есть есть какие-то такие психологические ограничения, что в принципе же эти корпорации, для них понятие достаточно виртуальное. Если мы возьмём крупнейших американских субъектов, я вам тоже говорю цифры сейчас из книги Глазьева, это вот, значит, крупнейшие американские финансовые корпорации, значит, там структура активов выглядит примерно так. Чистые деньги – это полтора триллиона долларов, деривативы – 50-70 триллионов долларов. Вот поэтому, в принципе, деньги у них есть, их много, они могут их направить на что угодно и могут в очередной раз винтить как-то конъюнктуру, но уже есть такая вот просто остановка. Все понимают, что эти долги никто и никогда не вернёт. Значит, все понимают, что вот заходя на эту почву, мы начинаем очень серьёзно рисковать. Плюс у Америка вообще-то никогда не обрушится и может делать всё, что хочет. Ей достаточно просто печатать доллары, потому что в отличие от любой другой страны, в Америке не может быть инфляции. Значит, если мы печатаем рубли и у нас инфляция начинается, то Америка печатает доллары и он расходится по всему миру. То есть на долларе инфляция отражается значительно-значительно слабее. И вот в этой связи американская экономика в какой-то степени является непотопляемой. Но проблемы в виде вот этого пузыря очень большого у неё действительно есть. Поэтому вот и мы столкнулись, по крайней мере, с таким действительно фактором. То есть пузырь не лопнул, но пузырь не растёт. Соответственно, все рынки, они не посыпались, но они больше не растут. А за счёт чего они росли? Росли за счёт будущих ожиданий. А на чём основывались эти будущие ожидания? То ли действительно на высоких технологиях и на каких-то новациях, и на каких-то, действительно, что нам привыкли говорить на том, что рыночное общество идёт вперёд, и технологии у него идут вперёд, то ли на вот этих деривативах и в опять же больших ожиданиях, когда одна и та же нефть перепродавалась на корню, сколько она будет стоить через три месяца, через полгода, через год, через два года возникали вот эти деривативы, и возникал таким образом источник роста. Ну вот мы на этом фоне просто оставляем вопрос. Вот у прошлого председателя правительства была такая, не нашего грядина, поговорка, вопрос поставили и пусть стоит. Это он когда вёл правительство, он так говорил в негативно. Но в данном случае мы, наверное, самое умное, что можем сделать, действительно, вопрос просто поставить и пусть стоит. Потому что взяться и ответить на него, это, наверное, слишком уж много на себя брать. Последнее теоретическое соображение, только, наверное, здесь приведу. Есть такая интерпретация, что стоит в основе современного рынка как такового. В основе современного рынка, мирового как такового, точкой, атомом этого рынка является американский потребитель. То есть вообще весь этот вот рост зависит от того, как ведётся американский потребитель. Американский потребитель запрограммирован, и это уже где-то на стыке идеологии экономии, на потребление. На потребление больше, больше, больше. Символ это вот как американец заходит в супермаркет, начинает в эту корзину, значит, горами кидать всё то, что там в этом супермаркете находится. Американский потребитель живёт в кредит. Это тоже несколько, с одной стороны, самостоятельно сформировавшаяся тенденция, с другой стороны, это информационная политика. Таких прибыли, как на финансовом рынке, никогда не возьмешь с реального сектора экономики. Поэтому банки, которые почувствовали, вот еще вот этот Картеровский-Федеральная резервная система, заход на задолженность, задолженность это очень хорошо, потому что с нее стрижется такая очень и очень большая маржа, искусственно подогревали, в том числе информационным путем, стимулирование, даже до России это дошло, живите в кредит, ничего не страшно, это прогрессивный способ жизни. Вот эта педалируемая психология американского потребителя, бери больше, 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 безотносительно к твоим собственным доходам, потом отдашь, значит вот она во многом является некоторой такой вот клеточкой, из которой произрастает рост сначала в Америке, а потом транслируется как бы на повышательный тренд во всем мире. Другое дело, что этот тренд объективно не обеспечен технологически, объективно не обеспечен соответствующими темпами роста производительности труда. Ну вот оставляя вот этот вопрос, так сказать, висеть и природу вот сложившегося экономического положения, и природу вот этого затормаживания темпов, нулевых темпов, которые сейчас есть у нас в Российской Федерации, и которые примерно там плюс-минус какие-то проценты, но я бы так процентами штучными не особо считал, потому что статистика вся, она грешна. Вот мы немножко так замерли, мы сильно не развиваемся, в то же время мы не падаем, мы нормально работаем в пределах фиксирования того объема производства, которое у нас сложилось, но не растет. Значит, ну и переходя к другим уже отраслям, мы несколько вот такое отвлечение от металлургии сделали, потому что она наиболее замкнута на внешние рынки, на мировые рынки. В остальных отраслях экономики нашей области ситуация, она достаточно стабильная, прежде всего в машиностроении, хотя она и разная. Разная в том отношении, что, значит, то, что работает на госзаказ, развивается очень уверенно, развивается очень хорошо и очень позитивно. Прежде всего, это наш флагман, Уралвагонзавод, и нужно сказать, что, наверное, здесь будут еще более такие положительные тенденции в будущем, потому что, понимая структуру федерального бюджета, у нас оборонный заказ, модернизация экономики до 2015 года вырастет на 221%. То есть то, что мы делаем оборонную продукцию, челябинцы ее делают, наверное, здесь тоже будет тренд такой положительный, повышательный, значит, здесь инвестиции достаточно большие. Что касается, значит, другой части машиностроения, ну опять же, у нас частные вещи в экономике работают очень сильно как макроэкономические. В частности, макроэкономическим фактором для российской экономики является инвестиционная программа «Газпрома». Инвестиционная программа «Газпрома» была сокращена на одну треть, то есть это огромные деньги, даже по масштабам всей российской экономики, это трубы, потому что, когда «Газпром» строится, у них, опять же, флагман, и главное, это вот «Ямал», «Баваненково», «Харасовей», значит, строительство там по возможности завода по производству жиженного природного газа, «Портсабета», правда, этого уже ничего нет, но, по крайней мере, это было в проектах, а «Баваненково» оно есть, и есть одна ниточка «Баваненково-Ухта», но, в принципе, одна ниточка – это очень мало, газопроводы должны быть 5-6 ниточек, так скажем, и в планах это есть. Ну, значит, тоже вот по «Газпрому» можно поговорить, потому что тенденции, здесь, опять же, разные оценки есть, действительно, есть оценка положительная такая, есть высказывание «Трутнева». Когда Трутнев был министром, значит, природных ресурсов, то он буквально вот там и на правительство говорил такие фразы, что если «Газпром» будет такими темпами осваивать месторождения новые, как «Баваненково», то мы скоро останемся вообще без газа. Поэтому там тоже вот есть такие разные оценки того, что происходит в этой сфере инвестиций. Но есть и факт, я еще раз вернусь с того, что я начал, инвестиционная программа «Газпрома» была сокращена на треть, после этого возросла, но возросла уже не очень сильно. Поэтому и на нашей металлургии это сказывается, потому что мы делаем трубы для газовой промышленности, потому что у нас «Уралмаш» делает буровую установку «Екатерина», которая способна работать в условиях ямальских, в условиях очень холодных, но, тем не менее, у нас это все уже теперь не сильно берут, потому что заказы, они в данном случае пошли вниз. Что касается других сфер, других отраслей промышленности, то традиционно с небольшим ростом работает у нас сельское хозяйство, продолжается рост на жилищном рынке, он сейчас составляет 102%, но тоже на жилищном рынке, я бы сказал, такие тревожные ожидания. Там с одной стороны, по крайней мере могу сказать, что за Екатеринбург идет рост цен, и рост цен на недвижимость достаточно ощутимый, он сохраняется. С другой стороны, какой природы этот рост? Это рост того же порядка, который мы имели, скажем, 10 лет назад, когда шли позитивные абсолютно экономические ожидания, подтверждаемые темпом роста заработной платы, темпом роста активов, или это рост другой? Это рост другой, когда население пытается вложиться крайний раз перед неопределенностью, которая впереди. То есть единственным активом, который не исчезнет, является недвижимость. Значит, в условиях, когда с валютами все очень как-то неопределенно, значит, ну я знаю, у нас вот есть тоже определенные люди с капиталами, они там что-то говорят про австралийский доллар, тут я уже не такой большой специалист, и почему он является таким неисчезаемой такой валютой, вот, но по крайней мере вот этим валютам они уже так вот чисто бытийно не особо верят, ни доллару, ни евро, ни, значит, какой-то другой из таких наиболее понятных валют. То есть рост на этом рынке жилищном идет, но в компаниях, опять же, есть и доля такого пессимизма и сокращения объемов будущего строительства. Мы достраиваем то, что, значит, начали строить, завершаем наши технологические циклы, есть ли, значит, платежеспособный спрос, обеспечивающий вот такие же вводы жилья у нас далее, значит, здесь есть вопрос. Но тут вообще общая, как бы, такая тенденция, если мы сказали, что средняя зарплата 30 тысяч рублей, а средняя цена квадратного метра от 60 до, ну, там, смотри, как брать, от 60 до 110 тысяч рублей, вот у нас в Екатеринбурге вот эти вот районы, скажем сейчас, в Юг-Юг-Центр водится, там где-то 100 тысяч рублей стоит квадратный метр, вот считайте, что у нас средний человек получает в месяц 30 квадратных сантиметров, то есть, чтобы ему, значит, причем если не ест и не пьет при этом, если он хотя бы половину денег тратит на то, чтобы покушать, то тогда средняя цена человек зарабатывает 15 квадратных сантиметров жилья, значит, в месяц, и вот под эти условия даже ипотеку достаточно тяжело развивать такими увеличивающимися темпами. Вот, хотя у нас есть, безусловно, здесь флагманские проекты, это проект район академический, мы здесь на всю Россию, как бы, этим проектом известны, первый проект комплексной застройки, мегапроект, значит, успешно реализованный и продолжающийся достаточно неплохо развиваться. Ну, вот, наверное, вот такими мазками, если пройтись по современной, как бы, значит, экономической ситуации, если говорить о общественных каких-то проблемах, то здесь буквально два тейса, поскольку дискуссия тут завязалась про гражданское общество Свердловской области, ну, поэтому буквально несколько вот ремарок, и, наверное, мы завершим, и если будут вопросы, то на них ответим. У нас действительно гражданское общество Свердловской области мощнейшее, у нас более 7 тысяч общественных организаций зарегистрировано, мы по этому показателю находимся на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. То есть мы действительно в плане гражданского общества, регион очень-очень активный. Мало того, что у нас их просто много, этих общественных организаций, ветеранские ряды, значит, это миллион 200 человек они, значит, объединяют, хотя они все централизованы, у нас есть единый областной совет ветеранов, возглавляет его Судаков Юрий Меч, генерал-майор, значит, самый молодой когда-то в России летчик, ну, и вот наши ветераны централизованы там. У нас профсоюзы, профсоюзы в рядах профсоюзов около миллиона человек, и то же самое, вот это третье место наше, за которое мы боремся, оно здесь сохраняется. У нас профсоюзы, третий по численности в Российской Федерации, значит, опять же, после Москвы и Санкт-Петербурга. Ну и если мы говорим о тревожных ожиданиях, что, слава богу, они вот в период предыдущего кризиса 2008-2009 года продемонстрировали готовность к диалогу. Значит, у нас на Урале, несмотря на вот эти кризисные процессы, ведь в период прошлого, первого и, дай бог, может, последнего все-таки экономического кризиса, не было социальных конфликтов, не было забастовок, не было голодовок, не было стачек. Наши профсоюзы, они способны к диалогу, хотя народу там достаточно много. Национальный фактор, он по стране тревожен, значит, у нас тоже статистика здесь какая, ну мы очень активный национальный регион, у нас работает 108 национально-культурных организаций с регистрацией только, без регистрации больше работает, значит, общественные организации имеют право работать без регистрации. У нас, значит, проживает в настоящее время 160 народов, представители 160 народов, для справки, в Российской Федерации живут 187 народов, то есть у нас фактически полный национальный состав Российской Федерации представлен. У нас национальные, то есть нетитульная нация, это примерно 400 тысяч человек, то есть идет к 10% населения, не считая миграционных потоков. С миграционными потоками это будет как минимум 12% или больше, потому что в миграции есть еще нелегальная миграция, которая, естественно, в статистике не отражается. Поэтому, но опять же, завершая здесь, у нас Свердловская область все-таки характеризуется в этих непростых национальных отношениях абсолютной слаженностью. Здесь я уже без всякого паблика могу сказать, что у нас консультативный совет по делам национальности, который работает в Свердловской области, действительно состоит из людей, которые десятки, ну десятки это может гробо, 10-20 лет возглавляют свои диаспоры, живут абсолютно в конструктивных отношениях, вот и армяне, азербайджанцы и так далее. Поэтому, если что-то случается, они всем миром наваливаются на решение этого вопроса, чтобы его урегулировать к консенсусу, как у нас вот вспыхивало немножко в Североуральске и так далее. Все, по крайней мере, организованные, формализованные диаспоры работают в одном духе, и это такое прогосударственное, патриотическое направление, чтобы вот эту мир и стабильность сохранить. Значит, что касается других общественных организаций, у нас Свердловская область знаменита своей молодежью, потому что ее, во-первых, много, 300 тысяч, если брать, я имею в виду, вот студенчество всех видов по всей Свердловской области. Во-вторых, у нас самые, значит, древние и самые сильные в стране студенческие отряды. У нас комиссар студенческого отряда является одновременно комиссаром всероссийского студенческого отряда, и вот они сейчас строят и на академическом, и вообще самые многочисленные, вот как такой определенный флагман среди нашей молодежи. Ну, вот это, наверное, те общественные организации, которые достойны того, чтобы о них вот, когда время на дворе 22-30, наверное, или больше, говорить. Остальные, я думаю, нас не обидятся, казаки и прочие, значит, так сказать, элементы нашего гражданского общества. Заключение о партиях, может быть. Самый последний тезис, он связан с политикой. Действительно, у нас представлены все российские партии на территории Свердловской области. Сейчас 59 партий работает на территории нашего региона. 59 партий, то есть 59 региональных отделений партий. Традиционно мы говорили 4, но, по сути, главную скрипку во всей Российской Федерации продолжают играть 4 партии. Это парламентские партии, Единая Россия, Коммунисты, Справедливая Россия, ЛДПР. У нас субъектом стала еще гражданская сила. Здесь вспоминали Ройзмана, хотя я не знаю, насколько велика, вернее, знаю, но мое мнение, что доля именно гражданской силы в победе Ройзмана, она не очень-то сильно отличается от нуля. Это все-таки его личные голоса, то, что он получил на выборах главы города Екатеринбурга. Но мы действительно стали прецедентом. У нас гражданская сила выиграла выборы главы города, и это такой прецедент очень знаковый. Когда люди голосовали, это повод для того, чтобы всем конструктивным силам, безусловно, напрячься. Потому что люди голосовали даже не стойко за Евгения Вадимовича, ничего плохо не могу сказать, лично я его как бы знаю, и не хотел бы там лично в отношении его какие-то камни кидать. Но он не какая-то такая все-таки заоблачная абсолютно харизма, под которую люди бы в положительном смысле объединялись. Скорее, это было протестное голосование. Это было протестное голосование, которое в условиях даже того, что оно делилось с Бурковым, Бурков тоже протестное голосование пытался брать, оно дало голосов больше, чем получили иные кандидаты. Это очередной камень можно кинуть московских политологов, чисто по профсоюзным соображениям. Это где-то даже приятно, я бы сказал, потому что я убежден, что московское политологическое сообщество рядом не стояло по своему уровню. Они нам все выборы проиграли, в которых участвовали, не знаю, как в других регионах. Поэтому московский паблик, он ничего и никогда тут не решал. Но, естественно, все-таки дело все не в политконсультантах, дело, наверное, в каких-то тенденциях, к которым надо отнестись как к тенденциям очень и очень серьезным. Поэтому, завершая, мы должны сказать о том, что и в экономике, и в политической сфере ситуация такая амбивалентная. С одной стороны, действительно много хорошего, мы остаемся экономически лидирующим регионом, мы как-то говорили, пятое, третье места по различным показателям. У нас макропроекты, макропроекты федерального уровня. Мы претендуем и все еще надеемся, что в ближайшее время хорошо у нас все закончится по Экспо 2020. Но в любом случае у нас в активе инопром, инопром растет возрастающими темпами, каждый раз на нем все больше и компаний присутствуют, и прибыли, которые по инопрому заключаются, они тоже возрастают. У нас здесь важные федеральные проекты, это и Титановая долина, значит, по указу президента существующая. Хотя опять, вот хотелось так однозначно сказать, но жизнь так устроена, что везде однозначности как бы не получается, потому что сейчас компания Boeing, которая является основным потребителем Титана, она, значит, более осторожную такую позицию ведет в плане договоров. Но, тем не менее, у нас тут в Тагиле как раз находится фарм-кластер, значит, здесь вот, где мы сейчас присутствуем в Верхнем Тагиле, о чем вам говорили, крупнейший проект на ГРЭС, новые инвестиции, значит, и сегодня вот тоже исторический чуть-чуть день, сегодня тут праймерис прошли, и кандидат от ГРЭС показал хороший результат, значит, на праймерис занял второе место, хотя ему всего 30 лет, он еще очень-очень молод, но вот на праймерис показал очень такой неожиданно хороший результат, второе место занял после, значит, другого кандидата, хотя здесь большая доля пенсионного населения, и они не очень-то охотно голосуют за молодежь. Значит, вот, ну, то есть, в принципе, я говорю, такие вот недоформировавшиеся тенденции в экономике, где, с одной стороны, на субъективном факторе и мега, ну, мега, может быть, мега не будем на это слово замахиваться, по крайней мере, федеральные значимости проекта у нас реализуются, и область остается сильнейшей, но сильно зависимой от мировой конъюнктуры, а вот мировая конъюнктура, мы так оставили разговор вот со знаком вопроса. Ну, и в политическом плане, опять же, у нас сильнейшее гражданское общество, мы убеждены, что оно даже дело не в количественных показателях, оно ничуть не уступит, ну, вот Москва, Санкт-Петербург, может быть, ладно, но то, что мы по показателям общественного развития, значит, такой продвинутый очень регион, я думаю, что это тоже без сомнений, но вот эта наша продвинутость, она имеет оборотную сторону. Избиратель у нас очень избирательный, избиратель очень умный, избиратель гораздо умнее, чем московские политтехнологии, прямо на порядок, вот, поэтому с ним работать непросто, кстати, тоже вот продам эту московскую информацию, главным пиарщиком у нас будет, по всей вероятности, провозглашен Евгений Максимович Примаков, то есть, вот, мы когда учреждали эту ассоциацию политологов, в нее вошли ректора Московского университета Садовничья, Института международных отношений, ну, и там в один голос, хотя мы не выбирали главного пиарщика, так скажем, но сказали, что на съезд, который пройдет вот по ассоциации политологов, будет вынесена кандидатура Евгения Максимовича, как бы, Примакова, как человек, который возглавит всю вот эту российскую ассоциацию политологов. Поэтому вот гражданское общество наше очень умное, очень требовательное, но его и простыми вот такими технологиями двухходовыми абсолютно не возьмешь. Оно требует очень, значит, таких правильных решений и, может быть, даже решений, лежащих не в сфере паблика, то есть не чтобы народ как-то поразвлекать какими-то разговорами, акцентами на ту общественную инициативу или другую. Оно требует реального решения реальных проблем. И здесь вот у нас идет откат к реальному сектору экономики, а в реальном секторе экономики, ну, эпитеты сказать в адрес энергетики. Хотя тут не все хорошо, но она так или иначе по определению остается надежда экономики, просто потому что на другие сектора надеяться в краткосрочное время, сколько бы там ни писали о новых технологиях, все это 588 раз известно, но нет такой технологии, которая бы вдруг дала какой-то макроэкономический результат, так скажем. Хоть тут как раз Глазьев-то и фанаты в биотехнологиях и, значит, технологиях наноматериалов. Ну, я опять же, может быть, бросаю спорный такой тезис, но макроэкономического эффекта эти технологии не дадут. Будут, ну, какой-то локальный, важный, но не макро. Макро может дать действительно только энергетика, только ее развитие какое-то. И вот в этой связи здесь вот такое некоторое есть объединение и пиара, и политических задач, и социальных задач. Выборов в ближайшее время у нас в Свердловской области, ну, как сказать, не будет. Вот здесь как раз в Верхнем Тагиле и будут выборы 16 февраля. Тагил изберет своего главу муниципального образования. Потом будут у нас Азбест и Рбит, но по большому счету это тоже не очень много. Понятно, что все живут 2016 годом, декабрем месяцем, это уже симптоматичные выборы в законодательное собрание, в Государственную Думу. Но органы власти должны подойти к этим выборам гораздо более подготовленными. Более подготовленными, и здесь опять же мы скажем, что не столько, может быть, какими-то красивыми слоганами, которые они придумают, сколько вот некими реальными проектами, реальными инициативами, когда мы сможем доказать и вот этого нашего очень въедливого избирателя привлечь на сторону конструктивных сил. Наверное, таким образом все мы считаем. Спасибо очень сильно. Наверное, немного вопросов, если есть, да? Пожалуйста. Доброй ночи, Александр Александрович. Радун Игорь, группа государства. Вот у меня есть два вопроса, которые хотел бы у вас услышать оценку по двум этим позициям. Вот вы упомянули о том, что вчера на ассоциации был Сергей Юрьевич Глазиев. Вот, насколько понимаю, мы относим его к государственникам, человекам с сильной государственной позицией, и он является сторонником, ну, скажем, условно партии низких процентных ставок и партии решения проблемы экономики через решение проблемы инвестиционной паузы. За счет активного государственного участия в инвестиционных проектах, типа вот мегапроектов, которые у нас планируется реализовывать по железной дороге, по транспорту, по другим вещам. К сожалению, по ВСМ там, я так понял, что отложили в сторону, да? Хотя мы знаем, что там стоят наши люди, в принципе, которые могли бы довести ее до Екатеринбурга. Но вот такое ощущение складывается, что в правительстве сейчас у нас люди, которые являются как бы... ВСМ это высокоскоростные магистрали, да? Да, да, да. И за ним стоит Александр Сергеевич Мишарин, как первый вице-президент, лоббирует этот интерес. Очень нужный, мне кажется, для страны. А вот в правительстве у нас сформирован блок либералов, ну, наверное, рыночников со времен Гайдара, может быть, его последователей. Тоже уважаю этих людей, как очень ведущихся экспертов, но которые как бы говорят, что у нас процентные ставки адекватные, и что необходимо не заниматься вложением денег в экономику, потому что там достигнут определенную загруженность мощностей, занятость у нас высокая, процент, нету безработицы, нету ресурса. А нужно вкладываться, в первую очередь, в развитие инвестиционной среды, институтов и там ждать эффекта. Вот хотелось бы, чтобы вы оценили этот расклад, который политически сегодня складывается в стране, в правительстве по поводу путей развития страны. Вот активная экономическая политика государства через мегапроекты в том числе, либо вот занятие инвестсредой, важное, нужное дело, но может быть все-таки вот второе по значимости после активной экономической политики. И вот второй вопрос тоже не могу вам задать. Вот случайно сегодня в интернете узнал для себя очень радостную новость, хотел бы тоже поделиться, не знаю, насколько она является реальной, о том, что Янукович принял решение пока приостановить процесс сближения с Евросоюзом и подписанием вот этой ассоциации, приглашения, да, хотя через буквально неделю в Вильнюсский саммит, вот до этого времени они же украинцы могут изменить свою позицию, но тем не менее вот он начал думать, и политическая элита, может быть, Украина начала считать последствия в этой связи. Я очень рад, что от нас Украина пока не убегает, и хотел бы у вас уточнить, что делать, делает ли Северного Схолоса достаточно для того, чтобы вот интегрировать Украину с нами вместе со своей стороны, как бы, с точки зрения региона, очень мощного, сильного. Может ли что-то делать? Может ли что-либо делать, да. Спасибо. Ну вот, начиная со второго. Действительно, Глазев как раз вчера об Украине и говорил, значит, и говорил крайне пессимистично и даже агрессивно на тот момент. Вот, к сожалению, как-то сегодня не было времени там отследить, что там нового такого произошло, но Глазев предрек Украине дефолт. Он даже вот так говорил, причем он все-таки советник президента, даже так, видимо, статус на это, видимо, согласованное такое заявление, но он сказал, что украинская экономика не лечится, Украину ждет дефолт, и чем быстрее они приснятся к Европе, чем быстрее этот дефолт они получат. Очень такое сильное, ну, эмоциональное даже было заявление. Что касается, значит, макроэкономического подхода Глазева, то абсолютно правильно вы его передаете. Действительно, он в своей книге пишет о том, что у нас другой крен. Если действительно традиционная болезнь – это печатать деньги, и этих денег слишком много – это инфляция, то у нас перезажата финансовая система, мы перебоимся всего, что можно бояться, у нас денег в экономике не хватает. Это действительно так. Ну, а переходя вот к макроэкономическим шагам, ну, проблема, она в самом вопросе зафиксирована. То есть, действительно, если денег в экономике не хватает, их, ну как, деньги печатают. Дальше начинается такая, значит, дилемма, что либо эти деньги дают быстрый, хороший, качественный эффект, либо это все-таки действительно идет инфляция. Мы, в отличие от Америки, рубль свой по всему миру размазать не можем. Поэтому, а это уже очень такое политически ответственное решение. То есть, если все-таки вот зажать экономику, ну да, не будет роста, не будет где-то больших инвестиций, но политически это не так сильно проявлено, и не так сильно. То, как только мы начали печатать деньги, вот это уже почувствуют реально. И вот тоже не хочу никого пугать там этой Америкой, но Глазев как раз передавал свой разговор с Бжезинским, и когда он так эмоционально у них там зашло, он говорит, какая ваша экономика? Вся ваша экономика лежит в наших банках американских, и вы нам должны 500 миллиардов долларов, он Бжезинский сказал. Поэтому мы вашу экономику очень быстро сделаем нашей, если потребуется. Вот, поэтому, ну, к тому, что есть информационная машина, которую могут включить, то есть, как только ты включил печатный станок, мало того, что, ну, действительно, это инфляция как таковая, и это ничего не скроешь, у нас свобода, и найдется вот такие вплескивания, что в России пошла инфляция, будут и раздувать. Вот, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь уверенность, что проекты, которые ты начинаешь, дадут быстрый эффект. Это старая экономическая дискуссия, ведь даже основоположники рыночной экономики, ну, Кейнс, это суперклассик, но у него же, хотя он человек, живущий, живший в Лондоне, в Великобритании, значит, но он же, и Кейнс, ну, традиционно это имя, ассоциируется с рыночной экономикой, это его же собственный тезис, что рыночная экономика не способна к поддержанию самобалансов, и он требовал, значит, государственных инвестиций, государственных вложений, государственного регулирования для того, чтобы рыночная экономика существовала. Но дальше мы просто в конкретику входим, то есть, то, что инфляция пойдет, пойдет, а будет ли экономический эффект, и какой? Здесь уже сложнее ответить на этот вопрос, потому что где конкретика, то есть, во что? В СМ действительно, там есть ВСМ-1 и ВСМ-2, вот ВСМ-2 точно, ну, не то, что точно не будет, но он, во-первых, дороже, более триллиона рублей стоит ВСМ-2, ВСМ-1 он подешевле, и шансы на него сохраняются, Москва-Казань, вот, но, извиняюсь, Москва-Санкт-Петербург, ВСМ-1, а ВСМ-2 это Москва-Казань-Екатеринбург, дорога, вот Москва-Санкт-Петербург, дорога эта сохраняется в проекте, на ВСМ-2, скорее всего, денег не хватит, ну, а будет ли вот эта дорога Москва-Санкт-Петербург, опять же, макроэкономическим фактором, ну, ну, не факт, вот, хотя инвестиционная программа Газпрома, она вот, ну, так, представляет, какие вещи в нашей экономике играют, но вот она где-то составляет, может, точнее сказать, где-то 700-800 миллиардов рублей инвестиционная программа Газпрома, значит, и вот такие деньги мы все чувствуем, мы сокращение, их тоже чувствуем, когда она, значит, сокращается. Вот ВСМ-2, ну, если это действительно, вот, около триллиона рублей, то сопоставимо с инвестиционной программой Газпрома, для нас, конечно, мы рельсы делаем, вагоны делаем, электровозы делаем, Сырловская область, все это делается, наверное, мы бы это как-то почувствовали, но пока, опять же, конкретных, конкретных планов нет. Кстати, да, вот Якунина не упомянул, Якунин весь день всегда был с нами. Не знаю, как там железные дороги управлялись в это время, и почему его так интересует эта тема, но вот начиная там в Москве в 10 утра началось, и закончилось, считайте, там в 5 часов, Якунин, он, и, во-первых, все главные речи сказал, то есть он фигура, и вообще ожидали, что Якунина изберут главным вот этим политологом нашим, потому что он очень как бы активен, еще и в сфере паблика, вот, значит, ну, и, кстати, его интересы вообще к вот общественным проектам характерен, значит, но у железных дорог таких макроэкономических проектов, ну, пока не заявлено, пока не заявлено. Тоже мы знаем, что вот мы, как уральские регионы, у вас интереснейший проект Урал-Ямал, значит, сейчас там строится северный широтный ход, это некоторое, не то, что подмена понятия, значит, там же мысль, что будут две дороги, одна вертикальная, вторая горизонтальная, вот еще во времена Латышева, то есть железная дорога, значит, от полуночного до Обского, это вот должна была по вертикали идти, где-то 750 километров, и там очень внятная и сильная мотивировка, то есть это, значит, таскать наше машиностроение для инвестиционных проектов Газпрома и таскать их углеводороды, жидкие сюда. Что касается северного широтного хода, это продольная дорога, то есть там, конечно, тоже есть мотивация, и она серьезная, чтобы легче возить оборудование для, значит, нефтяных месторождений, тем более они входят в стадию падающей добычи, все крупнейшие месторождения, и газовые, значит, и уренго, и так далее, и там им надо лазить, так называемый, очимовский газ, который глубоко лежит, нужны новые технологии, оборудование нужно, чтобы не снижать, то есть за северным широтным ходом тоже есть мотивировка, но я бы что сказал, она не такая, все-таки, кардинальная, как вот за этой дорогой, значит, меридиальной, за дорогой меридиальной, сейчас северный широтный ход строится, мегапроектом это назвать сложно, потому что не единая железная дорога, там определенных кусков, куски есть, определенных нет, и вот они эти куски сшивают между собой, ну, какие-то заказы из этого идут, но это опять же, это не макропроект, это вот, ну, проект, я бы так сказал, не более того. Спасибо, еще вопросы? Пожалуйста. Нигматулина, группа Патес, вот я, если правильно поняла, вы говорите, что возможность в развитии макроэкономики может в энергетике лежать, и кто может тогда стать заказчиком, инициатором этого развития энергетического, есть какие-то версии по этому поводу? Я думаю, вопрос на злобу дня, потому что, вот наиболее из таких раскрученных проектов, это как раз жиженый природный газ, жиженый природный газ, и конкретно вот на Ямале, и конкретно на этом порту, значит, проект точно очень мощный, по состоянию на сейчас, это вообще самый мощный по деньгам инновационный проект в России, то есть он стоит там порядка полутора триллионов рублей, больше даже, чем все высокоскоростные магистрали, но в то же время это проект, который именно существует в проекте, реального его нет, хотя здесь опять же, вот, много хорошего, можно сказать, деметиловой экономики, которую вы обсуждали, но это все-таки технология такая новая и не до конца опробированная. Что касается СПГ, это технология давно опробированная, там никаких инноваций нет, там просто делай, в условии, производи вот этот жиженый природный газ и продавай. Чем он хорош, если этот газ идет по трубам, и там и политический ограничитель могут поставить, и тарифный, то жиженый природный, вот Россия с его бешеными богатствами Ямала, там по некоторым данным 60 триллионов кубометров газа на Ямале, значит, это самое крупное месторождение газа в мире из оставшихся, и тем более это конвертировать еще в жиженый природный газ, так потом жиженый природный газ, мало того, что его просто можно продавать, сейчас же цена на нефть, цена на газ привязанной, причем невыгодную для России сторону, потому что есть нефтяной опека, газовой опеки нет, и здесь тоже мы уходим немножко в такую политику как бы высокую, но американцам выгодна вот эта вот привязка, нам она не очень выгодна, а если бы Россия обрела свободу рук в торговле газом, вот если это жиженый природный газ, то ресурс мощнейший, энергетический, продаешь куда хочешь, возишь куда хочешь, это, конечно, была бы такая козырная карта, но и проблема в том, что для того, чтобы реализовать этот проект, нужно увязать между собой очень много субъектов, железную дорогу, там же даже железной дороги нет до этого, Сабет, это маленький поселочек, тоже ничего нет, порт строить, это огромные инвестиции, порт стоит, вот из этого триллиона миллиардов 900 съезд порт, так порта мало, надо флот делать специальный, и флота тоже мало, надо ледоколы делать, потому что это северный морской путь, это все очень дорого стоит, увязать надо огромное количество субъектов, железную дорогу, значит, Газпром, его интересы, Тем более, что сжиженный делает не «Газпром», а делает «Новотек», пытается делать. И вот при всех лоббистских возможностях Михельсона не очень у них это все получается. Но это не предмет, чтобы, может быть, расписываться в пессимизме, а просто предмет для того, чтобы надо работать. Это действительно у нас колоссальный дефицит, как тут говорилось, на заказчика мегапроектов. Не потому что кто-то плохой, а потому что каждый считает свою прибыль. У всех сейчас денег не слишком много, даже у «Газпрома» в условиях вот этих всех сокращений. И каждый пытается экономить, а когда окупится, в какие сроки, вот здесь же вопрос. Поэтому и в результате этот проект, хотя там и лоббисты за ним сильные, он до сих пор почти не движется. Он существует такой очень хорошим инвестиционным предложением, которое никем не опровергнуто. Но одновременно и мало просто дать хорошую теоретическую схему. Ее же надо наводить. У нас же тоже академический район, это в принципе то же самое, но в миниатюре. Чтобы строить вот это жилье, это надо было договориться и с городом, и с областью, инфраструктуру. Но здесь вот Голубицкий разрулил все-таки по большому счету проблему. Ну и тут проще, жилье все-таки отстроил и продал, и оно тебе окупилось очень быстро. Там это инвестиции на длительный период. Это вот реальная проблема, я бы сказал, которую надо реально решать уже не такими теоретическими спорами, а очень такими конкретными считать это все, прописывать и достигать результат. Александр Александрович, вопрос вот из интернет-участников Петра Михайлович Королев, город Кудымкар, спрашивает, вопрос такой, рыночная экономика только один из многих комплексов условий организации деятельности и развития. Какие еще комплексы вы могли бы назвать? Ну я понимаю, что какие еще ключевые комплексы условий для организации деятельности и развития? Вы считаете ключевыми? Сейчас вообще граница между рыночной экономикой и нерыночной, она, я бы не сказал, что... Нет, я понимаю, нерыночные, неэкономические условия для организации развития. Понятно, что есть некие макроэкономические условия для организации деятельности и развития. Я так понимаю, речь идет о том, что кроме этого есть и неэкономические условия какие-то, другие комплексы условий для организации деятельности и развития. Вопрос, видимо, об этом. Что еще нужно, кроме экономических настроек? Вообще человек, который сделал самое большое экономическое чудо, он вообще ненавидел науку экономикой. И у него была еще такая фраза, что экономика, говорит, еще никого не сделала богатым, зато очень много разорила и у многих отняла очень много времени. В общем, про вот эту цитату, мы когда теоретические вещи с вами входим, они иногда вот такие терминологические различия, мы погружаемся, мы перестаем немножко друг друга понимать. Вот тут чем конкретнее вот эта схема, тем легче разговаривать. Ну тут может быть индикаторы просто дать. Китай, Китай, вот это какая экономика? Социалистическая, рыночная или что-то среднее? Это экономика самая быстро растущая на текущий период. Может быть вопрос идет не только об экономическом развитии, ну например, я понимаю, есть сфера образования, есть социальное развитие, есть другие измерения развития, может быть речь идет вот об этом, Дмитрий Михайлович. Ну как, ну важны все, важно где-то индикативное планирование действительно, чтобы отдельные проекты увязать в какие-то вот макроэкономические ходы, встроить вот эту цепочку. Важны новые технологии, опять же, это действительно фактор развития, вот все эти нанотехнологии, нано-порошки, тут же тоже все как бы взаимосвязано, потому что сталь можно сделать крепче в 8 раз. Если сделал сталь вот эту более жаростойкой, так скажем, то, соответственно, в ядерной энергетике запустил уже совсем другие проекты. То есть важно все, каждый конкретный элемент, просто их все нужно просчитывать, вот как плановую экономику. Сами по себе планы, они тоже не нужны. Нужен конкретный проект с его рентабельностью. Вот может быть, если мы упомянули вот этот жиженный природный газ, может быть здесь бы пригодился элемент такой координации, где-то плановой такой экономики, более сильного регулирования и пошло. Если мы говорим, значит, новые технологии, то опять же, ну это не какой-то набор всего понемножку, и все это понемножку дает тоже такой же маленький-маленький вот эффект, где много красивых как бы слов, и в то же время какого-то конкретного движения, я бы не сказал, что оно так сильно ощутимо. Поэтому, безусловно, и политическая стабильность нужна, потому что сейчас по всему миру идет такая ситуация, что инвестиции идут в наименее рискованные отрасли. Но опять же, наименее рискованные, они наименее динамичные, то есть на них не построишь нового технологического уклада. Вот Глазев, он фанат шестого технологического уклада экономики, значит, но тут, я говорю, мы встаем в некоторые такие вот чисто вещи умозрительные, которые очень тяжело перевести на какой-то реальный язык. То есть, ну есть конкретные технологии, которые есть на конкретных предприятиях, они дают на каждом этом предприятии три рубля прибыли. Все это вместе вкладывается в 12 рублей, а не в миллиард, а не в триллион. И экономика это всего по большому счету не ощущает никак. Поэтому здесь, я думаю, что каждая технология хороша, просто она должна быть доведена до какого-то такого совершенно внятного экономического проекта, дающего конкретный эффект. Если вот мы затронули вот эту тему, значит, ядерных реакторов, так сказать, ну да, даже традиционные абсолютно вещи, не говоря вот уже о техновом, быстрых ядерных технов, но все должно быть увязано. То есть, какая технология, вот сталь, если я не случайно сказал 8 раз, это действительно, вот эти нано-порошки, 8 раз она становится более жаростойкой, это как раз из книги Глазьева, действительно. Ну а дальше-то что? Ну построят один реактор, 5 реакторов. Это даже в энергетике ничего не изменит. То есть, дальше вот какой макроэкономический эффект? Это можно сделать, вот 100 реакторов, за какие сроки? Вот это надо все просчитывать вот такими категориями, иначе оно все будет таким лоскутным и вносящим свой вклад такой в общее развитие, но не меняющим картины принципиально. Спасибо, Александр Александрович. Коллеги, половина 12-го, мы работаем 6,5 часов. Давайте это будет последний вопрос, хорошо? И нам еще работать. Я сейчас вот об этом лоскутном. Значит, все-таки, мы можем действительно сменить идеологию вот этого развития, не забазироваться ни на гигантизме и макропроектах, а пользуясь явно видимыми преимуществами развитости Северовской области. То есть, у нас все-таки достаточно, в отличие от всей России, разносторонняя промышленность, несмотря на то, что у нас черная цветная металлургия, но у нас еще и развитое машиностроение, вот, и химия есть. У нас, скажем так, к монопродукту коптюменцев не снести. И плюс, к тому же, мы имеем достаточно развитие гражданское общество. Значит, имея два вот этих положительных фактора, все-таки сделать ставку на развитие не макропроектов, а на изменение общей активности вот этого, так сказать, образования Северовской области, чтобы активность общества плюсовалась к активности бизнеса, и это порождало, так сказать, во всех отраслях одновременно более быстрый рост, чем, скажем так, в других регионах страны. Ну, безусловно, это очень правильное, важное и нужное направление. Вот. Другое дело, ну, опять же, когда переходишь на конкретные примеры, вот тот же самый Краснотуринск, Богословский алюминиевый завод, но даже мы там поднимем с вами общественную активность, даже научим их делать проекты малого-среднего бизнеса, вот, и они этим даже начнут заниматься. Там рынок-то где возьмешь в Краснотуринске? Ну, вот, когда там хоть 15% народа вовлеки в этот малый бизнес, им продавать будет некому, даже если они самое лучшее к производству откроют, с низкой себестоимостью и так далее. Вот. Поэтому, я бы так сказал, это, безусловно, надо соглашаться, и это, ну, принципиальный, конечно, рычаг вообще, активность населения, экономическая и его готовность вообще заниматься своей собственной судьбой. Просто это, опять же, вот тот рычаг, который очень тяжело планировать и как-то очень тяжело его вовлекать в совершеннейшую конкретику. Его можно вот где-то как-то, опять же, вот отдельными направлениями, и это будет абсолютно правильно давать эффект. Но сделать из этого, все равно, что мы выходим как-то, чтобы не поднять, отдельно взятый Невьянск или что-то еще. А вот, ну, действительно, я уж немножко вас, наверное, утомил этим словом, макроэкономический эффект, ну как, ну, страна нуждается в том, пускай она будет большое или маленькое, но с большим эффектом, значит, вообще, зачем им заниматься. Вот это все увязать в какую-то вот программу, опять же, очень тяжело. То есть мы любую инициативу должны оценивать по конкретике. Идеологически, да, конкретику надо разрабатывать, и тогда ее надо смотреть. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, придется корректировать наши события. Я понимаю, опять же, настаиваю, тем более после этого марафона, пять с половиной только часов мы работали, не шесть с половиной, но, тем не менее, тут тоже очень много. Нам надо отдохнуть, нам надо выспаться, сейчас надо немножко освежиться. В группах предлагаю все-таки собраться, сориентироваться по тому, что нужно докорректировать в докладах, что нужно доработать. У каждого индивидуальная ситуация. Я прошу игротехников собраться в 12.00. Спасибо. 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 Спасибо.